Алла Пастухова Редактор в литературе играет примерно ту же роль, что тренер в спорте. Может быть, он сам не умеет писать, иногда, впрочем, умеет, но если у него хороший вкус, его помощь неоценима. Любимицей всех авторов «Нового мира» была Анна Самойловна, Ася, Асенька Берзер. Ее ценили, уважали и обожали Виктор Некрасов, Юрий Домбровский, Юрий Трифонов, Виталий Семин. Она счастливо сочетала в себе способность воспринимать новую вещь и как простодушный читатель, и как опытный редактор. Обладала прекрасным чувством юмора и замечала малейшую фальшь. Работая над рукописью, Ася делала на полях едва заметные деликатные пометки карандашом, чтобы в случае чего можно было стереть. Но поскольку замечания ее были убедительны, авторы с ней чаще всего соглашались. Ася Берзер и Инна Борисова не дали мне возможности в них разочароваться. С Игорем Сацем у меня бывали серьезные разногласия, хотя к консенсусу мы в конце концов приходили. Новомирских редакторов мне потом было с кем сравнить. В Советском Союзе редактор обычно исполнял и цензорские функции, и, как правило, считал себя начальником над писателями. Больше других запомнилась мне Алла Пастухова, тогдашняя жена Юрия Трифонова. Она была редактором политиздата, где выпускались не только материалы партийных съездов, но и художественная литература. В конце 60-х в ЦК КПСС, видимо, решили отвлечь внимание некоторых фрондировавших писателей от современных тем и создали для них историко-революционную серию «Пламенные революционеры». Попал в эту серию и я. Или, точнее, по идее, рожденный в ЦК КПСС, книгу о Вере Фигнер. Мне выделили редактором Аллу. Она сразу сказала мне, что я один из ее любимых писателей, и что мы с ней, в общем, свои люди и единомышленники. Я ее таковой считал, пока не закончил работу над повестью «Деревянное яблоко свободы». И с готовой рукописью явился к ней. «Хорошо», — сказала Алла, кладя рукопись в ящик стола. «Сегодня среда. Завтра и в пятницу я еще буду занята с другим автором. В понедельник начнем читать». «А в субботу вы начать не можете?» «Вы что?» — спросила она удивленно. «Хотите, чтобы я в выходные работала?» Признаться, я самонадеянно думаю, что чтение моих книг не только работа, но отчасти и удовольствие. Я был избалован отношением к себе в новом мире. Там и Сац, и Ася Берзер начинали читать немедленно, но Алла меня поставила на место, и я поспешил ее успокоить, что портить ей выходные дни не собираюсь. «Нет более геморроя». В понедельник я пришел. Алла при мне достала из ящика рукопись, раскрыла, надела очки, взяла в руку самописку и стала читать. Повесть начиналась письмом старого помещика из города Тетюши своему сыну, жившему в Казани. После некоторых наставлений следовала просьба, а также купи мне книгу «Зея Берлинга» «Нет более геморроя». Говорят, книга сия позволит навсегда избавиться от болезни геморроя. Не говоря ни слова, Алла жирной чертой вычеркнула геморрой. Я сперва растерялся, а потом, когда она занесла ручку над вторым геморроем, закричал «Стоп! Что вы делаете?» Как что удивилась она «Редактирую». «Разве так редактируют? А как?» «Прежде чем вычеркивать что-нибудь, вы должны объяснить, почему хотите это делать, и спросить, согласен я с вами или нет. Она удивилась еще больше «А вы со мной не согласны?» «Конечно же, не согласен. Что вас здесь смущает?» «Ну, вот это слово». «Какое?» «Вот это». Она тычет пером в ужасное слово, краснеет, но произнести его не решается. Вас смущает слово «геморрой?» Поверьте, это вполне литературное слово. Это просто название болезни. Почитайте Гоголя. У него есть герои с геморроидальным цветом лица. Алла, кажется, была готова уступить, но... «Но вы же понимаете, что начальство это все равно не пропустит?» «Когда не пропустят начальство, я буду говорить с ним. А вы это оставьте». Она оставила, и начальство потом пропустила. После моей маленькой победы Алла перестала все, что ей не нравилось вычеркивать, но подчеркивала и писала замечания на полях. Дошла до места, где герой ехал в санках. Подчеркнула санки, на полях написала. «На санках катаются дети с горок, взрослые ездят, на санях». Я ей сказал, что на санях крестьяне возят дрова. И напомнил строки из Евгения Онегина. «Уж темно в санке он садится, поди, поди!» Раздался крик. Алла и тут не сразу согласилась и потребовала доказать, что санки не опечатка. Я полез в шинель Гоголя, нашел описание первой прогулки Акаки Акакевича в новой шинели. По мере его продвижения к центру Петербурга улицы становились живее, населеннее и сильнее освещены, пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались Ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками, напротив. Все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами. «Ну да», — сказала она. «Неужели непонятно, Ваньки — это дети?» «И лихачи в малиновых бархатных шапках тоже дети?» «И лакированные санки с медвежьими одеялами детские?» Она уже видела, что говорит глупость, но еще долго стояла на своем. В конце концов, с большой неохотой сдалась. Иногда она доводила меня до бешенства. Алла, — говорил я тогда ей, — «Вы поставлены надо мной государством, и по государственной субординации являетесь для меня вроде как начальником, но по справедливости, как вам кажется, вы имеете право вот так беспардонно корежить мой текст, а вы считаете, не имею?» «Да, не имеете. Я взрослый человек. Я известный писатель. Я сам отвечаю перед читателем». Она ударялась в слезы. Иногда набрала на работе разрешение не приходить в редакцию, тогда мы работали у нее дома и тоже спорили. Я до бешенства, она до слез. Трифонов, конечно, был на моей стороне, но в спор наш не вмешивался, боялся и убегал в ванную. Но я заскочил на десять лет вперед. Возвращаюсь в 1961 год. Раскаяние Гуса В 1973 году, получив новую квартиру в писательском доме на улице Черняховского, эпопея вселения в нее описана мною, в Иванкиаде, я вскоре обнаружил, что моим соседом сверху является никто иной, как Михаил Семенович Гус. Выяснил я это после того, как он, забыв закрыть кран в ванной, залил меня. Когда я поднялся наверх, Гус стоял с тряпкой в луже. Увидев меня, он побледнел, думая, очевидно, что сейчас я ему отомщу за правду эпохи и чуждую нам поэтику. Этого не случилось. С заливом квартиры мы как-то разобрались, после чего Гус при встречах со мной стал здороваться и получал в ответ сдержанные кивки. Однажды уже перед самым моим отъездом за границу Гус остановил меня у подъезда и сообщил, что ему исполнилось восемьдесят лет. — Поздравляю, — сказал я. — Да уж чем там поздравлять, — вздохнул он. — Хотя бы с тем, что вы до этого возраста дожили. — Да, — согласился Гус, — дожил. — И много чего сделал. — Много плохого сделал. — Вот и вас молодого травил. — Ну, это, — решил я его утешить, — уже неважно. — Нет, важно, — сказал он и вдруг заплакал. И, махнув рукой, отошел. Меня отравили многие люди. Многие возводили на меня напраслину, клеветали, обвиняли в том, в чем я не был виновен. Некоторые потом говорили, что за давностью лет ничего не помнят, но искренне извинился только Михаил Семенович Гус. И, конечно, я ему все простил. Если бы он был высшей инстанцией, я бы искреннее угрызение совести считал достаточным основанием для прощения всех грехов. Другой мой недоброжелатель, Георгий Радов, настоящая фамилия Вельш, был, как говорили, шотландского происхождения. Большого роста, рябой, с буйными, не спадавшими на лоб кудрями, вечно пьяный и неуемно злой, он на меня нападал и на собраниях, и в газетах, да и просто при случайных встречах. Иногда это выглядело комически. Как-то в ресторане ЦДЛ он присел за мой столик и долго, молча, сверлил меня глазами, потом не выдержал, заговорил. — Ну, ты, ты! Ты думаешь, что ты писатель? — Я думаю, что тебе лучше пойти и проспаться. Радов еще больше разозлился. — А почему ты говоришь мне «ты»? — Естественно, я ответил. — А почему ты говоришь мне «ты»? Он не нашелся, но вскочил и пошел приставать к кому-то еще. Возможность утолить ненависть ко мне или иллюзия этой возможности возникла у него в 1974 году, когда было решено исключить меня из союза писателей, но об этом в свое время. — А кой вам годик? Для каждого молодого писателя второе сочинение бывает экзаменом, который он держит сам перед собой, испытывая при этом нешуточный страх и пытаясь предугадать, будет ли новая вещь не хуже той, через которую пришло признание. Не кажется ли его первый успех случайным? Морозным декабрьским днем 1961 года я шел по улице Горького от Белорусского вокзала к Пушкинской площади, помахивая недавно купленным темным портфелем. По дороге встретил Бориса Баутера, моего в то время близкого друга, автора нашумевшей повести «До свидания, мальчики». — Куда идешь? — поинтересовался Борис. — В новый мир. — Несешь что-нибудь новое? — Да, вот написал рассказ. Сказал я, встряхнув портфелем. — Как называется? — Расстояние в полкилометра. — Хороший? — Был следующий вопрос. — Хороший ли? — Что я мог сказать? — Когда я его написал, он мне казался вполне хорошим. Когда выходил из дому, думал, что он неплохой. Но чем ближе я был к новому миру, тем больше сомневался. Не знаю, — признался я честно. А если не знаешь, — удивился Борис, — зачем несешь? — Что на это ответить? — Если бы я ждал, когда придет уверенность в том, что я написал что-то безусловно хорошее, я бы никогда не дошел до редакции. Неуверенность в качестве написанного у меня и сейчас, в преклонном возрасте, случается перед передачей рукописи редактору, а уж тогда я вообще готов был в последнюю секунду повернуть обратно. Тем не менее, превозмог себя, дошел до редакции, вручил свое сочинение Асе Берзер и стал ждать. Я думал, Ася немедленно прочтет мой рассказ и позвонит или пришлет телеграмму, как это было с «Мы здесь живем». Но прошли день, два, три, неделя, ни телеграмм, ни звонков, ни намеков. Значит, не понравилось. Я ждал гораздо дольше, чем после сдачи первой повести. Вдруг звонок. — Анна Самойловна, Володя? — вас просит к себе Твардовский. Я порой очень жалею, что никогда не вел дневников даже в дни очень важных для меня событий. Поэтому, вот по памяти, был снежный вечер. Я вошел в кабинет, тот самый, в который когда-то вломился по наглости. Горела только настольная лампа. Твардовский, седоватый и грузный вышел из-за стола, взял мою ладонь в свою большую мягкую, усадил и стал говорить мне такие комплименты, на которые я не рассчитывал. Он меня цитировал, смеялся, пересказывал почти дословно спор двух персонажей по поводу количества колонн у Большого театра. Сказал, как ему приятно, что я знаю жизнь, особенно деревенскую. Сказал, что рассказ у меня самостоятельный, хотя школа видна, школа бунинская. Я был не согласен, но не возразил. Ну что ж, неплохая школа. И хотя вы учитесь у Бунина, я у него не учился, но без опегонства. А то есть у нас, знаете, молодые бунинисты. Под модными молодыми бунинистами он имел в виду Юрия Казакова, которого считал тогда не больше, чем эпигоном Бунина. Но потом изменил свое отношение и в какой-то статье о Бунине уже уважительно упомянул Казакова, назвав его не эпигоном, а последователем Бунина. Да. Вдруг спохватился Александр Трифонович. — А как вас величать? — Меня зовут Володя. — Володя? — переспросил он, удивленно, будто никогда не слышал подобного имени. — А что, у вас разве отчества нет? Я растерялся. — Отчество? У меня? Да кто ж меня и когда звал по отчеству? Еще недавно кричали просто. — Рядовой такой-то! Ко мне! Вольно! Смирно! Шагом! Марш! На стройке со мной тоже особенно не церемонились. На радио к моему имени тоже отчество не прилагали. К тому же я вот слышал и поначалу удивлялся. Литераторы сплошь и рядом, независимо от возраста, зовут друг друга. Миша Светлов, Костя Симонов, Сережа Наровчатов, Боря Слуцкий. А Маяковский и вовсе называл Асеева Колькой. Я попробовал объяснить Твардовскому, что я еще молодой и прибавление отчества к имени, покуда не заслужил. И увидел, что это объяснение ему совсем не понравилось. «А кой вам годик?» Спросил он уже довольно язвительно. «Двадцать девять». Он помрачнел. Я потом много раз замечал, что он тяжело переживал свой возраст, хотя ему был всего лишь пятьдесят один год. Себя он зачислил уже в старики, а к писателям, считавшим себя молодыми, относился неодобрительно, считая, что молодыми они себя называют, надеясь на возрастную скидку, которой не должно быть. Литература занятий взрослых и зрелых людей. Если уж ты взялся за него, то на снисхождение по возрасту рассчитывать нечего. Его покоробило мое представление о том, что я еще молод, но разбавлять мед дегтем он все же не стал, только заметил со вздохом. Ну что ж, молодость — это недостаток, который быстро проходит. После этого опять ко мне расположился и сказал, что, как редактор, он все рукописи читает обычно с карандашом, и тут карандаш взял, но потом про него забыл. Наговорил еще много хорошего. Перейдя к практической части, он сказал, что расстояние в полкилометра обязательно напечатает. Но это будет непросто, потому что рассказ не из тех, которые проходят легко. Для того, чтобы напечатать, к нему надо добавить другой рассказ, пусть не такой хороший, пусть вообще он будет похуже, и даже чем хуже, тем лучше. Тогда мы вашим плохим рассказом прикроем этот хороший. Некоторое время я ходил у него в фаворитах, чем очень гордился. Новомирские посиделки Наши встречи и застольные начались с того, что я, сидя вечером у Феликса Светова, позвонил зачем-то Саццу. Сац сказал, Володя, если хотите видеть Александра Трифоновича, приезжайте сейчас же ко мне. Я кинулся к выходу. Светов обиделся. Что ж ты, меняешь друга на начальника? Я возразил, он мне не начальник, а великий поэт. Представь себе, что тебя приглашает Пушкин. Неужели откажешься? Встречи с А.Т., так Твардовского с почтением многие называли, стали почти регулярными. Это случалось чаще всего у Саца. Жена Саца, Раиса Исаевна, обычно ставила на стол закуску и исчезала, а мы оставались втроем, и разговоры наши на первых порах были взаимодружелюбными, отчего я приходил в состояние счастья, как от свидания с любимой женщиной. Мне льстило, что между нами, как мне казалось, так много общего, и литературные вкусы, и бытовые привычки, и то, что мы оба курили одни и те же сигареты ароматные. Я от Твардовского располагал к себе очевидным знанием жизни. Тем, что жил в деревне, был столяром, служил в армии, ездил на мотоцикле, а кроме того, читал почти все, что было им опубликовано, не только стихи, но и статьи, выступления и рассказы. Иногда в более расширенном составе встречались у Инны Шкунаевой, подруги Саца, специалистки по французской литературе. Она была родственницей архитектора Желтовского, от которого в ее распоряжении перешла небольшая, одной или двухкомнатной, точно не помню, квартира в районе Смоленской площади. Там сходилась почти вся редколлегия Нового мира — Твардовский, Лакшин, Сац, Кондратович, Дементьев, Марьямов. Все являлись сводкой. Как мне помнится, приносили сразу по две бутылки, садились за стол. Шкунаева готовила закуску. Первая стадия — пили, закусывали, балагурили. Твардовский, разумеется, был центром и душой компании. Рассказывал что-нибудь о своих столкновениях с начальством и цензорами или вспоминал деревенское детство. На второй стадии переходили к песням. Твардовский хорошо знал и пел белорусские песни, Лакшин, который эти же песни, наверное, специально выучил, очень старательно и подражая Твардовскому, подпевал. Кое-какие из этих песен я тоже знал, но в украинском варианте, чем умилял Твардовского. Иногда к концу застолья Твардовский начинал плакать, переживая наступившую, как ему казалось, старость. А было ему, напоминаю, немного за пятьдесят. Утирал слезы ладонями, повторяя «Я старик, я старик». Остальные вежливо выдерживали паузу, хотя некоторые из них — Сац, Дементьев, Марьямов — были постарше. Чтобы вас было жалко. Несмотря на влюбленность в Твардовского, кое-что меня в нем удивляло. В частных разговорах он всегда ругал власть за бюрократизм, колхозы, бесполезное освоение целинных земель, управление культурой и в то же время проявлял к этой власти почтение, даже тогда, когда этого не требовалось. Для него существовали две власти. Просто власть, которую можно и должно ругать, и советская, с большой буквы, которой следует неустанно присягать на верность. Например, исполнилось 60 лет Игорю Александровичу Сацу. Отмечаем в кабинете главного. «Твардовский произносит первый тост и предлагает выпить не за Саца, а за нашу советскую власть, которая к появлению на свет Саца была непричастна. Он родился за 15 лет до нее». Я был удивлен. «Зачем Твардовский это говорит? Неужели он в самом деле эту власть так любит? Как можно любить власть, которая русскулачила, сослала в Сибирь его отца и старшего брата?» Я не осуждал Твардовского. Просто пытался понять, но мне это не удавалось. Раздвоенность сознания помогала ему до поры до времени существовать в относительном мире с советской системой, но разрушала его. Свои сомнения он, подобно Шолохову или Фадееву, глушил водкой. И чем дальше, тем чаще выпивки в кругу друзей заканчивались уходом в одинокий запой. Я очень завидовал Твардовскому, что он пишет правду, но при этом такую правду, или не совсем правду, а то, во что сам верит, которую принимает власть. И поэтому уважаем властью, читателями и сам себя уважает. У меня такой гармонии не было. У меня не было ни малейшего намерения входить с властью в конфликт, но желание изображать жизнь, как она есть, было выше стремление к благополучию. Твардовский по складу своего характера и дарования был человеком государственным и мог писать искренне то, на что у меня не поднялась бы рука, вроде «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» или «про возвращающегося из лагеря после многих лет старого друга». Он всюду шел со мной по свету, всему причастен на земле, по одному со мной билету, как равный гость бывал в Кремле. Многое из того, что писал Твардовский, мне было не враждебно, но чуждо. Однако за Теркино, за дом у дороги, за многие стихи я мог простить ему все. Мне была близка нелюбовь Твардовского к проявлениям всякого пижонства или того, что ему и мне казалось пижонством. Ему не нравились стремления мужчин украшать себя крикливой одеждой, дорогими часами, перстнями, усами и бородами. Он ехидно расспрашивал Виктора Некрасова, как он заботится о своих усах. Смотришь в зеркало, корчишь рожи, подстригаешь, подбреваешь, подравниваешь, да, с вызовом отвечал Некрасов, смотрю в зеркало, корчу рожи, подстригаю, подбреваю, подравниваю. Позже Твардовский неодобрительно относился к Солженицынской бороде, обожая при этом ее носителя. Однажды мы закуривали, у него не оказалось спичек, я небрежно чиркнул газовой зажигалкой. Зажигалка, спросил он насмешливо, я устыдился, как будто был улечен в чем-то дурном. Он все еще ко мне хорошо относился и однажды стоя произнес тост. Вот умирает писатель, и я думаю о нем, не жалко. Я хочу выпить за вас, чтобы, когда вы умрете, вас было жалко. Я был польщен. и рассказал об этом тосте Камилу и Крамову. Камилу и Камилу и Камилу и Камилу. не жалко Твардовскому — Василия Семеновича Гроссмана. Я к Гроссману, уже тогда, еще не читавший главных его поздних вещей «Жизнь и судьба», все течет, относился с почтением. Но мне тем более было лестно, что Твардовский предполагает во мне возможность стать выше Гроссмана. Позднее раскаяние Лакшина Наши отношения стали портиться в начале 1962 года, когда я написал повесть «Кем я мог бы стать?» с эпиграфом из австралийского поэта Генри Лоусона, перевод Никиты Разговорова. Когда печаль и горе, и боль в груди моей, и день вчерашний черен, а завтрашний черней, Находится немало любителей сказать. Ах, жизнь его пропала! А кем он мог бы стать? Богат и горд осанкой. Тот я, кем я не стал. Давно имеет в банке солидный капитал. Ему почет и слава, и слава, и почет. Но мне та слава, право, никак не подойдет. Мой друг, мой друг надежный, Тебе ль того не знать. Всю жизнь я лез из кожи, чтобы не стать, О Боже, тем, кем я мог бы стать. Эти стихи для эпиграфа длинноватые, но, будь их автором я, были бы моим автопортретом. Я читал эту повесть вслух Игорю Сацу и Инне Шкунаевой. Им обоим повесть понравилась. И Камилу Икрамову, и Феликсу Светову, и Асе Берзер, которой я сдал рукопись. Ася отдала рукопись дальше, и дальше была заминка. Долго из редакции не было ни слуха, ни духа, и вдруг мне показывают внутреннюю рецензию, написанную самим. Отзыв кислый. Повесть слабая и несамостоятельная. Написанная под Белля. Даже конкретно под бильярд в половине десятого. Я стал искать этот роман. Нашел. Прочел. Удивился. Да, вроде какой-то созвучий интонации имеется, но кому докажешь, что я Белля прочел уже после написания повести. Твардовскому повесть не понравилась, значит, не понравилась и большинству членов редколлегии. Про расстояние в полкилометра уже все как будто забыли. И не помнит хитроумной надежды Твардовского, что чем вторая вещь будет слабее, тем легче будет напечатать ее вместе с первым рассказом. Ася Берзер и Сац защищали меня, как могли. Об усилиях Игоря Александровича свидетельствует датированная концом ноября 1962 года дневниковая запись тогдашнего члена редколлегии Владимира Лакшина. Я сам люблю его. Саца. Всей душой. И с тревогой замечаю маленькие пятнышки в наших отношениях с тех пор, как я пришел в новый мир. Может быть, тут отчасти и ревность к Александру Трифоновичу. Некрасов предупреждал меня когда-то, что Сац ревнив как мавр. И не может себе представить, что его друзья встречаются где-то без него. А тут еще спор о новой повести Володя Войновича, которого он выпистывал. Повесть о прорабе не слишком удачная, со слабым концом. Но Игорь Александрович, его редактор, признать этого не хочет, язвит критиков Войновича и требует печатать повесть без передела, как она есть. Володю, конечно, замучили всякими советами и замечаниями, но что делать, если повесть не удалась? 28 лет спустя Лакшин эту запись снабдил примечанием. Мне досадно теперь на мою снисходительную оценку этой хорошей повести В. Войновича. Но тогда все мы мерили невольно уровнем Ивана Денисовича, рядом с которым все казалось блеклым. Игорь Сац. Сац прожил интереснейшую жизнь. В новом мире его не любили и даже поговаривали то, что я повторять не буду. Но вот то, что я знаю. В молодости он был подающим большие надежды пианистом. Потом каким-то образом, может быть, был ранен, повредил руку. Играть больше не мог. Был адъютантом у Щерса. Сколько ему могло быть лет? 15-16? Потом числился литературным секретарем Луначарского. Во время войны служил в польской армии Людовой при генерале Берлинге. Зная несколько языков, был разведчиком, подслушал телефонные разговоры немцев. У него были густые кустистые черные брови и совершенно белые, немного с желтизной волосы. В общественном транспорте молодые люди проявляли готовность уступить ему место, но он этим не пользовался. В метро всегда стоял, выпитив грудь, всем своим видом показывая, что предлагать ему сесть бесполезно. О своих военных подвигах никогда не рассказывал, но однажды, сильно подвыпив, вытащил ящик из письменного стола и вывалил на стол груду орденов. И когда я спросил, — это все ваши? — он застенчиво захихикал. В своих воспоминаниях бодался теленок с дубом, Солженицын назвал Саца мутно пьяным. Сац и правда пил немало. И я вместе с ним. Он был один из немногих моих знакомых, кто решался ездить со мной трезвым и пьяным на мотоцикле, что приводило в ужас Твардовского. Сац был вдвое старше меня, но пил наравне, пил столько, сколько я, достигнув его возраста, выпить не мог. Году в 62-м он получил отдельную квартиру на проспекте Вернадского, мы с ним поехали туда. Мебель новой квартиры состояла из одной табуретки. Сац застелил табуретку газетой, нарезал хлеб, лук и колбасу. И мы с ним вдвоем, сидя на полу, выпили на равных четыре бутылки водки. После чего поехали на мотоцикле. Сац сидел сзади, держа перед собой портфель, и вид у него был величественный. На каком-то перекрестке нас остановил милиционер и попросил меня показать документы. Я полез в карман. — Володя, — строго спросил Сац, — вы что-нибудь нарушили? Он со своим портфелем выглядел так, как если бы ехал на персональной чайке. Милиционер заволновался и решил меня защитить от начальственного гнева. — Нет-нет, — поспешно сказал милиционер, — он ничего не нарушил, я только проверяю документы. Протягивая ему свои права, я, естественно, старался дышать не в его сторону. Милиционер запаха не учуял. Или сделал вид, что не учуял. Вернул мне права, откозырял, и мы поехали дальше. Кстати, замечу, милиционеры тогда не все брали взятки и были более милостивы. Я однажды ехал ночью на Запорожце, и на Кутузовском проспекте был остановлен гаишником. Я ехал из ресторана, и милиционер это сразу унюхал. — Выпил? — спросил он. — Я признался. — Выпил. — Сколько? — Грамм двести. — А куда едешь? — Фили. — А доедешь? — Раз досюда доехал, то, наверное, и дальше доеду, — сказал я. — Ну, езжай, — разрешил он, возвращая права, только осторожно. Хочу быть честным. Кроме Саца и Аси Берзер, нашлись у меня еще два сторонника среди членов редколлегии. Первый — Евгений Николаевич Герасимов, которого, несмотря на преклонные годы, все звали Женей. В качестве поклонника он обнаружился так. Подавленный полным неприятием моей повести в новом мире, пришел я в ЦДЛ, встретил там изрядно подвыпившего Женю, а он всегда был подвыпивший. То просто, то изрядно. И сам мне говорил, что, имея дневную норму, две бутылки водки. И он неожиданно стал мне объясняться в любви, говорить, как высоко ценит мое дарование. — Как же высоко? — спросил я. — Когда вы не хотите печатать мою повесть? Я не хочу. — искренне возмутился он. — Это они. Женя понизил голос до шепота, словно говорил о политической власти. — Они не хотят, а я хочу. Я тебя вообще считаю надеждой нашей литературы. — добавил он и почему-то заплакал. На другой день он позвонил мне рано утром и сказал, что желает немедленно видеть меня в редакции. Утром он был трезвый и говорил на вы. — Я хочу бороться за вашу повесть, но давайте назовем ее рассказом, чтобы было два рассказа, и переименуем. — Как? — Давайте назовем просто. — Хочу быть честным. Тогда они будут считать это рассказом о частном случае. — Какой-то чудак хочет быть честным, но на основы нашего строя не посягает. И больше того, хочет, чтобы советская власть была даже лучше, чем она есть. — Я спорить не стал. Для меня обозначение жанра большого значения не имело, а название... Оно мне не показалось достаточно проходным и даже наоборот, но... Я согласился изменить название и, с сожалению, убрал эпиграф, потому что теперь он не подходил. Тем не менее, повесть не печатают. Твардовский по-прежнему относится к ней плохо, другие члены редколлегии — ЗАГС, Лакшин, Кондратович — тоже. Но и не отказывают. Появился Дементьев, большой, грузный, в старомодных очках, похожий на разночинца. Про него говорили, что во времена космополитизма в Ленинграде он отличался особым рвением. Но я его таким не знал и с трудом мог таким представить. В Солженицынском теленке Александр Григорьевич изображен злобным большевистским комиссаром, приставленным к Твардовскому. Не знаю, может, он поначалу и был приставлен, но если даже и так, то впоследствии играл другую роль. Он был, кажется, единственным членом редколлегии, имевшим собственное мнение, но отстаивал его не всегда прямо, а применяя разнообразные дипломатические уловки. Твардовский его уважал за самостоятельность и ученость и закрывал глаза на то, что в периоды его отсутствия, по причине, например, запоя, Дементьев брал управление на себя и решал спорные вопросы по-своему, печатал, бывало, вещи, не пропущенные главным редактором, а того потом убеждал, что автор много работал над рукописью и кардинально ее улучшил. Мне Дементьев явно симпатизировал и, по крайней мере, дважды печатал меня, преодолев сопротивление Твардовского. При этом делал много тактических ходов, терпеливо выжидал подходящий момент и меня уговаривал набраться терпения. Подождите, подождите, говорил он, и я ждал. Схочу быть честным и расстоянием в полкилометра. Я ждал целый год. Время от времени рассказы ставили в план, но тут присылал рукопись кто-нибудь из маститых, Эренбург, мемуары, Панова, пьесу, и меня опять выкидывали из очереди. Я нервничал. Меня уже убедили, что, хочу быть честным, вещь слабая, и я готов был от нее отказаться, но мне очень важно было выйти к читателю с расстоянием в полкилометра. Я сдал редакцию этот рассказ в декабре 1961 года, а в ноябре следующего года вышел один день Ивана Денисовича Солженицына, что стало ни с чем не сравнимой сенсацией. Солженицына читали, обсуждали, спорили. Очень многие утверждали, что с его появлением все в литературе изменилось, и уже никто не сможет писать так, как раньше. Именно поэтому я опасался, что мой рассказ воспримут как написанный после и, может быть, даже под влиянием Солженицына, и никто не поверит, что во время написания рассказа я имени Солженицын и слыхом еще не слыхал. Дуэт в космосе Упоминавшийся мною выше полет космонавтов Николаева и Поповича с исполнением ими дуэтом 14 минут до старта состоялся в августе 1962-го. Что тут началось? Издательство, журналы и газеты наперебой предлагали мне издать сборник, подборку или отдельное стихотворение. Нас с Аскаром Фельдсманом выдвинули на Ленинскую премию, и наше сочинение конкурировало с песней «Бухенвальдский набат». Меня стали безудержно хвалить в печати из мою прозу. Петрусь Бровко, белорусский государственный поэт, посвятил в литературке большой понигирик повести «Мы здесь живем». Мария Прилижаева, приближенная к начальству сочинительница детских рассказов о Ленине, долго меня вызванивала и приглашала к себе. В конце концов, я посетил ее в ее квартире в высотном доме на Котельнической набережной. Она угощала меня чаем с овсяным печеньем и возмущалась, что я до сих пор еще не член Союза писателей. Вместе с ней за меня ратовал известный в то время прозаик Николай Атаров. Меня тут же стали продвигать неведомые мне силы, и в сентябре я получил заветную книжечку члена Союза писателей с подписью Константина Федина. Твардовского мой успех не оставил равнодушным. Как? Это правда ваша песня? Вы ее написали? Я отмахивался, стесняясь и текста, и вообще того, что писал песни. Говорил, что писал их просто так, по служебной необходимости. Твардовский возмущался моим несерьезным отношением к серьезному делу. Он был уверен, что сам ничего просто так не писал. Он сердился, но тут же предложил напечатать в ближайшем номере подборку моих стихов. Я сказал, ни за что. Он спросил, почему. Я вам однажды давал свои стихи. Вы мне? А это вы были? Да, помню. Ну, с тех пор прошли годы. Может быть, вы выросли? Может быть, я ошибся? Критики его постоянно ругали за то, что он печатает плохие стихи. Ну, так что? Дадите? Нет? Но почему? Потому что вы напечатаете стихи и будете считать, что свой долг передо мной выполнили, а я хочу, чтобы читатели знали мою прозу. Не помню, что он мне ответил. Но два рассказа увидели свет в февральском номере журнала 1963 года, вышедшем в марте. Стрельба в спину советской армии. Но перед этим я получил щелчок с неожиданной стороны. После дуэтного исполнения моей песни в космосе и одобрения песни Хрущевым, редакции газет и журналов наперебой обращались ко мне с просьбой дать им мои стихи. Я сам к стихам своим в то время остыл, большую часть выбросил, остальные печатать не хотел. Но газете «Московский комсомолец» сделал исключение в виде двух старых стихотворений. Раньше, когда мне это было очень нужно, их не печатали. Теперь, когда мне это было нужно не очень, их взяли охотно. И разразился скандал. Стихи попали на глаза министру обороны СССР маршалу Советского Союза Малиновскому, который, по слухам, сам пописывал немножко стишки. То ли в душе его взыграла ревность поэта к поэту, то ли еще чего. Но он взбеленился, поехал в главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота и заседавшим там маршалом, генералом и адмиралом, как мне говорили, «Прочел мои стихи вслух». После чего высказался весьма зловеще. «Эти стихи, — сказал он, — стреляют в спину Советской армии». «Надо же!» Такова была советская система. Министру обороны сверхдержавы нечего было делать, как читать стихи и реагировать на них. Министр не успел сказать. В «Красной звезде» появилась реплика. Газета возмущалась, как могла. Другая газета напечатать такую пошлость и в качестве примера привела последнюю страфу, самую лучшую, которая как раз, видимо, больше всего и стреляла в спину Советской армии. Над селом притихшим ночь стояла. Ничего не зная про устав, целовали девушку устала. У плетней женатый комсостав». Через два года мне удалось этим же стихотворением еще несколько раз пострелять в чувствительную спину Советской армии, но об этом в своем месте. Особое течение в прозе Затравленный новомирской редколлегией, я сам уверовал, что хочу быть честным, рассказ неудачный. Огорчался, что он был в журнале поставлен первым. Читатели, думал я, увидят, что чепуха, журнал откинут и не заметят расстояние в полкилометра. Мне было так стыдно, что я боялся показаться на людях. Но позвонил Феликс Светов и похвалил. Еще кто-то одобрительно отозвался. Была не была. Я решил выбраться в ЦДЛ. Первым человеком, кого встретил по дороге в ресторан, был Борис Абрамович Слуцкий. «Только что прочел ваши рассказы», — сказал он. «Первый очень хороший, правдивый, умный, добрый, с юмором. И второй рассказ», — он подумал. «И второй тоже хороший». Рассказы имели несомненный и однозначный успех. Меня хвалили при встречах по телефону и в письмах. Со мной захотели познакомиться Гроссман, Эренбург, Симонов, Маршак, Каверин, Ром, Райзман. А Иван Пырьев опять прислал восторженную телеграмму. Большинство из этих людей говорили о «хочу быть честным», и только некоторые упоминали при этом расстояние в полкилометра. Я получил через «Новый мир» массу читательских писем. Все до единого, хвалебные. А Лакшин еще до выхода второй книжки журнала в том же дневнике записал 8 февраля 1963-го. Думал о том, что за последние полгода год сформировалось и выявилось особое течение в прозе «Яшин», «Некрасов», «Войнович», «Дорош». Сочинения в чем-то друг другу близкие, и, конечно, Солженицын, стоящий впереди всех, но близкие этому роду литературы. Смеляковский вертолет. В конце 50-х, начале 60-х партии, как говорилось, был взят курс на омоложение литературы. Журналы охотились за новыми талантами, вскоре ими стали пополняться ряды Союза писателей. 28 сентября 1962 года в составе группы молодых и подающих надежды был принят в этот Союз и я. За два дня до того мне исполнилось 30 лет. На фоне тогдашнего состава писательской организации я действительно был очень молод. Но некоторые новобранцы были еще моложе. Анатолий Гладилин, будучи на три года моложе меня, еще раз стал членом СП. Белла Ахмадулина, получившая членский билет в один день со мной, на пять лет моложе. Принимали нас без лишних формальностей и даже с некоторой помпой. Заседание приемной комиссии вел ее председатель Ярослав Смеляков. Присутствовал первый секретарь московского отделения СП Степан Щипачев. Смеляков объявил, что, поскольку речь идет о писателях не только молодых, но и ярких, комиссия отходит от обычных формальностей и проводит не тайное, как всегда, а открытое голосование. И все мы прошли единогласно. Дня через два после этого со мной случился маленький странный казус. Я шел в ЦДЛ и в дверях столкнулся со Смеляковым. Естественно, я остановился, чтобы пропустить его, намного старшего по возрасту, знаменитого, уважаемого, жертву сталинских репрессий. И он остановился и сделал приглашающий жест. «Проходите!» Я сказал, «Ну что вы! Ярослав Васильевич, вы проходите! Проходите, проходите!» — настаивал он сердито. «Вы же знаменитый поэт! А я говно!» Пожав плечами, я вошел. Через какое-то время, оказавшись со Смеляковым в ЦДЛ за одним столиком, я его спросил, что значило его нападение на меня. Перейдя на прозу, я вообще не считал себя поэтом. Никакой фоноберии не отличался. А к нему относился с большим уважением. На мой вопрос он не смог мне ничего ответить. Благодушно махнул рукой, мол, ладно, забудем. Заодно вспомнилась еще одна выходка Смелякова. Поэт Виктор Урин решил стать путешественником и проехал на своем автомобиле от Владивостока до Москвы, после чего решил расширить свои возможности и написал в Союз писателей заявление, чтобы ему помогли купить для его путешествий вертолет. В то время частный летательный аппарат не мог иметь ни один человек в Советском Союзе. Смеляков, бывший в то время председателем Бюро объединения поэтов, на заявлении Урина написал резолюцию «Вставь себе пропеллер в жопу и летай». Давление лучше нормального. Для меня началась новая полоса. Сегодня звание члена одного из нескольких Союзов писателей немногого стоит, но тогда его можно было, пожалуй, приравнять к Генеральскому. Писатели, академики, кинорежиссеры были из наиболее уважаемых членов советского общества, небожителями, достойными восхищения и зависти. Членский билет Союза писателей давал многие привилегии, и главной из них было право не ходить на службу, а самому распоряжаться своим временем. Если обладатель билета не стеснялся им пользоваться, он легко мог получить дефицитный товар в магазине или номер в гостинице, где для простых людей никогда не хватало места. Члену СП было легче улучшить свои квартирные условия и при этом требовать прибавления к общей принятой норме 9 квадратных метров на человека дополнительные 20 в виде отдельной комнаты, как рабочего кабинета. Хотя чаще всего это было по анекдоту. Съесть-то он съест, да кто ж ему даст. Писатели имели свой клуб с хорошим рестораном «ЦДЛ», свои дома творчества в дачных местностях, а также у Черного и Балтийского морей, куда можно было поехать за умеренную плату, а если попросить и бесплатно. Причем хоть с женой, хоть с любовницей, в отличие от других советских гостиниц или санаторий, здесь штамп в паспорте не проверяли. В поликлинике Литфонда врачи заботились о своих пациентах чуть ли не как о членах Политбюро. Каждый год проводилась обязательная диспансеризация с обходом всех врачей. Для пожилых литераторов прикрепленность к такой поликлинике была, конечно, важной привилегией, а мне, молодому, забота, которая там проявлялась, казалась странной и чрезмерной. Еще недавно в армии я очень не любил обращаться к врачам, потому что любую жалобу они воспринимали с сомнением и глядели на тебя подозрительно, уж не симулянт ли. А здесь не успели принять в СП, как предложили обойти всех врачей, которые внимательно выслушивали, выстукивали и просвечивали. У меня возникало желание уклониться от очередного осмотра, но стоило подать заявление на путевку в Дом творчества, и тут уж избежать диспансеризации было нельзя. Литфонд, выдающий путевки, требовал справки из своей же поликлиники. Так что всем писателям раз в год приходилось проходить осмотр. Во время первой диспансеризации доктор Райский проверил у меня давление и был полностью удовлетворен. «У вас давление, сказал он, очень хорошее, лучше нормального». Я спросил, что значит «лучше». «Это значит», объяснил доктор. «Оно у вас немного понижено. Это просто замечательно. Значит, в пожилом возрасте давление будет не слишком повышенным. Вы умеренный гипотоник». «Я, между прочим, тоже». «Значит, мы с вами будем долго жить». Через неделю я должен был опять явиться к нему. «Мне к доктору Райскому, сказал я в регистратуре». «Доктор Райский», — ответили мне. «Позавчера умер». Сравнение не в пользу. Вступив в союз писателей, я был очень горд, потому что писательское звание ценил и уважал больше всего на свете. Писатель, по моему мнению, есть волшебник, который создает нечто никому другому недоступное. Почти всем профессиям можно научиться и при известных способностях достичь в них определенных высот. И почти во всех профессиях даже высшие специалисты не столь уникальны, как в писательстве. Во всех странах есть десятки замечательных врачей, скажем, кардиохирургов или онкологов. Есть много выдающихся врачей, физиков, химиков, кого угодно. Писателей же выдающихся, живущих в одно и то же время, хватит пальцев одной руки, чтобы сосчитать. Когда же я познакомился с конкретной писательской средой, я удивился. Там я встретил несколько человек, стоявших в моем представлении высоко по интеллекту, таланту, душевным и нравственным качествам, какие не попадались мне в предыдущей жизни. Но в целом писательская среда поразила меня, когда я увидел, сколько в ней глупости, ханжества, лицемерия, пошлости, непомерных амбиций, бахвальства, холуйства, интриг, злобы и зависти. Как эти люди, стоит только начальству указать на одного из них и дать команду «фас!» тут же кидаются, со злобным рычанием рвать своего коллегу на части, независимо от того, виноват он в чем-то или нет. По первой команде тут же сфабрикуют любое дело, предадут, обвинят коллегу в любом преступлении, сами себя легко возбудят до звериной свирепости и, если разрешить, саму жертву свою расстреляют. Та среда, в которой мне приходилось существовать до того, крестьяне, солдаты, рабочие, учителя и прочие мелкие служащие, хотя там разные люди попадались, а в целом была умнее, честнее и нравственней. Обыкновенный экзистенциалист. Недалеко от аэропорта Шереметьево есть одноименный поселок. Там когда-то были скромные одноэтажные дачи, принадлежавшие литературной газете и выделявшиеся ее сотрудникам во временное пользование. На одной из этих дач в начале 60-х годов жили Световы. Их соседями были Булата Куджава и его первая жена Галя. Поэт Владимир Корнилов с женой, тоже Галей. Бенедикт Сарнов с женой Славой. Полное имя. Инна Борисова, тогда известный и уважаемый критик, темноволосая, с большими серыми глазами. В нее, красивую, талантливую и умную, влюблялись многие тогдашние молодые и не очень молодые писатели. Борис Балтер, назвавший Инкой героиню своей повести «До свидания, мальчики», Владимир Максимов, влюбившись, ухаживал за ней и я. В порядке ухаживания возил ее вместе с кошкой на мотоцикле в Москву и обратно. Я был еще практически неизвестен широкой публике, но узким кругом обитателей Шереметьевки был достаточно высоко оценен, считался талантливым, но необразованным и неинтеллектуальным. Про меня говорили, что я пишу животом, то есть практически природным талантом без участия головы, и я носителем такого мнения немного подыгрывал. Галя Корнилова, кандидат наук, специалист по французской литературе, считалась, наоборот, очень образованной и интеллектуальной. Как-то на лыжной прогулке она стала мне рассказывать, что пишет работу об одном французском писателе румынского происхождения. «Об Ионеско?» — спросил я. Она удивилась. «Ты знаешь, что такое Эжен Ионеско?» «Конечно. Носороги, лысая певица. Куда его вынести?» И я стал ей пересказывать содержание названных вещей. Галя была потрясена моей эрудицией и переменила свое мнение обо мне как о малообразованном человеке. Дело в том, что к тому времени Ионеско в Советском Союзе был запрещенным и непечатаемым писателем, и это имя знали очень немногие, в числе которых оказался и я. Я, естественно, скрыл от нее, что источником моих знаний о французском классике была большая передача BBC, которую я слышал за несколько дней до нашего разговора. Передача произвела на меня впечатление, хотя Ионеско должен был быть мне чужд. Я стремился к реалистическому изображению абсурда жизни, как она есть, а направление, избранное Ионеско, было совсем другим. Но он мне понравился в пересказе. И потом еще больше после чтения. В отличие, например, от Беккета, чью знаменитую пьесу «В ожидании года» я несколько раз мучил, до конца не прочел и в театре смотрел без интереса. После разговора об Ионеско Галя настолько изменила свое мнение обо мне и моей эрудиции, что уже не удивилась, когда через некоторое время я после встречи с Жаном Полем Сартром на ее вопрос «Что он собой представляет?» пожал плечами. Обыкновенный экзистенциалист. Знакомства и разговоры Муж Гали, Володя Корнилов, был автором стихотворения, которое я прочел еще до личного знакомства с ним в «Дне поэзии» 1956 года и запомнил. Взвод устал в походе. Взвод от пота взмок, а святой колодец заперт на замок. Сжав ремень винтовки, я, кляня судьбу, с мятой рублевки протянул попу. «Ты святую воду продаешь, так вот, дай напиться взводу. Пить желает взвод. Отпер поп колодец, денег он не взял. Пейте, полководец, — вежливо сказал. И платочком вытер капельки солба. Может, я обидел этого попа?» Друг другу и привело к дружбе. Но тогда я больше дружил с Булатом, который получил здесь сдачу, потому что заведовал в литературке отделом поэзии. Здесь у нас случались долгие и откровенные разговоры. Однажды, в ноябре 1962 года, сидя у камина, мы говорили о состоянии литературы, об условиях, в которых литератор может честно заниматься своим делом. Булат сказал, что той свободы, которая в настоящее время существует, ему достаточно для всего, что он пишет и что хотел бы написать. Я сказал, что этой свободы и мне достаточно. Конечно, цензура многого не разрешала. Нельзя было выдавать военные и государственные тайны. Советская цензура, кстати, официально называлась Государственным комитетом по охране государственных тайн в печати. Нельзя было критиковать КПСС, марксизм, ленинизм, советских вождей. Но наши с Булатом интересы лежали далеко от политики и позволяли обходить злободневные темы, не кривя душой. Через очень короткое время я убедился, что мой оптимизм был преждевременным. Стало ясно, что хлипкая хрущевская оттепель подходит к концу. Наступают новые холода. Может быть, всерьез и надолго. Скоро все темы станут достаточно острыми, а мой главный замысел — чонкин, который уже зрел во мне, окажется совершенно непроходимым. Тем, кто умел видеть, было ясно, что в своем стремлении сделать систему более гибкой и жизнеспособной, Хрущев добился многого, но не дошел до главного. Основ режима не тронул. Той черты, после которой перемены становятся необратимыми, не перешагнул. Приближался к ней время от времени, но тут же и отступал, словно отдергивал руку, прикоснувшись к горячему. Но его соратникам-сталинистам казалось, что он зашел слишком далеко, и они все настойчивее и даже наглее требовали от него остановиться. Время от времени они указывали на то, что развивающаяся в умах творческой интеллигенции и свобода мысли грозит советскому строю потрясением основ, и подозревали в антигосударственных умыслах, прежде всего, конечно же, литераторов. Вспоминали, что Венгерская революция 1956 года началась с литературного кружка имени Шандера Петтофи. Объявили ужасным проявлением ревизионизма попытку польских писателей отказаться от методов социалистического реализма в пользу реализма без пшемятника, без прилагательного. Я думаю, что читателю постсоветских времен, если он вникнет, покажутся дикими тогдашние наставления советских идеологов. Он просто не может представить себе, какое серьезное значение придавали руководители партии, правительства и КГБ способом художественного изображения действительности. Для всех людей искусства, особенно для писателей, существовал единый метод социалистического реализма, отход от которого приравнивался к попыткам подрыва советского строя, ни больше, ни меньше. И что интересно, литератор, отказывавшийся считать этот метод единственно правильным, действительно становился врагом советского строя и представлял для него реальную угрозу. Таким уж чувствительным был этот строй. Как говорил один из моих знакомых, объяви бегающего по лесу зайца антисоветским животным, и он сразу же станет советской власти мешать. Суть советского художественного метода была когда-то кем-то сформулирована так. Социалистический реализм – это правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии. Формулировка кажется достаточно четкой, но что она означала на практике? Потом разные советские идеологи давали ей разные толкования. Один из создателей Союза писателей, Иван Гронский, сказал, цитирую приблизительно, «Социалистический реализм – это Шекспир, Бетховен и Рембрандт, поставленные на службу пролетариату». Несколько позже Сталин сказал каким-то писателям, «Пишите правду! Это, мол, и будет социалистический реализм». Еще позже Шолохов в интервью иностранным корреспондентам на вопрос, что такое социалистический реализм, желая им понравиться, ответил, «А, черт его знает!» Последняя шутливая формулировка, сочиненная писателями, была «Социалистический реализм – это воспевание вышестоящего начальства в доступной ему форме». На самом деле соцреализм был не методом, а рецептом, согласно которому практически все литературные произведения более или менее крупной формы должны были иметь в центре положительного героя, ставившего общественное и государственное всегда выше личного. Поэтому герои книг сплошь и рядом жертвовали своим благополучием, здоровьем, а то и жизнью ради выполнения производственных планов, спасения от пожаров или стихийных бедствий государственного имущества. А те книги, персонажи которых этого не делали, объявлялись в лучшем случае пропагандой мещанства и мелкотенья. Но к началу 60-х появилось уже много романов, повестей, рассказов и стихов, явно игнорировавших требования соцреализма. Даже, например, песня о Куджаве «Ах, война, что ты сделала подлое» уже считалась крамольной. Хотя бы потому, что в соответствии с советским, сталинским определением войн, они бывают справедливые и несправедливые, а подлыми не бывают. Партийные ортодоксы пугались сами, пугали Хрущева и, в конце концов, напугали. В декабре 1962 года я был в Киеве, куда приехал с делегацией московских писателей. Я ехал в двухместном купе с очень посредственным, но очень рекламируемым и очень самовлюбленным поэтом Егором Исаевым, который всю ночь не давал мне спать. Пьяный читал стихи, утверждая, что он первый и единственный в мире понял философию войны. В нашей группе была Наташа Тарасенкова, прозаик, очень милая женщина. Сначала нас повели к руководителям Союза писателей. Среди них был живой украинский классик Павло Тычина, стихи которого я учил в Запорожской вечерней школе на уроках украинского языка. Мне было так же странно видеть его живьем, как было бы странно встретить Тараса Шевченко. Он говорил по-русски и приятно меня удивил, сказав, что читал мою повесть и получил удовольствие. Потом были встречи с молодыми украинскими письменниками, некоторые из них говорили только на ридной мове и даже делали вид, что по-русски не все понимают. Очень известная украинская поэтесса Лина Костенко стала по-украински отвечать на какие-то вопросы Наташи. Недолго послушав, Наташа взмолилась, Линочка. — Извини, ради бога. Но ведь мы с тобой вместе учились в ритинституте. Ты же знаешь, что я ничего не понимаю по-украински, а я знаю, что ты очень хорошо говоришь по-русски. Я не шовинистка. Я ничего не имею против украинской культуры. Но, пожалуйста, говори со мной по-русски. Лина внимательно выслушала и стала длинно отвечать по-украински. Наташа, естественно, ничего не поняла и, не поняв, расплакалась. Я, в отличие от Наташи, не только понимал украинский, но и сносно говорил на нем, поэтому у меня проблем в общении с киевскими коллегами не было, тем более, что они так же, как и мы, советскую власть не любили. Как раз во время нашего пребывания в Киеве в Москве разразилась гроза, вошедшая в историю, посещение Никитой Сергеевичем Хрущевым, которого в газетах уже иначе как дорогим Никитой Сергеевичем не называли, художественной выставки в Москве, той самой, где безумный вождь сплевался, топал ногами, грозил кулаками, обзывал художников пидорасами и стращал их разными карами. Вот тогда ты и похолодала. За истерикой в манеже последовали, как это официально называлось, две встречи руководителей партии и правительства с художественной интеллигенцией. Сначала в Кремле. Там Хрущев набросился на молодых писателей и особенно досталось Вознесенскому и Аксенову. Вторая встреча в том же духе была на ленинских Воробьевых горах. Второе совещание вел секретарь ЦК КПСС по идеологическим вопросам Леонид Ильичев. Я по малой известности на тех встречах не был и удостоился только приглашения на сборище рангом пониже, на котором председательствовал тогдашний секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев. Но и там все выглядело достаточно зловеще. Одни писатели нападали, другие жалко оправдывались, третьи пытались отмолчаться. Некий Кузьма Горбунов набросился на Степана Щипачева за то, что тот, будучи руководителем Московского отделения Союза писателей, вел ревизионистскую линию, очень страшное тогда обвинение, и допустил принятие в члены Союза многих молодых ревизионистов, в числе которых, например, был и я. Щипачев вышел на сцену и дрожащим голосом произнес «Я знаю, ты хочешь моей крови, Кузьма». Горбунов со своего места радостно ржал. Было видно, что он действительно хочет крови. Может быть, даже не в фигуральном смысле. Литератор с Квачем. Я по советскому прошлому тоски никогда не испытывал. Воспоминания о том, какие ничтожные люди руководили искусством, светлых чувств у меня не вызывают. Не будучи приглашен на главные встречи с партийными вождями, я, тем не менее, не остался ими незамеченным. Среди прочих отошедших от принципов социалистического реализма произведений, Леонид Ильичев назвал опубликованный «В новом мире мой рассказ «Хочу быть честным». Секретаря ЦК возмутило то, что автор, по его утверждению, проводит идеологически вредную мысль, будто в нашем советском обществе трудно быть честным. Это высказывание, естественно, стало сигналом для травли, которую власть повела от имени простых «советских тружеников» в кавычках. Это был проверенный способ поносить неугодного писателя, художника или ученого от имени рабочих и колхозников, которые считались нашими кормильцами и нашей совестью. Все советское искусство должно было служить им, и они, как заказчики, обладали моральным правом предъявлять свои претензии, судить нас, одобрять или низвергать. Когда начиналась охота на того или иного писателя, в газетах сразу появлялись письма пролетариев, которые по-простому, по-рабочему, в форме иногда близкой к матерной, объясняли писателю его заблуждение. Эти филипики-труженики писали не сами, а подмахивали в своих порткомах, не глядя на то, что за них сочиняли казенные журналисты. Впрочем, появлялись и оригинальные сочинения. Высказывание «Я Пастернака не читал, но скажу» стало потом ходячим. Некоторые изъяснялись стихами, например, такими, «А Пастернак — это просто так, пустота и мрак». Труженики при этом могли быть совсем малограмотными, вроде героини социалистического труда, колхозницы Надежды Заглады, любившей выступать в печати по самым разным поводам. Старейший артист МХАТа Михаил Яншин во время какой-то проработки сказал, «У нас все разбираются в искусстве, от Хрущева до Заглады, а огурцы на рынке стоят 3 рубля килограмм». Тогда 3 рубля были большие деньги. Вот и на меня после речи Ильичева напали псевдотруженики. Статья в известиях за подписью какого-то инженера из Горького называлась «Точка и кочка зрения». Автор предъявлял мне уже знакомые обвинения в мелкотемии и в чем-то еще. Какой-то маляр, как и Заглада, герой социалистического труда, назвал свою статью в строительной газете «Литератор с квачом». Я спрашивал знающих людей, что такое квач. Оказалось, кисть для обмазывания чего-нибудь дегтем. Автор защищал строителей, мною, по его мнению, обмазанных дегтем. Попрекал меня тем, что описывать героический труд строителей и условия их жизни сам живу, конечно, в хороших условиях. А я все еще жил в коммуналке на 25 семей. Еще один передовик производства в труде озаглавил свое сочинение — это «Фальшь». Восклицательный знак. Впрочем, на читателей такие отклики производили впечатление обратное тому, на которое рассчитывали заказчики. Как рассказывал мне мой двоюродный брат Юра, слесарь с завода «Запорожь Сталь», статья «Это фальшь» попала на глаза кому-то из членов его бригады во время обеденного перерыва и была зачитана вслух. После чего бригадир выразил общее мнение. «А, им не нравится! Значит, твой брат пишет правду!» Были еще какие-то статьи в газетах, и все отрицательные. В это же время десятки читательских писем, приходивших в Новый мир, были все до одного хвалебные. Статью в «Известиях» заметили и мои соседи по коммуналке. «Ага», — предрекала удовлетворенно Полина Степановна, «теперь Хрущев погонит его из писателей». Дела мои, правда, немедленно ухудшились. Готовившись к печати, мой первый сборник застрял в издательстве. Некая Вера Смирнова написала на рукопись отрицательную рецензию, упрекая меня, кроме всего, за плохой стиль. В качестве примера дурного стиля привела фразу «Гантели были покрыты пылью и были больше, чем были на самом деле». Фраза и вправду корявая. Только автор ее не я, а сама Смирнова. У меня про гантели было написано так. Они покрыты толстым слоем пыли и кажутся большими, чем есть на самом деле. Но оспаривать мнение критика, исполнявшего идеологический заказ, было бесполезно. Он мог цитировать автора сколько угодно, недобросовестно. Требовались не доказательства, а общий вывод угодной власти. Ругань в печати мне была неприятна своими практическими последствиями, но по молодой легкомысленности я и их принимал без тревоги и даже как лестные. Достаточно компенсации за недовольство начальства стало для меня единодушное одобрение читателей. Оно положительно повлияло на отношение ко мне редколлегии Нового Мира и Твардовского, очень ценившего успех у читателей. С одной стороны, меня стали травить за рассказ, с другой было противоположное движение. Поздравивший меня с замечательным, по его мнению, рассказом, Иван Пырев предложил мне возобновить знакомство. В кабинете Пырева сидели он сам и опять Константин Воинов, который брался экранизировать мою первую повесть, но дело до ума не довел. Пырев говорил мне комплименты, и среди них был и тот, что я чуть ли не единственный, писатель наших дней, кому удалось создать настоящий русский характер. Воинов просил меня написать сценарий для фильма, который хотел снимать. Я сказал, что сценарий уже написал, но передать его масс-фильму не могу, потому что заключил договор с Ленфильмом. Воинов умолял забрать сценарий. На том же настаивал и Пырев. Я сказал, Иван Александрович, я для вашего объединения уже писал сценарий, но он принят не был, и мне никто не объяснил, почему. Как я могу быть уверен, что вы меня снова не бросите? Не брошу, пообещал Пырев. Кроме того, сказал я, рассказ обругал Ильичев. А за ним и многие газеты. Хрен с ними, сказал Пырев. Собака лает, ветер носит. Но я боюсь, что вы потом от меня откажетесь. Я тебе обещаю, что буду биться за эту вещь до конца, заверил Пырев и распорядился выписать мне и Воинову командировку в Ленинград. Большая рыба. В Ленинграде мы поселились в уже освоенной мною гостинице Европейская. Когда по приглашению Ленфильма я приезжал туда раньше, то иногда останавливался в Астории, но чаще в Европейской. Вдвоем с Воиновым мы ходили на Ленфильм, долго уламывали худрука третьего объединения Владимира Венгерова и редактора Якова Рохлина. Уломали и отметили. Я уже знал, что Воинов запойный, но не знал, как это выглядит на практике. Я в ресторане обычно заказывал скромные порции водки, 150-200 граммов. Воинов заказал сразу две бутылки. Про себя не помню, а он после выпитого был трезв. Здесь же, в ресторане, он купил две бутылки коньяка на вынос. Вернулись в гостиницу, я лег спать. Проснувшись среди ночи, увидел, что Воинов сидит на краю кровати в рубашке с галстуком, но без штанов, отхлебывает из стакана коньяк, смотрит вдаль, заплетающимся языком пытается цитировать Твардовского, но при этом сильно перевирает, перемежая цитаты с собственным текстом. Выглядело это примерно так. Нет, ребята, все-таки я хороший режиссер. За чего же мы, ребята, пушек дым в кромешной мгле? Хороший я режиссер, большая рыба. За чего же мы, ребята, да, хороший я режиссер, ребята, хороший пушек дым в кромешной мгле. Константин Наумович, вскоре ставший для меня просто Костей, был, как и я, полукровкой. Мать у него была русская, Иванова, а отец — Кац. Псевдоним Воинов появился во времена борьбы с космополитизмом. Псевдоним не помог. Воинова уволили из театра имени Ермоловой, и он еле-еле нашел себе работу в Ногинске. Там и начал пить. В моих воспоминаниях об известных людях я показываю их такими, какими их видел, без прикрас. Не хочу уподобляться ритуальным косметологам, украшающим гримом покойников. Если мы вспоминаем эпоху такой, какой она была, а не такой, какой ее хотелось бы видеть, то и люди эпохи должны остаться в нашей памяти со всеми своими достоинствами и недостатками. Что касается конкретно алкоголизма, многих замечательных лиц того времени, то об этом стоит не только говорить, но и задуматься, почему так много людей искусства страдали одной и той же болезнью. Воинов был очень хороший режиссер. Среди прочих его киноработ «Женитьба Бальзаминова» и «Шапка» по моей повести. Добрый, честный, трогательный и страстный человек, верный товарищ. Но что поделаешь, алкоголик? В отличие от меня. Мой редактор Игорь Сац говаривал, мы с вами пьяницы, но не алкоголики. В тот приезд в Ленинград я убедился в существенной разнице между одним и другим статусом. Воинов пил круглые сутки. Сидел на кровати, отхлебывал из бутылки, говорил, что он «большая рыба». Цитировал одну и ту же строку Твардовского. Отхлебывал, дремал, просыпался, отклебывал, опять вспоминал про большую рыбу. Наблюдать человека в таком состоянии несколько минут забавно, но пребывать при нем круглые сутки утомительно. Слух о его запое дошел до Москвы. Мне стали звонить жена Константина Наумовича, актриса Ермоловского театра Ольга Николаева и многолетняя любовница, практически вторая жена, кинозвезда Лидия Смирнова. Ольга Владимировна не знала, что делать, и только охала. Лидия Николаевна была решительнее и потребовала от меня действий, которые я по ее наущению произвел. Я заказал в ресторане и гостинице много разных закусок, полный обед и десять бутылок Боржоми. Полбутылки коньяку оставил Воинову для плавного движения в сторону трезвости, а с полной бутылкой ушел ночевать к Александру Володину, с которым тогда тесно дружил. Дверь в номер я запер. Время от времени звонил Воинову. Тот плачущим голосом просил его выпустить и обещал, что запой прервет. Смирнова говорила «Не верьте, не бойтесь и не сдавайтесь». Я проявлял несвойственную мне твердость. Хотя боялся, что Воинов в попытке побега вылезет в окно и сорвется. Он этого делать не стал. Но уговорил официанта, и тот принес ему еще две бутылки коньяка, отперев дверь запасным ключом. Я пришел, сделал выговор метр к дотелю и опять запер дверь. Больше Воинова не выпускали и додержали до того, что он, в конце концов, остановился. Тогда опять-таки под телефонным руководством Смирновой был вызван питерский врач-психиатр. Он привел с собой своего товарища, тюремного врача в форме. Тот начал свое лечение угрозой, что он Воинова за пьянство посадит в тюрьму и назвал несуществующую статью Уголовного кодекса. Воинов, как многие алкоголики, был пуглив. В угрозу быть посаженным поверил и обещал исправиться. Не пройдет и года. Вернувшись в Москву, я сценарий доделал быстро. Пырьевым он был немедленно одобрен и послан в Госкомитет по кино, но там уже было указание не пропускать. На обсуждение сценария мы пришли втроем Пырьев, Воинов и я. Тяжеловесом в нашей тройке был, конечно, Пырьев. Он явился с фотоаппаратом, называл ветшую обсуждение даму в возрасте девушкой и все время снимал ее в упор со вспышкой, отчего она вздрагивала, но возражать не смела. Пырьев сдержал слово и защищал сценарий решительно и резко, но безуспешно. Девушка вздрагивала, говорила, чуть ли не плача, но от позиции своей не отступила. Позже на разных стадиях были запрещены еще пять сценариев, написанных мною, пока я официально считался советским писателем. Тем не менее, разные студии регулярно заключали со мной договоры, и гонорары от кино долгие годы были моим основным заработком. Берясь за очередной сценарий, я говорил, что у меня есть две программы. Программа «Минимум» получить 25% гонорара за сценарий и программа «Максимум» 50%. Несколько лет спустя, когда я уже был полностью запрещен, Борис Балтер предложил мне с ним на пару написать сценарий двухсерийного фильма для студии Довженко. Мы взяли за основу сюжет «Хочу быть честным», но сильно его переиначили. Сразу условились, что пишем исключительно для денег и на уровне приемлемом для студии Довженко. Писали примерно так. Я написал сцену, показываю Балтеру, тот говорит, это для них слишком хорошо, надо ухудшить. Ухудшали мою сцену, потом тоже делали с текстом Балтера. Сценарий был принят на ура. Фильм шел в кинотеатрах, по телевидению повторялся без конца в течение многих лет. Раньше я стеснялся его называть, а теперь за давностью лет посмею. Он назывался «Не пройдет и года». Вика 1963 год ознаменовался для меня тремя важными событиями. Публикацией «В новом мире двух рассказов», выходом первой книги, маленькой и искалеченной цензурой и началом романа с женщиной, в которую я до того пять лет был влюблен, как мне казалось безнадежно, и с которой после того прожил сорок лет до самой ее кончины. И еще отнесу к важным событиям знакомство с человеком, с которым наши судьбы впоследствии тесно переплелись, с Виктором Некрасовым, в то время знаменитым автором повести «В окопах Сталинграда», самой, как тогда считалось, правдивой книги о войне. Строго говоря, первое знакомство с Виктором Платоновичем, Викой, произошло раньше, но было мимолетным. Как-то мы с Сацем вошли в редакцию и встретили в коридоре моложавого человека с тонкими усиками, похожего на французского актера Тати. Сац представил меня ему, он покивал головой, и мы разошлись. Когда я вступал в писательский союз, одним из трех моих рекомендателей был Некрасов, который, как выяснилось впоследствии, повесть мою не читал и читать не собирался, рекомендацию за него написал Сац, а он ее только подмахнул. В этой бумаге после перечисления моих совсем еще скромных литературных заслуг было сказано, что мое пребывание в союзе писателей будет полезно самому союзу, так как у меня есть большой опыт практической работы. Какой именно работы было непонятно. Я потом Саца язвительно спрашивал, как, по его мнению, мой опыт может понадобиться союзу писателей? Может быть, меня попросят подремонтировать мебель или сменить водопроводные краны? Впрочем, текст рекомендации не имел никакого значения, важна была подпись под ней. Некрасов. Тогда он, лауреат сталинской премии, был все еще в фаворе. Второе и настоящее мое знакомство с Некрасовым состоялось уже после публикации «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра» в Малеевском доме творчества, куда мы приехали втроем. Камил и Крамов со своей женой Ирой и я. Наша тесная и долгая дружба втроем привела к тому, что между Ирой и мной возникла любовная связь и в конце концов увенчалась браком. В столовой за ужином мы встретили компанию Некрасова с мамой Зинаидой Николаевной и лучших друзей Виктора Платоновича, киносценариста Семена Симу Лунгина, его жену Лилю и их сына-подростка Павлика, теперь знаменитого режиссера. Они тихо и скромно ужинали в углу. О Некрасове в те дни много писали в газетах и говорили в литературных кругах. Сначала на одном из упоминавшихся мной идеологических сборищ его обругал Хрущев за поддержку фильма Марлена Хуциева «Мне 20 лет». Потом начальству не понравились напечатанные в Новом мире его путевые заметки по обе стороны океана, где он безобязательной по советским правилам критики описал Италию и Америку. Результатом начальственного недовольства стал напечатанный если не ошибаюсь в известиях и написанный хрущевским зятем Аджубеем Фильетон «Турист с тросточкой», где говорилось, что записки Некрасова смахивают на плакат рекламирующий западную жизнь. Некрасов и раньше был одним из самых любимых и уважаемых прежде всего за честность писателей. Теперь же внимания к нему стало еще большим. Литераторы, сидевшие в столовой Дома творчества в Малеевке, бросали на него почтительные взгляды, но не все решались приблизиться. Камил Икрамов приблизился. В отличие от меня, он был человеком нестеснительным и любившим при случае знакомиться со знаменитостями. Иногда при этом он использовал мое имя, но терял присущее ему чувство юмора. Вскоре после того, как Владимир Тендряков положительно отозвался в печати «О моей повести мы здесь живем», Икрамов, встретив его в ресторане Дома литераторов, подошел, представился моим другом, сказал ему, каким горячим поклонником его он является. Они подружились. Щедрый на комплименты Икрамов превозносил Тендрякова, считал его талант родственным Толстовскому, и чем выше ценил Тендрякова, тем больше гордился близостью к нему. К месту и не к месту пробрасывал мой друг Тендряков. А после того, как они вместе написали пьесу, стал говорить «Мой друг и соавтор Тендряков». Я считаю, что очень обязан Тендрякову, поддержавшему меня в начале пути, попросил Камила представить ему и меня. Он вдруг напыжился. Владимир Федорович очень занятой человек, и я не уверен, что он сможет тебя принять. Было время, когда Камил не признавал никого из современных писателей, кроме меня, еще не печатавшегося. Теперь же, сблизившись с Тендряковым и как бы извиняясь, объяснял мне свое отношение к нам обоим. Ты знаешь, Тендряк, писатель, нисколько не хуже тебя, но он Толстовской школы, а ты Чеховской. Теперь в Малеевке и Крамов не упустил случая познакомиться с Некрасовым. Подбежал к столу, за которым сидел мэтр, представился Камил и Крамов, друг Володи Войновича, которому вы недавно дали рекомендацию. Некрасов поинтересовался, а где сам друг? Тут подошел и я. Виктор Платонович на первой встрече меня, не запомнивший, вскочил, жал руку, обнимал, поздравлял в пределах нормативной лексики, поскольку был еще трезв и при маме, всегда вел себя как благовоспитанный джентльмен. Спросил, где я поселился и обещал после ужина меня навестить. Не знаю, где он так быстро напился, но после ужина ввалился ко мне уже сильно принявши и совсем другим человеком. Причем пришел не один, а с двумя приятелями. Честность и километраж. Одним из них был герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай, летчик-испытатель, учитель первых космонавтов, автор автобиографических рассказов, за которые был принят в Союз писателей. Вторым оказался неказистый, как мне помнится, человек невысокого роста и тоже хлебнувший лишнего, про которого мне было сказано, что он первый заместитель Туполева и сам выдающийся авиаконструктор Леонид Львович Кербер. Некрасов снова стал меня поздравлять, но теперь уже в выражении, где самым приличным было слово «усраться». Прошу у читателя прощения, но из песни слова не выкинешь. «Володька», восклицал он, «я прочел твои рассказы и просто усрался». «Я тоже прочел», вставил свое слово Кербер. «И тоже усрался», добавил за него Некрасов. «Мне, сказал Кербер, очень понравился ваш рассказ «Честность» и второй, не помню, как называется, «Расстояние в полкилометра», подсказал я. Если первый рассказ со стрел и крамов называть «Честность», то второй можно переименовать в «Километраж». В застолье Кербер и Галай вспоминали разные случаи жизни, например, как перегоняли из Казани в Москву первый экземпляр бомбардировщика Ту-4, содранного у американцев с легендарной летающей крепости Б-29. «Самолет, в котором летели они», сказал Кербер, «Можно было бы назвать летающей сауной. Воздух в кабине из-за неполадок с регулировкой отопления нагрелся до таких высоких температур, что всему экипажу пришлось лететь раздетыми до трусов». Через некоторое время Кербер начал приставать к Ире и, не встретив понимания, стал шептать мне, что он женщин видит насквозь, и уж это, конечно, может все и со всеми. Несмотря на его заслуги в области самолетостроения и на то, что он сколько-то лет провел в заключении, мне хотелось дать ему по голове. Вскоре, однако, все, кроме Некрасова, ушли. Мы продолжили наше занятие. Вика продолжал меня хвалить, а речь его была чем дальше, тем менее связной и содержала главное утверждение с употреблением неконвертируемого глагола, что я с советской властью расправился самым решительным образом. Володька, ты советскую власть у-е, и я тоже ее е. Мы пили почти до утра. Некрасов без конца повторял, что он и я и мы вместе делали советской властью, и что впредь будем с ней делать. Так состоялось мое знакомство с этим необыкновенным человеком, переросшее в многолетнюю дружбу. Если судить о Некрасове только по первой встрече, что можно было бы о нем сказать, кроме того, что это ужасный пьяница и матерщинник? Конечно, он был и тем, и другим. Любил выпить, иногда чересчур, а моей дочери, знавшей его в раннем детстве, запомнился выпивший, со вкусом выражался длинно и вычурно, особенно, когда старался шокировать обожавших его пожилых дам. При всем при том, он был действительно одним из лучших советских писателей и очень добрым, честным и скромным человеком. До того, как посвятить себя литературе, он начинал свою карьеру как актер, архитектор и художник. Одно время все газетные киоски в Москве были его конструкцией, чистой и благородной в прямом смысле этого слова по происхождению и поведению он был способен на большее, чем то, чего на самом деле достиг. Когда-то, будучи уже сильно в возрасте, он опубликовал рассказы, написанные в молодости, и по ним видно, что талант его оказался раскрытым далеко не полностью. Помешали многие обстоятельства, включая войну, а потом травлю, которую он подвергся перед эмиграцией и самой эмиграцией. А еще не дало ему полнее раскрыться то, что относился он к своему дару легкомысленно. Работу охотно прекращал для общения с друзьями, которых у него было много. В дружбе, надо признать, был не всегда разборчив, отчего и набивались ему в друзья-собутыльники, которых влекли к нему тщеславие и корысть. Они быстро покинули его. Тогда дружить с ним стало небезопасно. А один из них, Виктор Конецкий, повидавшись с ним в Париже, написал об этой встрече довольно гнусный отчет. Даже Вова стал писателем. После того, как меня обругали Ильичев и газеты, я попал в опалу, но она была еще очень мягкой, бархатной по сравнению с тем, что ожидало меня впереди. Ну, закрыли киносценарий. Ну, не допустили к постановке пьесу. В издательстве «Советский писатель» у меня готовился сборник, в состав которого входили повести «Мы здесь живем» и несколько рассказов. Хлопоты мои по спасению сборника были разнообразными, но результатом их стала пустая трата времени и нервов. Директором издательства был тогда Николай Васильевич Лисучевский, тупой, ничего не смысливший в литературе бюрократ и доносчик. В 30-е годы он был тайным экспертом НКВД, то есть оценивал литературные достоинства текстов арестованных писателей, среди которых были такие известные, как Николай Заболоцкий, Павел Васильев, Борис Корнилов. Говорили, что его рецензия на стихи Бориса Корнилова заканчивалась соображением, заимствованным из обвинительной речи Вышинского, что таких писателей надо расстреливать, как бешеных собак. Впрочем, эту фразу приписывали и критику Владимиру Ермилову. Лесючевский, когда я с трудом добился у него приема, мне сказал, что рассказы мои идейно-порочны, партии осуждены, потому опубликованы быть не могут. В конце концов, у меня вышла маленькая книжка, состоявшая из одной повести, «Мы здесь живем». Она оказалась гораздо тоньше, чем я ожидал, и стоила 14 копеек. Книжку я охотно раздаривал всем, кому не лень. Разослал близким родственникам. Родители были за меня очень рады. Сестра отца, тетя Аня, сказала, что в моих способностях она никогда не сомневалась, а другая тетя, Галя, которая в меня долго не верила, попеняла сыну Юре, работавшему слесарем. «Ты видишь?» Даже Вова стал писателем. «А куда ты смотришь?» Неравнобедренный треугольник. История наших отношений Камилы Икрамова, Ирины и меня достойна не торопливого рассказа в мемуарах, а полноценного романа с напряженным сюжетом. Замысел такого романа я, кстати, долго держал в уме и даже написал несколько страниц, но дальше так и не продвинулся. Когда я узнал, что Ира и Камил собираются жениться, это известие оказалось для меня не очень ожиданным. До того я знал, что Ира относится к Камилу критически и даже иронически. Я потратил много сил, чтобы убедить ее, что он гораздо лучше, чем она думает, и в этой пропаганде достиг гораздо большего, чем ожидал. Собственным успехом я был шокирован. При нашей разнице в шесть лет я себя считал для нее слишком старым, но Камил был на пять лет старше меня. Позже я встречал вполне благополучные пары с разницей в возрасте двадцать, тридцать, а то и сорок лет. Тогда же одиннадцатилетний разрыв казался мне чрезмерным, и я Ире об этом сказал, и даже в качестве компромиссного варианта предложил ей себя, довольно неуклюже объяснился в любви. Она мне ответила, что меня тоже любит, но, естественно, только как друга, а не только как друга, любит Камила. В 1960 году они поженились, и я был их свидетелем в ЗАГСе. Я смирился с решением Иры, и мы продолжили нашу дружбу втроем. Этому способствовала географическая близость. Я жил на Новопереведеновской улице, а Камил переехал с Большой Ордынки в Гавриков переулок у метро Красносельская. И туда к нему переехала молодая жена. От меня до них было пять минут ходьбы через железнодорожный мост. Дружили так, теснее не бывает. Как только выдавалось свободное время, я бежал к ним. Читал им обоим все новое, что написал, выслушивал восторги Икрамова и Ирина, ничего. Просиживал у них по многу часов с раннего вечера до поздней ночи, а то и до раннего утра. Я дружил с ними обоими и с каждым поврось. Мы с Икрамовым вместе бывали так часто, что это некоторых людей наводило на определенные мысли. Однажды мои родители приехали в Москву и я их познакомил с Камилом. Он стал моей маме воодушевленно рассказывать, какой я замечательный писатель, а мама в этом все еще сомневалась. Потом сказала жене Григория Левина Инне Миронер. Я не знаю, за что этот Камил так его хвалит. Мне кажется, это не совсем нормально. На что Инна отреагировала, да, вам тоже кажется? Мама передала мне этот разговор и спросила в ужасе, ты понимаешь, что она подумала? Вдвоем с Ира я тоже появлялся нередко, и это в других людях вызывало подозрение примерно того же рода. Моя влюбленность в Иру не была тайной ни для нее, ни для Камила. Я смотрел на нее такими глазами, какими смотрят только влюбленные. Я писал любовные стихи, которые формально ей не посвящал и не называл ее, но и она, и он знали, что это о ней. Если наше отношение изложить в романной форме, то получилась бы любовно-психологическая драма с элементами трагедии. Мы с Камилом, правда, были большими друзьями, и как бы наши отношения не повернулись, я всегда помнил, или почти всегда, что общение с ним для меня значило очень много. Надеюсь, и для него общение со мной было не бесполезным. Но дружба двух мужчин или двух женщин между собой, я не имею в виду отношения сексуальные, чем теснее, тем подвергается большему испытанию. Часто бескорыстная расположенность одной половины к другой через какое-то время омрачается почти неизбежно возникающим духом соперничества, завистью к успеху и, конечно, ревностью. Камил знал, что я влюблен на выру. И понимал, кому посвящал я свои любовные опусы, это его никак не настораживало, а только тешило его честолюбие. Мое самолюбие при этом он не очень щадил и хвастался иногда в смешной форме. Ах, Володька, как она меня любит! Или вы были бы лучшей парой, я знаю, но что делать, Володька, она любит меня. И еще так, мне перед ней неудобно, но у меня к ней такого же чувства нет. Вообще он был человек добрый и в целом относился к Ирине хорошо, но время от времени ни с того ни с сего хамил ей при мне, и это тоже был вид хвостовства. Этим он как бы говорил, она меня так любит, что будет покорно терпеть от меня любые обидные слова. Бывало, мы обсуждали с ним в ее присутствии какую-то литературную тему, и она присоединялась к разговору. Был случай, когда в подобной ситуации Камил резко ее оборвал. Ты помолчи, наш разговор идет на слишком для тебя высоком уровне, высказался грубо и несправедливо, Ира была умным человеком с тонким вкусом и вполне соответствовала любому уровню. Я не знаю, сознательно он так поступал или нет, но фактически он испытывал Ирину верность и мою стойкость, оставляя ее надолго со мной. Когда они были вместе, я почти все вечера проводил с ними. Когда он уезжал в командировку, а уезжал он все чаще, я каждый вечер бывал у нее или вместе с ней, где-то еще. Мы, нисколько не скрываясь ни от кого, включая Камила, вдвоем ходили по гостям и в рестораны, ездили за город, на пляж. И в таком время препровождение уже был намек на то, что между нами возможно что-то еще. Я специально никак ее не обольщал, но замечал, что и она проникает ко мне чувством, которого раньше не было. Она интересовалась моими отношениями с другими женщинами. И, как я заметил, проявляет к моим рассказам неравнодушное любопытство и даже как будто ревнует. Возжелать жену ближнего Есть распространенная точка зрения, согласно которой спать с чужой женой можно, а в некоторых случаях чуть ли не похвально. Но с женой друга ни в коем случае нельзя. Блюстители такой морали ссылаются при этом на библейскую заповедь «Не возжелай жены ближнего своего». На самом деле эта мораль сомнительная. И если уж судить себя строго по библии, то ближний любой человек, а жена ближнего любая замужняя женщина. Ведь если допустить, что с женой друга спать нельзя, а с другими можно, значит и воровство может быть допустимо с теми же ограничениями. Я вовсе не считал свое поведение моральным, но оправдывал себя тем, что с женой друга у меня не интрижка, а большая любовь, за которую я готов ответить и ответил потом всей своей жизнью. Кроме того, и дружба наша с Икрамовым к тому времени дала сильную трещину. Я дождался того, что меня стали печатать и хвалить печатно и устно. Некоторые лестные для меня высказывания я, естественно, доносил до Камилла. Надеюсь, что и он порадуется за меня, но он не радовался, а ревновал, особенно к Твардовскому. Наше отношение стало осложнять и то обстоятельство, что он, еще недавно считавший себя вообще не писателем, вдруг от этой своей самооценки отказался и взялся писать свою первую книгу «Караваны уходят, пути остаются». Тут же перестал быть самокритичным и потерял интерес ко мне. Написав очередной текст, я с ним, если он казался мне удачным, бежал к Камиллу, разворачивал перед ним свои листки, надеялся, как прежде, услышать ласкающие слух слова, но он, не проявляя к принесенному ни малейшего интереса, останавливал меня и начинал с выражением читать свое. И ждал от меня примерно таких же похвал, которыми награждал меня. Я не мог его так хвалить, потому что я вообще не такой восторженный человек. Но можно сказать прямо, что и поводов для восторга в общем-то не было. Книга про караваны оказалась неталантливой, неинтересной, похожей на множество ей подобных об установлении советской власти в Средней Азии. Поэтому я, если и поощрял его, то вполне сдержанно. Иногда делал замечания, которые ему не нравились. Мы расходились, оба недовольные друг другом. Я начал замечать, что слишком часто его раздражаю. Он стал придираться ко мне иногда на пустом месте. И тексты мои уже не хвалил, а ругал. Раскритиковал в пух и прах мою песню «Рулате». Мелодию этой старой студенческой песни привез из Финляндии Оскар Фельдсман. С русской непрофессиональной подтекстовкой, из которой я запомнил только две строчки «Жизнь коротка, как рубашка ребенка, больше не скажешь о ней ничего». Я написал совершенно новый текст, и он мне казался удачным. Кажется, и сейчас. У Камила о нем было другое мнение. «Что за глупость ты пишешь?» Выговаривал он мне очень сердито. «Что значит в жизни всему уделяется место?» «Чему уделяется?» «Читай внимательно текст, отвечал я. Там сказано «всему уделяется». Разве ты не чувствуешь, что так сказать нельзя?» «Не чувствую». А эта строчка «Если к другому уходит невеста, еще не известно, кому повезло. Что это значит?» «Это значит, что ты намеренно перевираешь текст. Если написать «еще неизвестно», то из-за лишнего слога нарушится размер. А у меня написано «то неизвестно». В данном случае его неудовольствие, как я думаю, имело не только вкусовую причину. Ему, возможно, пришло на ум, что под ушедшей к другому невестой я имею в виду Иру, а другой, к которому она ушла, это он. Возможно, инстинктивно он стал искать мне замену и нашел Тендрикова. Тендриков тогда сам был еще сравнительно молодой, но уже очень известный писатель. Слава пришла к нему сразу после рассказа ухабы. Подружившись с Тендриковым, Камил старался как можно чаще бывать у него. Я по Камилу не скучал, но страдал от того, что не видел Иру, искал встречи с ней без него, и она стремилась к тому же. Вот тогда-то мы и переступили черту, не представляя себе, какие сложные переживания ждут нас впереди. Камил часто уезжал в командировку в Ташкент, и чем дальше, тем более долгими были эти командировки. Там он встречался с первым секретарем Компартии Узбекистана. Сначала это был Мухиддинов, а потом Шараф Рашидов, писавший к тому же большие романы, над которыми Камил вдали от автора иронизировал. Рашидов благоволил к нему и дважды помог Камилу улучшить его жилищные условия. Когда Камил уезжал, приходил я с цветами, шоколадом или с бутылкой. Иногда мы с Ирой куда-то ходили. Другой раз сидели просто так. Однажды вечером мы сидели, выпивали, закусывали и создалась подходящая атмосфера для объяснения, которое уже нельзя было никак обмануть. Ты помнишь, я сделал тебе предложение? Спросил я ее. Ты никогда не жалела, что не приняла его? Она смутилась и покраснела. Можно я тебе не буду отвечать на твой вопрос? Я хотел бы, чтобы ты на него ответила. Разве ты не понял, что я уже ответила? Опять покраснела она. А когда я с помощью рук попытался развить тему, она сопротивлялась слабо, но попросила, чтобы это случилось не здесь и не сейчас, а когда, спросил я, и сам ответил, завтра. На следующий день мы встретились на перроне электрички казанского направления. был зябкий день 13 марта. Вид у нее был растерянный и несчастный. Она сказала, давай остановимся, давай не поедем. Я понимал, что мы совершаем что-то ужасное, но... На больших самолетах режим взлета состоит из нескольких этапов. Во время разгона один из летчиков следит за указателем скорости и объявляет вслух величины 80 километров, 100, 120, 150, 180, рубеж. До того, как произнесено последнее слово, можно еще, если что-то случилось, попробовать прекратить взлет, сбросить газ, нажать на все тормоза. После того, как произнесено слово рубеж, надо продолжать взлет в любом случае. Или взлететь, или разбиться. Я сказал, мы с тобой уже не сможем остановиться. На Западе, а теперь, может быть, и в России для кратких любовных встреч, есть, например, мотели. В Советском Союзе эту проблему помогали решать друзья, которым подходили строки из стихотворения Слуцкого. У меня была комната с отдельным входом. Я был холост и жил один. На станции Удельное в хлипкой деревянной хибаре без телефона жил мой коллега по работе на радио, старый журналист Илья Абрамович Любанский. Он, точно по Слуцкому, был холост и жил один. Выйдя на пенсию, носился с гениальной, по его мнению, идеей. Где-то он вычитал, что если скрестить пшеницу с люпином, то съедобный гибрид даст невероятные урожаи и навсегда решит продовольственную проблему, которую советская власть за все годы своего существования никак не могла решить. Слово люпинизация он произносил с восторженным блеском в глазах, как, наверное, когда-то воспевал электрификацию. Он был рад моему сырой неожиданному приходу и поначалу воспринял его как желание еще раз выслушать его мнение о люпинизации всей страны. Он закатил нам длинную лекцию и долго не замечал моего нетерпеливого ерзания и усердных подмигиваний. Часа через полтора все-таки мне удалось его выпроводить. Горбатый запорожец. Подробности не буду описывать, кроме всего потому, что это неописуемо. Я потерял голову и перестал собой управлять. Я снял комнату в квартире на пятой парковой улице в Измайлове. Тогда это считалось дальней окраиной. В кооперативном доме, который построили себе работники КГБ. Как я понимал, жильцы дома были не внутренние агенты, а шпионили за границей. Что было видно, постоявшим во дворе редким тогда еще иномаркам и нашим Волгам в экспортном исполнении, купленном на сертификаты. Нынешнему читателю надо объяснить, что сертификатами назывались бумажки, выдаваемые обладателем иностранной валюты вместо имевшихся у них на счетах реальных денег. Сертификаты были двух видов. С синей полосой, то есть второго сорта, вместо валюты социалистических стран и бесполосные, первосортные, вместо долларов, фунтов, стерлингов, франков, марок, писет, крон и прочих денег стран капитализма. В двухкомнатной квартире другую комнату для той же цели арендовал вернувшийся из Индии весьма глупый Мидовец. Перед тем, как приходила его женщина, тоже чья-то жена, или Ира, мы с ним вели идеологические споры. Он пытался убедить меня в достоинствах советской системы, которых я не видел. Чтобы ездить на свидание, я купил себе за две тысячи рублей подержанный Запорожец, тот первый, горбатый, с мотором в двадцать три лошадиные силы. Как, возможно, помнит читатель, я умел ездить на машине и до того. Будучи в шоферском деле самоучкой, как и во всем остальном, в армии, на стройке, в колхозе я просил шоферов, и они доверяли мне руль. Но там я ездил обычно по пустынным степным дорогам или по аэродромному полю, где на пути не попадалось так много сторонних предметов. Прав на вождение автомобиля у меня не было, и по первому разу я ехать по Москве побоялся. Для перегона машины с места покупки до дома нанял какого-то водителя. Поставил запорожец перед окном. Я жил на первом этаже и смотрел на него, смотрел, а потом подумал, не ждать же мне, когда получу права. И что особенного в московском движении? Ведь я на мотоцикле его вполне освоил. Позвонил Ире и Камилу. Хотите в ЦДЛ поехать? Камил, к моему удивлению, сразу же согласился. Хотим. Я за ними заехал. Первые несколько кварталов я ехал с особой осторожностью, потом расслабился. И мы стали эту машину нещадно эксплуатировать, иногда втроем, иногда вдвоем с Ирой. Я ездил со скоростью, которую Запорожец не должен был развивать, но мне попался удачный вариант. По всем техническим характеристикам он мог развивать не больше 80 км в час, а мой почему-то носился со скоростью 110, прыгая на наших дорогах. Впоследствии на машинах другого класса и на дорогах другого качества я доводил скорость до 200 км в час, но такого ощущения быстрой езды не испытывал. Камил порой боялся ездить со мной, а Ира не боялась. Я долго обходился без прав и долго не попадался. Первому милиционеру, который меня в конце концов остановил, я соврал, что права забыл дома, а вообще я профессиональный шофер. Показал только, что вышедшую отдельной книжкой повесть «Мы здесь живем». Ткнул пальцем в строчку, где было написано «Я ехал на своем самосвале». Милиционер, разумеется, не мог подумать, что автор врет. Вранье. Кто же напечатает? За свою доверчивость милиционер эту книжку ценой в 14 копеек получил в подарок и автора отпустил. Книжка выручала меня несколько раз, пока я не сдал на права. Считая, что с правами могу ездить как хочу, я в первый же день после их получения не заметил на Киевском шоссе знака ограничения скорости, разогнался и был остановлен милиционером, который решил тут же изъять у меня новенькие корочки. Когда книжка на него не подействовала, я неуверенно объявил ему, что являюсь автором песни космонавтов. Тут он преобразился, засиял, заулыбался, сказал, что он эту песню поет в самодеятельности, после чего и книжку принял с благодарностью и меня отпустил. Страдания души и плоти Покупка машины, как ни странно, способствовала примирению Икрамова со мной. Ему было очень удобно иметь под рукой безотказного шофера. Тем временем я познакомился с Тендряковым. Я встретил его в Новом мире и подружился с ним и его молодой женой Наташей Осмоловой, без посредничества Икрамова. Мы стали общаться впятером. Тендряковы жили без выезда на даче в Красной Пахре. Добираться туда без машины было сложно. Камил не упускал случая воспользоваться мною как водителем, а я охотно соглашался, поскольку это помогало мне А в городе мы тем более виделись. Лишь с небольшими паузами. Днем на моей тайной квартире, а вечером у них дома. Я своей влюбленности в Иру не скрывал. И, наверное, все, кто был тому свидетелем, это видели, включая самого Камила, но он почему-то на это никак не реагировал. Тогда, когда мы ехали к Любанскому, я мечтал, чтобы это случилось между нами хотя бы один раз. Один раз и все. Один этот раз останется у меня в памяти и достаточно, но потом был второй, третий, трехсотый раз, и все было мало, мало, мало. Я приезжал на Пятую парковую на Запорожце, она на такси. Ее редкие и небольшие опоздания вызывали мое беспокойство, иногда даже паническое. А вдруг Камил все узнал и запер ее в квартире? А вдруг она опомнилась, разлюбила меня и вообще не придет? Она все-таки каждый раз опять появлялась. Но мне этих встреч было мало, и вечера я проводил у них двоих, где мы предавались невинному разврату, игре в дурака. Все-таки Икрамов мне был тоже нужен. Во мне боролись противоречивые чувства. Я любил его как друга, ненавидел как соперника, испытывал угрызение совести и злился на то, что он не проявляет ни малейшей подозрительности. Мне казалось, что он все видит и замечает, но его такое положение дел почему-то устраивает. Прав ли я был в своих предположениях, не знаю. Но так мне казалось. Твардовский убрал в комнате и оставил записку. Начало лета 1963 года. Валентина с детьми уехала в деревню. Я жил один и порядка в комнате, конечно, не поддерживал. Уходил из дома рано, возвращался поздно. Однажды пришел, перед тем крепко выпив, пришел, смотрю, комната чисто убрана, на столе две бутылки пива и записка от Твардовского. Будучи в помутненном сознании, я воспринял эту ситуацию так. Приходил Твардовский с пивом, не дождавшись убрал в комнате и оставил записку. Проснувшись, вспомнил вчерашнее и подумал. Допился. Открыл глаза и теперь уже по-настоящему удивился. В комнате было чисто. Пиво стояло на столе и записка лежала там же. Чудо объяснилось просто. Ко мне приходила моя сестра, купила пиво, убрала в комнате и не удержалась, распечатала пришедшее по почте письмо. Письмо было от читателя Твардовскому. Восторженное по поводу «хочу быть честным». Твардовский переслал его мне с очень благожелательной припиской. Я в ответ написал А.Т. что-то самоуничижительное, вот, мол, получил, не мог поверить своим глазам, что он лично мне пишет, и что-то еще в этом духе. Письмо мое его, видимо, покоробило, и при первой встрече он поинтересовался, а в чем дело, почему письмо старшего литератора-младшему кажется мне чем-то особенным. Я был смущен. И в самом деле мог бы быть сдержанней. Письмо то я, как и многое другое, потерял, но мой ответ у жены А.Т. не затерялся. Марье Иларионовне мой текст очень понравился. Через несколько лет после смерти А.Т. она написала мне, что тронуто моей преданностью Александру Трифоновичу и предлагает написать о нем воспоминания. Для воспоминаний я тогда еще не созрел, а степень моей преданности она преувеличила. Я к тому времени уже дошел до мысли, что писатель, который серьезно относится к себе и своему делу, не может и не должен быть предан другому писателю. По молодости он может сбегать за бутылкой водки, но служить должен только себе и своему делу. Побуждая меня к написанию воспоминаний, Марья Иларионовна наверное предполагала, что образ Твардовского получится у меня однозначно положительным, но в моей памяти он был не совсем таким. Безусловно со знаком плюс. Крупный поэт очень незаурядная личность, удачливая и трагическая, истинный книгачей, с хорошим музыкальным слухом, с замечательно образным языком, не только в стихах, а просто в жизни. Часто очаровательный собеседник, но все-таки ко времени получения этого письма от Марии Иларионовны мое отношение к Твардовскому было совсем не то, что раньше. Восторг молодости прошел, а трезвый взгляд многого не принимал. Я не понимал, почему литературное творчество должно считаться служением государству, не понимал почтения А.Т. к знаком внимания, оказываемым литературе и литераторам высшей властью, его собственного уважения к чинам, орденам, правительственным почестям и привилегиям. Я ко всему этому относился с равнодушием, даже с презрением, и мне трудно было понять, как это все может занимать столь крупного поэта. Личные обиды тоже играли свою роль, хотя они были не совсем личными. А мне говорили автомобиль. Свою главную книгу я задумал в 58-м году, а писать начал в 63-м. очень скоро понял, что этот замысел заведет меня далеко. В надежде легализовать его, я уже на начальной стадии заключил с Новым миром договор на роман «Жизнь солдата Ивана Чонкина». В заявке немного схитрил, сообщив, что собираюсь написать роман о простом солдате, прошедшем всю войну и дошедшем до Берлина. Схитрил, но не соврал. Сюжет был задуман именно таким, каким он вышел. А то, что образ солдата получится у меня не вполне совпадающий с хрестоматийно советским, так этого я никому не обязан был сообщать. Если бы я с самого начала сказал, что моим героем будет нелепый, маленький, кривоногий и лопоухий солдат, не видать бы мне договора. Но он был со мной заключен, и я получил аванс весьма, впрочем, скромный. В то же время главное денежное поступление было у меня от Масфильма, где купили сценарий «Хочу быть честным». Там я получил денег примерно в десять раз больше, чем в Новом мире, после чего купил себе тот самый Запорожец. Подъехал на нем к Новому миру, поставил его под окном отдела прозы и показал Аси Берзер. Масфильм. показывал в комнату неслышно вошел заместитель Твардовского Алексей Лешка Кондратович. Он обычно в отдел прозы входил тихо и, потолкавшись среди других, также тихо уходил и непонятно было, зачем приходил. Посмотрев в окно на мою машину, Лешка спросил, сколько она стоит, поздравил меня с покупкой и ушел. На другой день, опять заехав в редакцию, я узнал, что Лешка по поводу моей покупки поднял большой шум, выраженный тем соображением, что мы Войновичу помогаем, а он покупает автомобили. Я был сильно обескуражен. Во-первых, я думал, что они мне не помогают, а платят заслуженный мною гонорар. Во-вторых, я купил всего-навсего Запорожец один, и то не новый. В-третьих, не на их деньги, а если бы даже и на их, то какое их дело, на что я эти деньги потратил. Я порывался вернуть им договор вместе с авансом, но Ася меня отговорила. Между тем, Кондратович продолжал меня осуждать. Его дурацкая точка зрения была вскоре разделена другими членами редколлегии, включая Твардовского, ездившего на Волге со сменными шоферами. Кстати, на Волгах собственных ездили многие авторы, тот же Тендряков, Юрий Бондарев и другие, но они считались иного ранга. Их попрекать никто не смел. Как-то уезжая на юг, я оставил Запорожец в Красной Пахре на даче у Тендрякова. Однажды Твардовский, живший по соседству, зашел к Володе опохмелиться после вчерашнего, и когда случайно возникла речь обо мне, стал меня ругать, повторяя обвинение Кондратовича, что вот, мол, они мне помогают, а я покупаю автомобили. Через некоторое время провожаемый хозяином А.Т. заметил в углу участка транспортное средство, которого он, кажется, до того еще близко не видывал. «Что это?» спросил он. «Машина Войновича», сказал Тендряков. Твардовский приблизился к машине, обошел ее, заглянул внутрь, засмеялся радостно, пнул колесо ногой и сказал, «А мне говорили, автомобиль». Первый этаж Один из читателей нашел, что в каких-то моих описаниях нового мира Твардовского и сотрудников этого журнала много общего с тем, что писал Солженицын в своем теленке. В схожести это и нет ничего удивительного. Мы были связаны с Новым Миром в одни и те же годы, общались с одними и теми же людьми, но виденное воспринимали, конечно, по-разному. Поэтому, я надеюсь, найдется читатель, который и моими заметками не пренебрежет. У добросовестного исследователя не может быть сомнений в том, что Новый Мир 60-х годов прошлого века не могу привыкнуть к тому, что столетие, в котором я жил, надо называть прошлым, сыграл неоценимую роль в формировании в нашей стране общественного мнения и гражданского самосознания, подарил читателям, по крайней мере, несколько литературных шедевров и вообще способствовал поднятию уровня тогдашней литературы. Сотрудники Нового Мира понимали свою работу как важную миссию, сравнивали свой журнал с некрасовским современником, оценивая его заслуги и оправдывая вынужденные компромиссы. Но личности, включая тех, которые претендуют на заметную историческую роль, может быть, даже больше других, при близком рассмотрении выглядят не гигантами, но обыкновенными людьми со своими слабостями и смешными чертами. В тогдашнем Новом Мире было много смешного. Например, распределение по чинам и этажам. В кабинетах первого этажа располагались сотрудники от рядовых до заведующих отделами, а на втором важное начальство, члены редколлегии. Сотрудники первого этажа были, понятно, более доступны авторам, которые числились как бы тоже рядовыми. Не помню, как насчет поэтов, а прозаики и критики Виктор Некрасов, Юрий Домбровский, Юрий Трифонов, Георгий Владимов, Лев Левицкий, Феликс Светов, приезжавший из Ростова Виталий Семин, никогда не печатавшийся в журнале, но надеявшийся на это Фридрих Горенштейн, постоянно толклись в отделе прозы, где сидели сначала Анна Самойловна Берзер и Михаил Рощин, а после того, как Миша стал известным драматургом, его место у двери заняла Инна Борисова. Здесь все собирались, курили, шутили, обменивались новостями, а к концу дня у кого-нибудь рождалась одна и та же идея сбегать на улицу Горького в магазин под редакцией газеты «Труд» за водкой, выпивали, закусывали бутербродами и наслаждались общением. Второй этаж вел себя высокомерно. Его обитатели вниз спускались редко и недоумевали, почему это авторы толкутся внизу, а подниматься наверх не стремятся. Не понимая, что и сами же установили такую дистанцию и за очевидной надменностью скрывали зависть к первому этажу, особенно к Ассе Берзер, обожаемой всеми авторами. Второй этаж Самым завистливым был, по-моему, Алексей Кондратович, который нашептывал Твардовскому, что Ася возомнила, будто без нее новый мир не может быть тем, что он есть. Твардовский ревниво относился к Анне Самойловне и вскипал, если кто-то хвалил ее в застольной беседе. А вы, если она вам так нравится, сломайте ей целку, грубо сказал он одному из авторов, имея в виду, что Анна Самойловна была старая дева. Из членов редколлегии самым близким мне был Игорь Сац, а после него добродушный пьяница Женя Герасимов, похожий больше на совхозного бухгалтера, чем на писателя. Вообще он был прозаиком и очаркистом, а еще писчиком. Так называли себя люди, писавшие книги за прославленных героев войны и труда. Писчиком был когда-то и Александр Бек. Вскоре после войны Герасимов написал под именем партизанского генерала Ковпака широко в свое время известную книгу «От Путивля до Карпат». Формальный автор, вставивший в рукопись единственное слово резолюцию «Четал», делил Жене пополам получаемые от многих переизданий гонорары и кремлевский паек. А потом, будучи председателем Президиума Верховного Совета Украины, наградил его медалью «Партизан Украины». При этом от издания к изданию требовал увеличивать объем книги и показывал на пальцах желаемую толщину. Герасимов долго подчинялся, но когда Ковпак предложил ему превзойти габариты кирпича, заупрямился, и на этом его отношения с партизанским генералом прекратились. Он очень смешно обо всем этом рассказывал. Еще один член редколлегии, очеркист Ефим Дорош, писавший о деревне, был крайним пессимистом и мрачно предрекал скорое наступление светлого будущего. «Мне-то что?» говорил он печально. «Я до этого не доживу, а вас жалко, вы доживете». Часто редакцию посещал Евгений Александрович Гнедин, человек более чем необычной судьбы. Сын известного политического авантюриста Парвуса, он в Советском Союзе, сделал поначалу неплохую дипломатическую карьеру, но она была оборвана арестом. Он провел в лагерях семнадцать лет, несколько лет вместе с Икрамовым, но остался мягким, интеллигентным человеком. Он смотрел в будущее с большими надеждами и обещал мне, что я еще увижу небо в алмазах. Скорее в овчинку, поправил его оказавшийся рядом дорож. В овчинку, но в алмазах, согласился на компромисс гнеден. Владимир Лакшин Владимир Лакшин в детстве болел полимелитом, что привело к сильной хромоте, но благотворно сказалось на его знаниях. Не имея возможности участвовать в дворовых детских играх со сверстниками, он прочел много книг и был одним из самых образованных членов редколлегии. Именно Лакшин больше других тешил себя сравнением нового мира с некрасовским современником и свою собственную роль в журнале оценивал по высокой шкале. В Твардовского был влюблен, подражал его манерам, голосу, речи, как устной, так и письменной, часто употребляя, например, слово «своеобычно». Умудрялся, несмотря на хромоту, подражать походке шефа. Я познакомился с Лакшиным, когда он еще работал в литературной газете. Тогда мы были на «ты» и называли друг друга Володями. Но, став членом редколлегии ведущего журнала, он пожелал возвести между нами барьер. При встречах церемонно кланялся и говорил с покровительственной интонацией «Здравствуйте, Володя». Ожидая, очевидно, что я в ответ скажу «Здравствуйте, Владимир Яковлевич». А я отвечал просто «Привет, Володя». И это его, как мне казалось, коробило. Однажды я не выдержал и сказал, что редко первым перехожу на «ты». Но если это уже случилось, обратно к «вы» не возвращаюсь, независимо от успехов и положения того, к кому это относится. Лакшин смутился, покраснел. «Извини, Володя, ты прав». Я его извинил. Но в следующий раз Лакшин опять сказал мне с поклоном «Здравствуйте, Володя». Борис Закс Борис Германович Закс член редколлегии и ответственность секретарь нового мира слыл человеком чересчур осторожным, выискивал поступавших в редакцию рукописях крамолу явную или скрытую. Все хотел исправить, все остановить и всего опасался. По выражению Ильи Эренбурга он был зайцем, который с перепугу может убить волка. Но лет через пятнадцать, придя однажды к Андрею Дмитриевичу Сахарову, я, к своему удивлению, встретил там в смешной компании старушек и диссидентов ЗАГСа, который пил чай с пряниками и рассуждал об отсутствии в нашей стране гражданских свобод и об обязанности каждого порядочного человека за эти свободы бороться. Оказывается, осторожный Борис Германович превратился в отважного диссидента, на что его толкнула любовь. Не помню, кто и где рассказал мне его историю, романтическую и полную драматизма. Передаю эту историю с чужих слов, как запомнил, за точность всех фактов ручаться не буду. В конце Великой Отечественной войны Борис Германович жил в Хабаровске и редактировал газету Дальневосточного военного округа «Суворовский натиск». К ней через 20 лет и я короткое время имел отношение. Тогда газеты почти ежедневно печатали очередные приказы верховного главнокомандующего товарища Сталина. Приказы обычно посвящены были взятию нашими войсками того или иного большого города, во знаменовании чего предписывалось в Москве, Ленинграде и других городах Героя произвести артиллерийский салют из многих орудий. Приказы эти печатались на первых страницах крупными буквами и подавались как наиболее важные сообщения. Иногда в этих текстах случались опечатки, которые в другой стране сошли бы за мелкий курьез, но у нас бывало приводили к трагедии. Например, когда точно такая же опечатка случилась в газете «Запорожская правда», редактор, заметив ее, застрелился. Борис Германович стреляться не стал. Взяв утром свежую газету и увидев, что в слове главнокомандующего пропущена буква «Л», он просто упаковал чемодан и, никому ничего не сказав, не получив расчета, уехал в Москву. Как ни странно, там ему удалось затеряться и остаться в живых и на свободе. А стрелялся он, как мне рассказывали, несколько позже. Когда его жена, красавица Сара Юльевна, ушла от него крупному советскому деятелю, не знаю в какой области, Твердохлебову, это случилось уже совсем на исходе войны, Борис Германович пережить измены не мог и в день победы 9 мая 1945 года стрелялся. Причем не где-нибудь, а прямо на Красной площади. Но странным образом промахнулся, отделся ранением и не понес наказание за самострел. Через некоторое время его физическая рана зажила, и душевная как будто тоже. Он женился на другой женщине и прожил с ней около 30 лет. Но в начале 70-х годов Твердохлебов умер, и как только Сара Юльевна поманила ЗАГСа, он тут же бросил вторую жену и нажитых с нею детей и ушел к Саре Юльевне. А у Сары Юльевны был сын Андрей Твердохлебов, очень достойный молодой человек, талантливый физик. В конце 60-х Андрей стал диссидентом, видным и очень активным. Подвергался преследованиям и был посажен. Борис Германович вместе с Сарой Юльевной боролся за освобождение пасынка, за освобождение других политзаключенных, вообще за гражданские свободы и за то, чтобы Советский Союз уважал и соблюдал декларацию прав человека. После освобождения Андрей продолжил свою борьбу, но вскоре был принужден к эмиграции. Уехал в Америку. Туда же отправились его мать и отчим. В эмиграции, как до меня доходило, Андрей от диссидентства отошел и диссидента вчурался. А о Борисе Германовиче я и вовсе ничего больше не слышал. Недостатки, мешающие идти вперед. С Сартром я встречался году в 63-м. Мне позвонили из Нового мира и сказали, что он приехал в Москву и хочет пообщаться с молодыми писателями. У Нового мира молодых писателей в активе было два. Я и Владимов. Прежде чем встретиться с Сартром, я захотел познакомиться с тем, что он пишет. Обратился к подруге Саца Инне Шкунаевой, писавшей учебники по французской литературе. Она дала мне кое-какие книги. Я почитал самого Сартра и кое-что из Симоны «Де Бевуар». Понял, что такое экзистенциализм и эта философия пришлась мне по душе. Но пьесы Сартра оказались из рук вон плохими и, к моему удивлению, слишком советскими или соцреалистическими. Одна из них называлась Лиззи Маккей, а другая Некрасов. Никакого отношения к нашим Некрасовым Николаю Виктору она не имела. Мы с Владимовым приехали в редакцию и Сартр явился туда вместе с Симоной и переводчицей Леной Зониной. Результатом сотрудничества Сартра с Леной стала их дочка Маша, живущая ныне в Париже. Сама встреча была неинтересная. Он нас спросил, «О чем вы пишете? Можете ли вы критиковать власть? Мы выражались осторожно, но не врали. Сказали, что власть мы не ругаем, но критикуем недостатки. которые мешают нам, советскому обществу, двигаться вперед? Как ни странно, наши ответы гостю понравились. Он сказал, «Вы выгодно отличаетесь от киевских писателей, с которыми я встречался. Они говорили пропагандистскими штампами, а вы, я вижу, люди свободные». Через некоторое время после этой встречи мне привезли из Парижа журнал, который Сартр редактировал, «Ле Томс Модерн». И там был напечатан мой рассказ, хочу быть честным. Булат и Галина Из тогдашних суждений обо мне я посчитал наиболее точным высказанное Галей Акуджавой. Ты сказала, она похожа на жука, которого время от времени засыпает песком. Засыпала. Он поднял лапки кверху, готовый смириться с судьбой и умереть. Так лежит, а потом видит, что сразу не умер и понимает, что можно выжить, если бороться. Начинает работать лапками, разгребает песок и снова оказывается на поверхности. Меня поразила точность ее оценки моего характера. Я в самом деле, когда меня настигает большая неприятность, скисаю, падаю духом и готов покориться с обстоятельством. Но через некоторое время опомнюсь, воспряну духом и проявляю много энергии, чтобы эти обстоятельства преодолеть. Мои с Галей отношения были поверхностно-дружескими. И только. Но она увидела во мне то, чего мои, казалось бы, более близкие друзья не видели. Насколько я знаю, Булата Куджава и Галя с Мальянинова познакомились, когда оба работали учителями в Калуге. Вместе приехали в Москву и казались очень хорошей парой. Но с Булатом произошло то, что случилось с большинством писателей, достигших известности. Сначала они живут, преодолевая с помощью своих самоотверженных жен, серьезные материальные трудности, невзгоды, недоедания, непризнания. А потом приходят известности, деньги, к ним начинают липнуть другие женщины, молодые, красивые, начитанные, не уставшие от тяжелой жизни, от кухни и стирки, знающие толк в белье и косметике, умеющие изящно польстить, поддакнуть, изобразить тонкость понимания и искушенные в интригах. Старые жены неизбежно проигрывают конкуренцию и выбраковываются, как отслужившие свое походные лошади. Такова была судьба жен Акуджавы, Балтера, Солженицына, Коржавина, Самойлова, Левитанского и многих других, включая мою Валентину. Браки на всю жизнь в писательской среде, как, например, Союз Бенедикта и Славы Сарновых, бывают крайне редко и воспринимаются окружением как парадокс. Распаду Союза Булата и Гали я, к сожалению, частично способствовал. Имея собственное средство передвижения, я чаще других ездил в Москву. Как-то, когда я садился на мотоцикл, Булат подошел ко мне, сунул в руки конверт и попросил опустить его в Москве в почтовый ящик. Перед тем, как выполнить поручение, я взглянул на адрес и запомнил незнакомую мне до того фамилию Арцимович. Роль почтальона я исполнил несколько раз, и дело закончилось тем, к чему шло. Булат женился на племяннице известного физика Ольге Арцимович, а Галя вскоре, в 42 года, умерла от сердечного приступа. Сын Булата и Гали Игорь с молоду пошел по кривой дорожке, был алкоголиком, стал наркоманом, сидел в тюрьме, болел диабетом и остался без ноги. Он умер в начале 90-х годов еще при жизни отца примерно в том же возрасте, что и мать. В Одессе не только шутят. Мы с Ирой, запутавшись в наших отношениях, решили их прекратить. Инициатором был я. Я сказал, что больше не могу обманывать друга и приходить к нему в дом с обманом. Ира не возражала. Я ей не звонил дня два. Но потом не выдержал и позвонил. Предложил еще раз встретиться, последний раз. Встретились на Пятой Парковой. После нескольких последних разов я решил поставить между нами неодолимый барьер. Уехал к родителям в Керчь. Хотел остыть, но не мог. Все время думал о ней. Сам себя пытался уверить, что все прошло. Почти убедил себя в этом. И вдруг вызов на переговорный пункт. Телефона у родителей, разумеется, не было. Тогда в провинции большинство людей вообще не представляли себе, что можно иметь в квартире свой собственный телефон. В другие города звонили с переговорных пунктов на почте, вызывая друг друга телеграммами. Трудно забыть долгое стояние в длинных потных очередях, нервные разговоры от того, что плохо слышно, связь прерывается, а очередь торопит. Ира вызвала меня на переговорный пункт с новостью, что купила два билета на дизель-электроход Абхазии, идущий из Одессы в Сочи. На другой день, изумив ничего не понимавших родителей, я улетел в Одессу. Ира должна была приехать на следующий день на поезде. Я поехал на вокзал и там сдал свой чемодан в камеру хранения. Я думал, что одесский юмор — это миф, придуманный одесскими писателями. Но в камере хранения прочел объявление — при сдаче вещей в камеру хранения часть вещей обратно не выдается. Я стал думать, что бы это реально значило, и не сразу догадался. Оказывается, нельзя взять чемодан, вынуть из него часть вещей и сдать обратно по той же квитанции. Можно взять его целиком, расплатиться и потом сдавать заново. Сдав вещи, я поехал в город и снял номер в гостинице «Моряк» недалеко от порта. Вечером взял такси, поехал ужинать и узнал, что в Одессе не только шутят, но и убивают. В ресторане, пока я там сидел, началась драка. Потом послышались выстрелы, потом свистела милиция, потом гудела скорая помощь, а у входа в ресторан лежал застреленный в грудь один из его посетителей. После этого я пошел в гостиницу пешком через парк и увидел картину, знакомую мне с юношеских лет. Шайка хулиганов топтала ногами сбитого на зим человека, он кричал на весь парк. Никто, конечно, на помощь не поспешил. К тому времени, когда я приблизился к месту драки, избивавшие уже разбежались, а избитый лежал в пыли и бился в предсмертных очевидных конвульсиях. Откуда-то издалека слышна была медленно приближающаяся трель милицейского свистка. У выхода из парка я увидел группу людей, окруживших что-то, лежавшее на земле. Это был тоже труп. Я вышел из парка и, встретив какого-то прохожего, спросил, как пройти к гостинице. Он сказал, пойдете прямо, потом направо, пройдете под мостом, и там уже будет рядом. Я пошел, как было сказано, стойте, прохожий догнал меня, под мостом не ходите, там опасно. Лучше сейчас идите направо и там перейдете поверху. На другое утро я вернулся на вокзал встречать Иру. Сюрприз! Она приехала не одна, а с подругой Линой, которую взяла с собой для прикрытия. В трюм наливает, из трубы выливает. На пути в Сочи нас застал сильный шторм и качка, сильная, но не страшнее, чем швыряние в воздухе планера. Корабль шел навстречу волнам, и нос его то высоко задирался, как у самолета взлетающего, то опускался, как у входящего в пике. А ощущение было, как на больших качелях. Сколько баллов, спросил я у матроса, одного из двух, крутивших ручку какого-то механизма. Около четырех, сказал он. Та шо ты людей, дуришь? Возмутился другой. И объяснил мне, что четыре балла — это когда появляются барашки, а зараз шесть-семь не менее, як у нас скажуть. Шты вает, в трюм наливает и с трубы выливает. Палуба была безлюдна. По другим поверхностям корабля, цепляясь за поручни, передвигались редкие бледные пассажиры, напоминая осенних мух. Где-то мы нашли Элину, перебиравшуюся чуть ли не ползком. Она была зеленого цвета. Укачалась, спросил я. Она хотела ответить, раскрыла рот и тут же схватилась одной рукой за горло, другой за живот. Я отвернулся. Все трапы и коридоры были облеваны. В ресторане не было никого, кроме двух игравших в карты официантов. Они ужасно нам удивились и даже обрадовались, и охотно принесли что-то холодное, сказав, что горячее во время шторма не подается. Пропал Камил. По пути в Сочи мы заходили в Ялту и Новороссийск, но не видели ни того, ни другого. Потом было полторы недели счастья в Мацесте и обратный путь в Феодосию на дизель-электроходе от Джария. В Феодосии было еще два дня совершенно отравленных. Мы ходили на переговорный пункт, Ира звонила и Крамову, телефон не отвечал ни днем, ни ночью. Я говорю, может быть, он куда-то уехал? Нет, он мне сказал, что все время будет в Москве. Ира пришла в состоянии неприходящего испуга, вскакивала ночью и ходила по комнате, не находя себе места. Потом я узнал, что в подобное состояние она готова впасть по каждому поводу. И когда это случалось, я, даже хорошо изучив ее, всегда сначала думал, что причин для серьезного беспокойства никаких нет, и объяснял ситуацию реалистическими причинами, но в конце концов она заражала паническим страхом и меня. Но тогда я еще не знал достаточной ее способности впадать в панику, и поэтому счел правдоподобным найденное ею объяснение исчезновению мужа. Ему стало все известно. И потрясенной, изменой любимой жены и ближайшего друга он покончил с собой. Признаться, я тоже поверил в это, и ужасные угрызения совести убили во мне все другие чувства. Мы побежали на вокзал менять билеты. К кассам стояла ужасная очередь, и билетов на ближайшие дни, конечно, не было. Я, потрясая своим писательским удостоверением, проник к начальнику вокзала. В результате Ира с Линой отправились в Москву, а я назад к родителям. С мыслями, что если с Камилом действительно что-то случилось, то и нам вместе не жить. Через день Ира вызвала меня на переговорный пункт и сообщила, что Икрамов жив-здоров. Ни травиться, ни вешаться не собирался, а в ожидании жены провел несколько дней на даче у Тендряковых. Камень с души свалился, а решение прекратить отношения окрепло, и продержалось ровно два дня. Через два дня я взял билет на отходивший поезд и отправился в Москву, проклиная себя за безвольность и желая видеть ее немедленно. Камил ничего не замечает. Когда начался наш роман, она работала в школе в младших классах. У нее было несколько часов с утра, а Икрамов работал весь день. Но, насколько мне было известно, он, зная, когда она кончает работу, регулярно звонил ей домой не по делу, а просто так. Как дела, рыженький? Что делаешь? Как было в школе? И вообще проявлял внимание. Это обращение рыженьки меня раздражало своей слащавостью и фальшивостью. Я не знал, замечал ли он, что жена теперь после работы не сразу оказывается дома. Интересовался ли, где она задерживается и как она на вопросы его отвечает. Несколько месяцев мы встречались с ней каждый день на моей нелегальной квартире, моя страсть к ней ничуть не ослабевала, и я представить себе не мог, что когда-нибудь ослабеет. Была ли гармония в наших отношениях? Была. Я же любил ее не только плотски, но и как красивую, интеллигентную женщину, одохотворенную личность. Моя страсть не была бы столь необузданной. Да и совсем никакой не была бы, если бы я не думал, что она любит меня, мою прозу, мои стихи, мои шутки, мои радости и страдания, и вообще понимает меня с полуслова. Я не знаю, верил ли Икрамов жене безгранично, по-моему, все-таки нет, но вел он себя беспечно, уезжал надолго в командировки, и тогда наши встречи становились более разнообразны. Я Икрамова по-прежнему любил и его же ненавидел. То жалел, то презирал, то готов был упасть на колени. Очередной раз сообщал Ире, что все, наши отношения кончились, не звонил, пытался выкинуть ее из головы, но как только узнавал, что Икрамов выехал в командировку, тут же появлялся у нее и сам себя проклинал. Безумство. Я в жизни совершал много безумных поступков и, как ни странно, всегда выходил сухим из воды. У меня есть теория, о которой я уже писал выше, что человек должен вести себя в соответствии со своим характером. Бывало, когда я вопреки характеру начинал осторожничать, я обязательно проигрывал. Мои безумные поступки диктовались совершенно разными причинами. Однажды в декабре 1963 года, когда у меня был на взлете Роман с Ирой, я решил приехать на день рождения к Тендрякову, поскольку знал, что Ира с Камилом у него, сам я находился в это время, в Малеевке, в ста километрах от Москвы. Была зима, метель и гололед. Поздно вечером я отправился из Малеевки в Красную Пахру, несся по обледенелой дороге с максимальной скоростью, какую мог выжить из Запорожца. И вдруг у самой цели. Неожиданное препятствие. Мост, через речку, по которому я всегда ездил, разобран. Что делать? На берегу лежат какие-то доски, толстые, широкие, но обледенелые. Из темноты возник неизвестно, для чего поставленный здесь сторож. — Как тут ездят? — спросил я. — А я не знаю, — отвечает он равнодушно. — Ну, давай, помоги мне, — говорю. Ему, видимо, стало интересно, свалюсь я или нет. Мы положили две доски на какие-то перекрытия. Я сел в Запорожец, а дверцы у него еще открывались, как у старых машин, вперед. Я открыл дверцу и, заглядывая под колеса, медленно-медленно переехал речку по доскам. Смертельный трюк. Даже сейчас, приезжая через эту речку по мосту, я иногда смотрю вниз, и мне становится страшно. Я пришел к Тендрякову. — А ты как приехал? — удивился он. — Как? — Обыкновенно, через мост. — Так он же разобран. — Ну, для кого разобран, а для кого не разобран? Тендряков и гостивший у него его брат не поверили мне и говорят, пойдем смотреть. Я согласился. На недавно выпавшем снегу следы должны были быть видны. Мы дошли до моста. Я показал им следы машины, сказал, что, если они хотят, могут сверить с рисунком протектора. Брат Тендрякова встал на одно колено и снял шапку. Еще один экстравагантный поступок я совершил лет через десять после этого. Как-то зимним вечером мне позвонила жившая со мной в одном доме Белла Ахмадулина. — Володя, не хочешь зайти ко мне в гости? У меня интересный человек. Я зашел. У нее сидел прыщавый молодой человек, внук Леонида Андреева, но американский гражданин. Как мне сказали, он гость американского посла. Посидели какое-то время. Хорошо выпили, закусили. Около двух ночи вышли из дома. Белла, ее тогдашний муж Эльдар Кулиев, этот американец и я, провожать его до такси. Идем по двору. Проходя мимо моего запорожца, Белла спросила, — Володя, это же твоя машина? — Не знаю, заведется ли она, — усомнился я. К моему неудовольствию. Мне ехать не очень хотелось. Запорожец завелся. Мы сели все и поехали. Доезжаем до резиденции американского посла в районе Арбата. Милиционер в будке, наверное, спит, а ворота открыты. Юный Андреев говорит, — Здесь остановите, спасибо. Я говорю, ну зачем же здесь? И въехал в ворота. Тогда это было чудовищное преступление. Переход границы. Да и сейчас за это по головке бы не погладили. Мы въехали. Зажегся наружный свет. Вышел какой-то служитель. Очень удивился. Поздоровался по-русски. Я высадил молодого человека. А в это время милиционер проснулся, выскочил, встал в створе ворот. Дальше он не имел права идти. Территория иностранного государства. Встал и свистит в свисток. Я немного испугался и даже с испугу выключил фары. Но потом опять включил, и поскольку там было трудно развернуться, задним ходом поехал к воротам. На ходу думаю, что бы мне сказать? Кого я мог привезти в два часа ночи? А тогда в Советский Союз приезжала Анжела Дэвис. Судя по советской прессе, легендарная личность. В Америке ее подозревали в каком-то политическом убийстве, а наши писали, что ее преследуют как негритянку и коммунистку. Она была членом ЦК Компартии США. Ее приезд приветствовали все советские центральные газеты. И, насколько мне помнится, все репортажи начинались с шаблонной фразы. К нам приехала член ЦК Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки Анжела Дэвис. Подъезжая задним ходом к воротам, я вспомнил эту фразу. Около милиционера остановился, опустил стекло. Услышал суровый вопрос. «Кто вам разрешил сюда въезжать?» Ответил вопросом. «А вы знаете, кого я привез?» «Меня не интересует, кого вы привезли». Я спрашиваю вас, «Кто вам разрешил сюда въезжать?» А я вас спрашиваю, «Вы знаете, кого я привез?» А я вас спрашиваю, «Кто вам разрешил сюда въезжать?» Я ледяным голосом говорю. «Повторяю, я сюда привез члена ЦК Коммунистической партии Америки. Запишите номер и до свидания». Включил скорость и сорвался с места. Утром проснулся. Думал, интересно, куда меня вызовут, в КГБ или в ГАИ. Но меня не вызвали ни туда, ни сюда. Скорее всего, милиционер никуда не сообщил. Потому что не знаю, что было бы мне. Но ему бы попало точно. Я все-таки был членом Союза писателей и уже довольно известным. Мне, вероятнее всего, ничего бы не было. Но если бы я оставался плотником, могли бы и посадить. Впрочем, будь я плотником, я на такое бы не решился. Я же вам говорил. В 1963 году меня неожиданно пригласили на студию Горького, генеральному директору Бритикову. Удивленный, зачем и кому я там понадобился, я явился. Оказывается, приглашенных много. Кроме меня и Жоры Владимова, Пырьев, Ром, Райзман, Марлен Хуциев, Атар и Асселяни. Пырьев схватил меня под руку и повел знакомить с Ромом и Райзманом, внеся в эту процедуру какой-то, как мне, увиделось под текст. Они вроде считались принадлежащими к разным лагерям. Пырьев показывал, что я в одном лагере с ним. Выяснилось, что мы приглашены обсудить фильм Хуциева заставы Ильича, что меня удивило. Только что картину непонятно за что разругал в пух и про Хрущев. Обычно после такой критики никаких обсуждений уже не бывало. Но на дворе все же не старинские времена. Оказывается, вождь у нас отходчив, и приговор его не окончательный. Выступил работник ЦК КПСС Георгий Куницын. К моему удивлению, говорил о фильме «Мягко», что в целом он очень хороший. Я сидел, удивлялся. Как может партийный работник говорить, что фильм хороший, когда главный партийный вождь сказал, что он нехороший? Куницын настаивал, фильм хороший, но в нем надо кое-что поправить. Вот как раз для поправки и пригласили нас с Владимовым. Бритиков предложил немедленно заключить договор и сказал, мы вам заплатим по тысяче рублей. Сделал паузу. Старыми, конечно, деньгами. Старыми, переспросил Хуцеев. Новыми? Ну, новыми, согласился Бритиков. Новыми — это в десять раз больше. Мы с Владимовым не возражали. Не помню, подписали ли договор, но помню, что ничего не сделали. Я видел фильм, читал сценарий. Я не понимал, что в нем не устроило Хрущева, и что надо сделать такое, чтобы его устроило. На что рассчитывал Хуцеев, я тоже не понял. Марлен каждый день приезжал ко мне, брал в руки гитару, которую я купил, наверное, в надежде когда-то научиться на ней играть, но не помню, чтобы пытался научиться. Хуцеев долго подбирал что-то на одной струне. Мы говорили о чем угодно, только не о фильме. Однажды заговорили о Ленине, которого Марлен еще считал гением. У меня была другая точка зрения, которую Хуцеев выслушал с большим удивлением. За несколько недель моего и Владимова общения с Хуцеевым мы много тем обсудили, но никаких попыток внести хоть что-то в фильм, насколько мне помнится, не сделали. Тем не менее, фильм через некоторое время вышел на экраны, может быть, никак не исправленный, только назывался теперь иначе. Мне 20 лет. Там же на студии Горького после обсуждения заставы Ильича ко мне подошел режиссер Юлий Яковлевич Райзман. Сказал, что у него есть ко мне очень серьезный разговор. Спросил, не могу ли я прийти ради этого к нему на Мосфильм, где они вдвоем с Ромом руководили одним из творческих объединений. Райзман был очень известный, авторитетный и уважаемый режиссер кино. Как говорили, прогрессивного направления. И снимал фильмы, которые считались очень смелыми. Разумеется, я немедленно к нему пришел. Юлий Яковлевич нажал кнопку, велел секретарше принести чаю с сушками. Начал разговор с того, что он уже пожилой человек, много лет работает в кино и... несколько оторвался от жизни. А я еще сравнительно молодой, судя по всему, от жизни не оторвался. Так не соглашусь ли помочь ему осуществить его новый замысел? За пять лет до того он снял фильм «Коммунист» с Евгением Урбанским в главной роли. Теперь думает о новой картине под условным названием «Сын коммуниста». «Сын должен быть достойным продолжателем дела отца, крупным руководителем производства, настоящим коммунистом и, безусловно, честным человеком. Бывают же в жизни такие люди?» спросил меня Райзман. Мне не хотелось его разочаровывать. Я испытывал неловкость и некоторую робость, но все же сказал, что быть условно честным такой человек еще может, но, безусловно, пожалуй, нет. «Судите сами», — сказал я. После всего, что случилось в нашей стране, после разорения крестьян, террора тридцатых годов, уничтожения высших командиров Красной Армии и много чего еще. Честным членом коммунистической партии может оставаться человек разве что очень наивный, то есть глупый. А как же может глупый человек быть крупным и толковым руководителем? Если он не совсем глуп, то не может быть согласен со всеми решениями партии. Если не согласен, но голосует «за», значит, нечестен. Если честен и хотя бы одно решение не одобрит, его исключат из партии, понизят в должности, и он перестанет быть и коммунистом, и крупным руководителем. Не говоря уже о том, что всякий руководитель в советской системе не может не лгать, не заниматься приписками, не брать на себя невыполнимых обязательств и не рапортовать о досрочном их выполнении, значит, или крупный руководитель и коммунист умный, но не честный, или честный, но не руководитель и не коммунист. Я говорил, маэстро морщился и мрачнел. Ему, как я подумал, было жаль расставаться со своим замыслом. Но он с ним и не расстался. Прошло несколько лет, и в подмосковном доме творчества кинематографистов Болшева я опять встретил Райзмана. Мы с ним довольно тесно, и несмотря на разницу в возрасте, дружески общались, играли в бильярд, которого он был большим любителем и мастером, и вдруг из Москвы привезли только что сделанный его фильм по тому самому замыслу, но с названием «Не сын коммуниста, а твой современник». Фильм был один из первых широкоформатных. Исполнитель главной роли Николай Плотников играл очень хорошо, но в обстоятельствах искусственных, имевших мало общего с реальной советской жизнью. После сеанса были бурные аплодисменты. Коллеги, Марк Донской, Сергей Юткевич и другие наперебой хвалили постановщика, поздравляли с большой творческой удачей. Я тихо вышел из кинозала и направился к себе в комнату, но Райзман догнал меня в коридоре. Он запомнил наш тот разговор, и сейчас для полного торжества ему не хватало моей безоговорочной капитуляции. «Ну, как вам мой фильм?» — спросил он торжествующе. Я никак не желал его огорчить, но я был молодой и хотел быть честным. Юлий Яковлевич, — сказал я ему, — «Я же вам говорил». Прошло еще много лет, и уже будучи эмигрантом в Сан-Франциско, я увидел объявление о фестивале советских фильмов. Я пошел туда и, среди прочих, попал на новый фильм Райзмана «Частная жизнь». О коммунисте третьего поколения, очевидно, по внутреннему замыслу герой фильма, был внуком героя-коммуниста. И этот фильм, как и твой современник, был хорошо снят. Михаил Ульянов очень хорошо исполнял главную роль, и вообще в нем все было похоже на правду, но не было ею. Когда началось обсуждение публикой, вполне благожелательное, меня подмывало послать Райзману записку без подписи, «Юлий Яковлевич, я же вам говорил». Но я не сделал этого. Пожалел старого человека. Таганка, 1964 год. В Московский театр драмы и комедии пришел новый режиссер Юрий Любимов со своей труппой, выпускниками Щукинского училища, или «Щуки», и с готовым спектаклем «Добрый человек из Сезуана». От старой труппы в театре остались только Лев Штейнрайх, Готлиб Ранинсон, которого все, несмотря на почтенный возраст, называли просто Гошей, и Алексей Эйбаженко. До этого театр был захудалый, популярностью не пользовался. Любимов начал с нового репертуара и с изменения названия. Теперь театр стал называться «Театр на Таганке». А Любимову это название понравилось, и он долго его пробивал. Начальство держало оборону. Оно привыкло, что в названиях театров, кроме двух главных, большого и малого, обязательно указывается их ведомственная принадлежность или жанровая предопределенность, или то и другое. Государственный музыкальный, областной драматический, городской драматический, театр советской армии. И театр, доставшийся Любимову, прежде назывался скромно «Театр драмы и комедии», а тут просто «Театр на Таганке». Уже в этом начальство усмотрело намек на франдерство. Однако, несмотря на сопротивление, Любимов своего добился и стал строить театр с репертуара. Стал зазывать к себе новых авторов, и я оказался одним из первых. Написал для них пьесу «По своей же вещи хочу быть честным». Читал вслух труппе, которая приняла пьесу очень хорошо. Актеры смеялись, аплодировали. Потом высказывались. Особенно горячо выступил за пьесу Алексей Эйбаженко, который у Любимова почему-то не задержался и вскоре ушел в театр Маяковского. До Любимова в этом же театре работал рядовым режиссером и Петр Фоменко. Он поставил там пьесу Лазаря Карелина «Микрорайон», где Эйбаженко играл главную роль. В спектакле звучала песня тогда еще мало кому известного актера театра имени Пушкина Владимира Высоцкого. Мою пьесу Любимов сам ставить не стал, а поручил постановку тому же Фоменко. Начались репетиции, которые продолжались долго, но спектакль никак не складывался. Актеры играли плохо, кроме одного, пожилого, по фамилии Соловьев. Говорили, что он в молодости подавал большие надежды, но потом совершенно спился, был отовсюду изгнан. Любимов нашел его, кажется, в ВТО, где он, как говорили, занимался наклеиванием на конверты марок. Любимов привел его в театр, взяв обещание, что он завяжет. Соловьев и правда какое-то время не пил, но потом не удержался и опять потерял работу. Но пока держался, репетировал замечательно. Отдельная трехкомнатная Тот же 1964 год был для меня вообще богат на события. И начался с того, что я получил неожидавшийся мной подарок. Отдельную трехкомнатную квартиру. Причем мне за нее почти даже не пришлось никак хлопотать. Это сделал за меня Николай Трофимович Сизов, мой бывший начальник на радио. К тому времени он был уже не радистом, а начальником московской милиции и генералом. Кто-то ему, очевидно, сказал, что я живу в ужасных квартирных условиях. Я после своих казарм, вагончиков и семейного общежития свою комнату в коммуналке ужасной не считал. Он куда-то стал звонить или писать, что автор гимна космонавтов должен жить лучше. Я уже не помню, в какой что было последовательности. Но помню, мне позвонила некая Соловьева, заведующая отделом культуры Московского горкома партии, и предложила написать заявление в Союз писателей, а они, то есть горком КПСС, меня поддержат. При том, что я был беспартийным. Я, естественно, написал. Дело завертелось, пошло по инстанциям. В СП вопрос решили положительно. Но в райисполкоме председатель считал, что трехкомнатной квартиры мне будет многовато, хватит и двух комнат. На довод, что писатель нуждается в отдельном помещении для литературной работы, председатель возразил, и был прав, что писать книги можно и на кухне. Тогда, представлявший на заседании Союз писателей секретарь Московского отделения этой организации, генерал госбезопасности Виктор Николаевич Ильин, как он мне сам рассказывал, встал и запел песню про пыльные тропинки. И все члены райисполкома сразу сдались, поняли, что сочинитель таких песен имеет право писать не на кухне. Так неожиданно для себя я стал обладателем отдельной трехкомнатной квартиры с полезной площадью 47 квадратных метров на четвертом этаже пятиэтажной хрущевки без лифта, без балкона. Одну комнату сделал своим кабинетом. Обзавелся письменным столом и креслом. Окна кабинета выходили на Шереметьевскую улицу, такую шумную, что при открытой форточке невозможно было разговаривать. Поэтому форточку всегда я держал закрытой. Но все равно я был счастлив. Таких роскошных условий я до того не знал. Счастье, однако, было с самого начала рассчитано ненадолго. Я уже понимал, что жить с Валентиной не буду, но был доволен, что, уходя, оставлю ее и детей не в коммуналке. Снова армия. Тогда же, весной 1964-го, мне позвонили из комиссии по военно-художественной литературе Союза писателей, попросили прийти. Пришел. Принял меня член комиссии Матвей Крючкин. Кучерявый пожилой человек, бывший полковник, сказал, что в СП родилась идея, поддержанная Министерством обороны, начальником главного политического управления генералом армии Епишевым и даже лично самим министром маршалом Малиновским. Военно-обязанным писателям предлагается пройти двухмесячную военную переподготовку с целью их переквалификации и повышения в звании, но самое главное, с надеждой, что литераторы, ближе ознакомившись с реальной армейской жизнью, напишут о ней достойные ее произведения. Следует заметить, что в СССР все организации, управлявшие литературой, наблюдавшие за ней или желавшие, чтобы она каким-то образом работала на пользу советской власти, всячески соблазняли писателей поездками, так называемыми творческими командировками к месту событий. В колхозы, совхозы, на великие стройки коммунизма и в армейские части. Предполагалось, что глубокое изучение конкретной жизни советских людей позволит писателям правдиво изображать нашу действительность. На самом деле, эта идея была в тех условиях очень глупая, противоестественная и даже порочная. Потому что изображение жизни, чем ближе к правде, тем меньше соответствовало советским идеологическим требованиям. А для того, чтобы не слишком кривя душой достичь соответствия, лучше было вообще этой жизни не знать. Условия прохождения службы предлагались самые льготные. Начиная с выбора места и времени, любой военный округ в любое время года, я предусмотрительно спросил, должен ли я буду носить форму и жить в казарме. Это не обязательно, заверил Крючкин. Если хотите вникнуть в подробности солдатской службы по-настоящему, то в форме и казарменной койке вам никто не откажет. Но поскольку вы всего этого уже вкусили, как я понимаю, достаточно, можете ходить в своей обычной одежде и жить в гостинице. Предложение показалось мне совпадавшим с некоторыми моими желаниями. Во-первых, работая над Чонкиным, я надеялся освежить свои армейские впечатления, если бы начальство знало, как отразятся они на моих текстах, а главное, намеревался использовать двухмесячную отлучку из Москвы для прекращения своих запутанных отношений с Ирой. Я понимал уже, что, находясь поблизости, не смогу противостоять соблазну, но, может быть, вдали от нее сумею остудить свои чувства. Поэтому я выбрал Дальневосточный округ, а время — поближе к осени, август. Несколько дней спустя в Малеевке встретил Марка Поповского, писавшего очерки о советских ученых. Он собирался в Приволжский военный округ, но, узнав о моих планах, переменил свои и попросился тоже на Дальний Восток. За свой счет. Незадолго до того Аэрофлот получил от конструкторов новый отечественный пассажирский лайнер Ту-114. На нем Хрущев летал без промежуточной посадки в Америку, чем, по уверениям советских газет, потряс западных специалистов, не веривших, что СССР может произвести такую машину. Теперь на Ту-114 совершались беспосадочные пассажирские перелеты Москва-Хабаровск и обратно. Поездка началась с дискриминацией. Оказалось, что мне воздушное путешествие не по чину. Поповский, младший лейтенант запаса, имел право на самолет, а мне, рядовому, полагалось только общее, даже не плацкартное, место в поезде, идущим в Хабаровск не меньше недели. Но я уравнял себя с Поповским за деньги, добавил к 30 казенным рублям 70 своих и купил авиабилет. В Ту-114, кроме кресел, расположенных в обычном порядке, было еще и отдельное купе со столиком, за которым мы с Поповским и оказались. Купе очень неудобное. Вытянешь ноги, упрешься в пассажира напротив. А напротив меня сидел генерал юго-восточно-азиатского типа с двумя сопровождающими, капитаном и штатским. Восемь с половиной часов мы таращились друг на друга молча и только перед самой посадкой разговорились. Генерал глянул в окно, повернулся к штатскому и спросил его о чем-то. Штатский тоже посмотрел в окно, потом повернулся ко мне. Какая это лека? Я удивился, что он не знает, какая река, и поинтересовался. А вы кто? Вьетнамцы? Он сказал Китай. Я удивился еще больше. Не потому, что они вообще китайцы, а потому, что, будучи китайцами, не знают реки Амур, о чем я ему и сказал. Штатский перевел мои славы генералу и предложил мне китайскую сигарету. А потом на мой вопрос, чем они занимаются, охотно объяснил, что генерал это военный атташе в Москве, капитан его адъютант, а я штатский ткнул себя в грудь, Женьминь-Жибау. Тут наш самолет коснулся бетонки, и никаких дальнейших китайских секретов мне выведать не удалось. Между прочим, это было время острейшей вражды между СССР и Китаем. При выходе на трап меня ослепило яркое полуденное солнце и оглушило музыка духового оркестра, грянувшего в встречной марш или что-то вроде этого. Я оглянулся и увидал генерала, который осторожно спускался за мной, помахивая ручкой оркестру. Это был китайский военный оркестр, все музыканты в офицерских мундирах. Генерал спустился, музыка прекратилась. Генерал выслушал торжественный рапорт советского военного коменданта, обошел музыкантов, каждому подал руку, произнес им несколько, судя по тону зажигательных слов, сел вместе с комендантом, адъютантом и корреспондентом Женьмин Жибао в поданную им машину, а оркестранты перегруппировались и колонны по четыре пошли в сторону аэровокзала. Пока я смотрел, как они маршируют, ко мне подошел советский подполковник в сдвинутой на ухо мятой фуражке и, сунув потную руку, представился подполковник Шапа. Шапа сказал, что он член местного союза писателей, заведует литературным отделом окружной газеты с неординарным названием «Суворовский натиск». Уже на аэродроме оказалось, что с нами прилетел еще один московский писатель, некий Николай Родичев. Мы сели в присланную «За нами победу поехали». По дороге Шапа рассказал, что в городе назревает большое событие — футбольная встреча между командами Дальневосточного военного округа и китайских шэньяньских войск. Встрече придается большое политическое значение. Обе страны считали, что проигрыш на футбольном поле будет воспринят как военное поражение. Если китайцы выиграют, они будут говорить «Мы победили русских». Поэтому и прилетел сюда китайский атташе. Говорят, сказал Шапа, Мао Цзэдун пообещал, что в случае проигрыша он этого атташе лично кастрирует. Китайцы под видом шэньянских войск выставляют национальную сборную. «А «А наши?» спросил я. «За наших тоже не беспокойся». Малиновский звонил командующему округом и обещал поддержку. Сейчас вместе с вами в этом же самолете прилетели пять игроков ЦСКА. От Шапа же мы узнали, что, прибыв формально в распоряжение политуправления округа, работать будем в газете учиться на военных журналистов. Шапа оказался местным патриотом. Подорогин рассказал нам, что Хабаровск это вовсе не такая уж дыра, как мы, наверное, предполагаем, а крупный промышленный и культурный центр. Здесь есть шесть вузов и три театра. А вы, небось, думали, что здесь по улицам ходят медведи? Он сказал это очень вовремя. Мы стояли у светофора и прямо перед радиатором нашей машины два мужика переводили через дорогу, сдерживаемого цепями медведя. Полковник Грушецкий В редакции нас принял главный редактор газеты полковник Грушецкий. Полный человек лет пятидесяти, про которого мы еще по дороге узнали от Шапы, что он родственник какого-то украинского члена политбюро и мастер спорта по шашкам. Шашки его любимое и пропагандируемое им увлечение. Он в газете завел раздел шашек, редактирует его самолично и мало интересуется другими материалами. Особенно чертой Грушецкого, которую я сразу отметил, было то, что он говорил тихо и всегда улыбался. Я знал двух человек, которые улыбались всегда, во всех обстоятельствах. Второй Юрий Николаевич Верченко, о нем речь впереди. Я их обоих держал в памяти, когда в Чонкине описывал капитана Милягу. Боясь показаться нескромным, все же скажу, что из нас троих я заинтересовал полковника больше других, потому что был более известен. Отчасти благодаря рассказам «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра», опубликованным годом раньше и разруганным центральными газетами. Но главным моим достижением в глазах Грушецкого и других работников суворовского натиска были, конечно, мои песни и, в первую очередь, четырнадцать минут до старта. «Быть знаменитым некрасиво», утверждал Пастернак. «Я согласен, некрасиво и иногда неудобно, но бывает полезно. Известному человеку соприкасающиеся с ним люди иногда делают разного рода поблажки, но бывает наоборот. В глаза Грушецкого я был чем-то вроде столичной знаменитости, и именно поэтому ему очень хотелось показать мне, что я для него никто». приветливо улыбаюсь, полковник отеческий похвалил меня за хорошую песню, сказал, что я, несомненно, и на военной службе проявлю себя так же достойным образом. «Товарищи офицеры», он указал на Поповского и Родичева, «будут жить в офицерском общежитии, а вы среди наших рядовых воинов, в самой, так сказать, гуще. Сейчас я распоряжусь, вам выдадут обмундирование». «Обмундирование?» переспросил я. «Вы смеетесь, товарищ полковник?» «Я смеюсь?» «Нет, товарищ Войнович, по-моему, я ничего смешного не говорю». При этом он все-таки улыбался и старался изъясняться изысканно. «Мне кажется, это естественно. Вы прибыли к нам для прохождения воинской службы и, согласно уставу, обязаны носить установленное обмундирование, соответственно, вашему воинскому званию». Улыбка его растянулась до ушей. «Говоря о моем звании, он всякий раз и улыбкой, и интонацией подчеркивал какое-то малое, можно даже сказать, совершенно ничтожное звание, особенно по сравнению с тем, которое было обозначено на его погонах. И, в самом деле, в армии дистанция между едовым и полковником просто невообразима. За четыре года службы я видел много полковников, но разговаривал только с командиром полка Барыбиным, потому что состоял при нем планшетистом. В армии рядовому спорить даже с младшим командиром нельзя, а уж с полковником тем более. Но в данном случае по воинскому званию я был рядовым, а по неформальному представлению советского человека занимал иною ступень в общественной иерархии. И потому мог себе позволить то, что позволял. Для начала я попробовал возразить полковнику, что прибыл не для обычной переподготовки, а в соответствии с целью, разработанной в более высоких инстанциях. Я солдатскую форму носил четыре с лишним года, и хватит, попытался я объяснить, а теперь я не просто солдат. Я признанный литератор. Собираюсь заняться сбором материалов для будущей книги о современной армии. Им не обещаны условия, наиболее соответствующие этой цели. Согласно этим обещаниям, я сам решаю, где мне жить и в чем ходить. Полковник выслушал меня снисходившись его толстых губ улыбкой и также улыбаясь объяснил. Товарищ Войнович, я не знаю, где, кто и что вам обещал, но вам следует понять, что вы находитесь в армии и обязаны соблюдать правила прохождения воинской службы и воинские уставы, а эти правила и уставы предполагают, что военнослужащие рядового состава живут в казармах, носят военную форму с соответствующими их званию знаками различия и подчиняются принятому для рядовых распорядку. Я попробовал еще раз сослаться на данные мне в Москве обещания, но полковник был неумолим, хотя по-прежнему улыбчив. Я понял, что обыкновенным образом мне его не переспорить и пора прибегнуть к другим аргументам. Товарищ полковник, сказал я, я вижу, вам очень хочется поставить меня на место и сделать так, чтобы служба медом не казалась. Но я вынужден вас предупредить, что как только вы наденете на меня солдатскую форму и засунете в казарму, я немедленно дезертирую. При этих моих словах Родичев странно задергался. Поповский усмехнулся. Шапа стал в стойку смирно и вытянул руки по швам. Он смотрел в угол мимо полковника и всем своим видом давал понять, что он моих слов не слышал. Я с любопытством смотрел на Грушецкого. Я думаю, что он закричит, взорвется, стухнет кулаком по столу, будет топать ногами, вызовет из комендатуры конвой, но он продолжал улыбаться. Товарищ Войнович, я не понимаю, как это вы... Как это дезер... Как это вы дезертируете? Очень просто. Сяду в самолет Ту-114 и через восемь с половиной часов буду в кабинете товарища Епишева. Генерал армии Епишев был тогда начальником главпура, главного политического управления советской армии. Попасть к нему в кабинет у меня не было никакой реальной возможности. А впрочем, генерал, как мне говорили, бывал частым гостем в театре на Таганке, и Любимов по моей просьбе мог замолвить за меня словечко. Стал бы начальник главпура за меня заступаться или нет, неизвестно, но проверить это полковник Грушецкий мог только ценой риска для своей карьеры, а он был явно не из тех, кто способен к подобному риску. Ну что ж, товарищи, сказал он, поднимаясь, улыбаясь уже всем присутствующим и таким тоном, словно все вопросы решены полюбовно, вы, вероятно, с дороги устали, пора пообедать и отдохнуть. Если возникнут проблемы с устройством, вот, обращайтесь к товарищу Шапе, а завтра к девяти утра прошу всех в редакцию. Несколько дней после этого я полковника не встречал. Мы с Поповским с помощью писательских билетов, которые на провинциальных администраторов в советские времена действовали магически, поселились в лучшей гостинице Хабаровска, а Родичев получил койку в офицерском общежитии. Поповский из солидарности со мной тоже отказался от формы, и Родичев последовал примеру Поповского. Будучи старшим лейтенантом, он, может быть, был не против военной одежды, но, глядя на нас, ограничился офицерской рубашкой с петлями для погон. В ближайшем выпуске газеты появился материал, посвященный приезду в округ московских писателей. Были помещены наши фотографии и перечислены наши литературные достижения. Руководили нами подполковник Шапа и майор Дракохруст, который сам был поэтом и тоже членом Союза писателей. Про китайский болельщик Первый матч с китайцами состоялся в ближайшее воскресенье. Улицы опустили. Кто не мог попасть на стадион, сидели у телевизоров. Мы билеты получили по блату. Я почему-то думала, что наши быстро и легко переиграют китайцев, но не тут-то было. Игра шла на равных. Весь стадион болел, разумеется, за своих. Но сидевший недалеко от меня пьяный, небритый мужик был исключением. Как только китайцы переходили в атаку, он оживлялся, размахивал мятой кепкой и кричал «Давай, Китай, дави их! Вперед, китайоза! Мяу-мяу! Вперед!» Пока игра шла, как казалось, с преимуществом наших, соседи относились к его выкрикам благодушно. Потом старались его не замечать. Но чем призрачней становились шансы своих на победу, тем больше раздражения вызывал пьяный. Ближайшие к нему зрители стали его урезонивать. «Ну, ты! Ладно, хватит! Мешаешь смотреть?» «Не мешаю, об аллею!» возражал он. «Давай, Китай! Дави Россию! Дави ее!» Публика раздражалась все больше. Когда в наши ворота влетел первый мяч, прокитайский болельщик вскочил на ноги, размахивая кепкой, заорал «Молодцы, косые!» «Бонзай!» Ему на голову плюнули, он не заметил. Кто-то его пихнул локтем, он не унимался. Один из болельщиков выхватил у него кепку и зашвырнул куда-то вперед. Он не возмутился, полез за кепкой, продолжая выкрикивать что-то про китайское. Потом пытался протолкаться назад, его не пустили и стали бить на месте. Его били, в него чем-то кидали. Он продолжал кричать. Первый матч закончился со счетом 1-1. Ко второй встрече обе команды пополнились новыми футболистами, в этот раз гости все-таки проиграли со счетом 1-2. Во время игры я несколько раз видел нашего попутчика, китайского генерала. Он нервничал, кричал что-то своим футболистам и выскакивал на поле. Один раз из-за него судья даже остановил встречу и сделал китайцам предупреждение. Игра в шашки Не помню, чем занимались Поповский и Родичев в газете и занимались ли вообще чем-нибудь. Мне же было предложено разобрать самотек, то есть сочинения, присылаемые солдатами, и выбрать что-нибудь подходящее для публикации. Я прочел несколько десятков рукописей, отобрал из них пару лучших, но все же достаточно беспомощных рассказов, переписал заново и предложил редакции. Полковник Грушецкий их отверг. Я выбрал еще что-то и еще раз предложил. Грушецкий не принял и эти. Я понял, что он в любом случае не одобрит мой выбор. махнул рукой, вообще отказался от всякой работы, и мы с Поповским ступили на путь частного предпринимательства. Гостиница стоила дорого, платить надо было из своего кармана, а из дому я денег не взял, чтобы не нанести ущерба семейному бюджету. Мы нашли какого-то покровителя в местном политуправлении и разъезжали по частям с чтением лекций, за которые нам платили в среднем по семь рублей. Точнее, одна лекция стоила десять рублей, но каждая третья считалась шевской и не оплачивалась. То, что мы говорили лекциями, можно было назвать лишь условно. Поповский рассказывал солдатам о докторе Хавкине, изобретателе вакцины от холеры, и о каком-то ученом индусе, большом друге Советского Союза, а я читал свои старые стихи. Кроме того, мы писали что-то для местного радио, где я сказал, что работаю над книгой о молодых ребятах призывного возраста, которые впоследствии будут служить на Дальнем Востоке, и писал какой-то текст, выдаваемый мною заглавы из будущей книги. Как ни странно, из этого потом и в самом деле выросла повесть «Два товарища». В редакции мы бывали очень редко, только чтобы показаться. Мне передавали, что Грушецкий очень мной недоволен и грозит скауптвахту. Я видел, что угрозы пустые и не придавал им никакого значения. Во время одного из посещений редакции мне сказали, что Грушецкий требует меня к себе. Я пошел, постучался, открыл дверь, спросил, можно товарищ полковник? Входите, товарищ Войнович, разрешил он со своей неизменной улыбкой. Строго говоря, вы обращаетесь не по уставу. В уставе слово можно, нет, по уставу надо спрашивать, разрешите войти. Я ему сказал, что устав учил давно и подзабыл, это было чистое лукавство. Устав это такая книга, которая помнится долго. Вы что же, товарищ Войнович, в редакцию вообще не являетесь? Нет, почему же, я иногда бываю? Но для газеты вы ничего не делаете? Почему? Вам поручили подготовить литературную страницу, мы надеялись, что вы как профессиональный писатель поможете нашим военнослужащим, нашим начинающим авторам, а вы отказываетесь. Я возразил, я не отказываюсь. Товарищ полковник, я молодым авторам всегда помогаю охотно. Но то, что я выбираю, вы отвергаете? А то, что выбираете вы, мне, извините, не нравится. Получается чепуха. Я читаю горы каких-то бездарных рукописей, потом что-то из них переписываю, предлагаю вам, вы отвергаете. Тут я решил схулиганить и вообще добавил, знаете, заставлять профессионального писателя переписывать рукописи малограмотных авторов, это, как бы вам сказать, это все равно, что шахматиста заставить играть в шашки. Мне очень хотелось его рассердить, но я очередной раз убедился, что это не так-то просто. Грушецкий не выразил ни обиды, ни возмущения моими словами, а все с той же непонятной мне улыбкой сказал, хорошо, товарищ Войнович, идите. Существует старый и справедливый, по-моему, принцип, по которому начальники делятся на плохих и хороших. Плохой начальник запрещает все, что может запретить, хороший разрешает все, что может разрешить. Полковник Грушецкий относился к первой категории. Несмотря на наши трения, мне время от времени приходилось обращаться к нему с разными прозвами, каждый раз он непременно и всегда с улыбкой отказывал. После чего я шел к нашему покровителю, подполковнику из политуправления и он причем сам он даже разрешить ничего не мог. Но со всякой нашей просьбой бегал к какому-то начальству, а потом радостно сообщал «можно». Фамилию этого подполковника я, конечно, забыл. Память неблагодарна. Она мерзких людей хранит в себе дольше. Сожженные письма. В Хабаровске я писал Ире письма и отправлял в Москву на главный почтамт до востребования. Я писал ей разные нежности, иногда напоминая при этом, что эта эпистолярная фаза является заключительной частью нашего несчастного романа. По прожитии в Хабаровске недель трех нам с Поповским взбрело на ум, раз уж мы попали на Дальний Восток, так неужели можно обойтись без Сахалина? Пошли к Грушецкому. Тот, разумеется, отказал, потому что он объяснил, мы сюда приехали не путешествовать, а служить Родине, и кроме того, для вас, товарищ Войнович, эта возможность абсолютно исключена, потому что пользоваться услугами аэрофлота могут только офицеры, солдатам полагается ездить в общих железнодорожных вагонах, а Сахалин, как известно, остров, и поезда туда пока не ходят. Но там, мне кажется, все-таки солдаты есть. Как-то они туда попадают. Солдаты на остров прибывают на пароходах. Прекрасно я поплыву на пароходе. Оказывается, это тоже невозможно, потому что путешествие по морю займет слишком много времени, а я сюда прибыл не для морских прогулок, но для того, чтобы защищать Родину. Нельзя и за свой счет, потому что государство обеспечивает военнослужащих всем необходимым. Короче говоря, мы пошли к нашему благодетелю из Пура, и оказалось, все можно. Выяснилось даже, что солдаты на Сахалин поодиночке добираются только воздушным путем. Поезда туда в самом деле не ходят, а пароход стоит дороже самолета. Нам выписали проездные документы, в моем было написано «Рядовой писатель» через черточку. Мы отправились на Сахалин, где жили на турбазе горный воздух в отличном двухместном номере. Иногда выступали перед публикой. В свободное время, которого у нас хватало, учились ловить форель в бурных горных речках. Там на какой-то сопке я развел небольшой костер и одно за другим предавал огню Ирины письма и плакал. Потом написал ей о происшедшем и сообщил, что переписку кончаю. Но по приезде в Хабаровск получил от нее очередное послание, из которого понял, что она пропустила мое сообщение мимо ушей и со своей стороны переписку прекращенной не считает. И я на своем решении не настаивал. В Хабаровске мы пробыли несколько дней и таким же манером через нашего благодетеля из Пура отправились во Владивосток, где у нас тоже случилось несколько довольно смешных приключений. Согласно нашим бумагам, мы были откомандированы в распоряжение политуправления Тихоокеанского флота. И формально эти 10 дней должны были оба работать в газете Тихоокеанской звезда. В честь редактора этой газеты надо сказать, что он встретил нас приветливо, но был очень рад, когда понял, что мы вовсе не рвемся улучшать его газету. Он с удовольствием помог нам устроиться в военной гостинице, подписывал какие-то бумаги, когда мы его об этом просили, и совершенно не настаивал на нашем участии в работе редакции. Но в тамошнем политуправлении нам попался заместитель начальника, который, как и Грушецкий, почему-то очень хотел нами руководить. Требовал, чтобы мы к нему являлись в какие-то часы, что-то докладывали и получали дальнейшее распоряжение. Первый раз мы все это снисходительно выслушали и спросили, нельзя ли нам попасть на подводную лодку? Очень хотелось провести несколько дней под водой. Я представлял себе подводную лодку чем-то наутилуса с иллюминаторами, сквозь которые можно наблюдать за жизнью акул и осьминогов. Наш Коперанг не во всем копировал Грушецкого. Он не отказал. Он сказал, что на лодку попасть проще простого, если есть допуск. Что такое допуск, ни я, ни Поповский точно не знали и пошли в редакцию. Редактор написал и заверил печатью бумагу, что газета очень интересуется жизнью подводников и просит допустить предъявителей сего на одну из подводных лодок для сбора материалов. С этой бумагой мы вернулись к Коперангу. Тот послал нас в отряд подлодок. Мы туда. Там нашу бумагу вежливо повертели и сказали «Очень хорошо, пожалуйста, а у вас есть допуск?» Разве это не допуск? Оказывается, нет, не допуск, а всего лишь бумага из редакции. Мы опять шли к нашему Коперангу, он нас посылал кому-то еще, там составляли очередную бумагу, мы с ней являлись в отряд подлодок, там к нашей бумаге относились с должным уважением и опять спрашивали допуск. Так повторилось несколько раз, мы с идиотской настойчивостью проходили очередной круг, он каждый раз замыкался все тем же вопросом «А где допуск?» В конце концов мы выяснили, что допуск это специальное разрешение на посещение секретного объекта, которое может быть выдано только Министерством обороны, чего нам никто сразу не сказал. К тому же мы узнали, что военная субмарина вовсе не похожа на Наутилус, никаких иллюминаторов в ней нет, и находясь внутри мы ничего, кроме самих ее внутренностей, каких-нибудь проводов, труб и кранов не увидим. Это сведение сильно охладило наш пыл. Но Коперанг все же решил сделать нам одолжение. Очередной раз призвав нас к себе, он сказал, что у них на Тихоокеанском флоте есть одна лодка очень старого образца, совершенно не секретная, и мы можем на ней без всякого доступа отправиться под воду. Тут же он написал капитану лодки приказ принять нас на борт. С драгоценной бумагой мы вышли из политуправления. Я посмотрел на Поповского и спросил, слушай, а нужна ли нам эта лодка? Он со мной согласился, что совсем не нужна. Я порвал бумагу и выбросил в ближайшую урну. Отказавшись от погружения, мы взяли на прокат автомобиль Москвит-410 с ведущим передком и совершенно лысыми шинами. К автомобилю нам выдали полный багажник запасных камер, мы разъезжали по окрестностям. После наезда на самую мелкую колючку колесо спускало, я менял камеры иногда по три-четыре раза на дню. Стихи, отмеченные маршалом. Жили мы в упомянутой вышевоенной гостинице в номере на четыре человека без всяких удобств и склопами. Начальник гостиницы к нам, как людям сугубо штатским, сам он был офицером в отставке, относился без всякого уважения. Когда мы спросили, нет ли здесь номера на двоих, он сказал нет. Как-то утром проходя по коридору, мы увидели, что в гостинице есть номер, его как раз убирали на двоих. Это тоже было не бог весь что, но все-таки две железные кровати, письменный стол с настольной лампой и портьеры из жуткого темно-зеленого бархата пошли к начальнику гостиницы. Товарищ начальник сказал я ему, у вас все-таки есть номер на двоих, причем он стоит пустой. Что вы, что вы, замахал он руками? Это номер для генералов. А мы генералы и есть. Он посмотрел на меня и сказал укоризненно, не надо так шутить. Ну, допустим, мы не совсем генералы, но этот номер нам подходит. Я не могу вас в нем поселить. А кто может? Начальник Кэтч, полковник Спиридонов. А какой у него телефон? Я не могу вам его дать. Почему? Не положено. Военная тайна? Так точно. И где находится, сказать не можете. Никак нет, не могу. Ну, хорошо, сказал я громко Поповскому, эту тайну мы как-нибудь откроем. Мы без труда нашли этого полковника, начальника квартирно-экономической части, и он разрешил нам вселиться в генеральский номер. Начальник гостиницы был так потрясен нашим всесилием, что сам перетащил наши пожитки. После этого, встречая меня в коридоре, на мое «Здравствуйте», он вытягивал руки по швам и кричал «Здравия желаю, товарищ майор с запаса!» Не знаю, почему он произвел меня только в майоры. По логике должен был произвести в генералы. Разъезжая по частям, я выступал перед солдатами. Обычно их бывало много, от двухсот до тысячи человек. Принимали меня, как всякого заезжего лектора, торжественно. На сцену выставлялся красный стол и трибуна. Сначала к трибуне выходил замполит, обычно в звании подполковника, и говорил, что к нам приехал такой-то известный тем-то. Затем мы менялись местами, замполит садился за стол, а я выходил к трибуне. скучным лекциям о развитии советской литературы я предпочитал чтение собственных стихов, предваряя его кратким вступлением о том, что я прозаик, но читать прозу слишком долго и утомительно. А когда-то я писал стихи. Стихам моим повезло гораздо больше, чем прозе. Некоторые из них известны всем, в том числе и вам, говорил я солдатам. Они настораживались, смотрели на меня недоверчиво, но когда я называл свои песни, соглашались, что я не вру. Одно мое стихотворение подготавливал я слушателей к восприятию дальнейшего. С трибуны Мавзолея цитировал Никита Сергеевич Хрущев. Другое отметил в своем выступлении ваш самый главный начальник, ваш министр, маршал Малиновский. И это была чистая правда. Хрущев с трибуны Мавзолея читал. А маршал Малиновский отметил. Как именно отметил, я, естественно, не уточнял. Это стихотворение про танцы в сельском клубе я читал в каждой части. Солдаты ревели от восторга. Чтобы не показаться слишком нескромным, оговорюсь, что причина восторга заключалась не только в качестве, но и в теме стихотворения, действительно близкой любому солдату. Читая, я обычно в полглаза следил за реакцией замполита. Реакция во всех случаях была одна и та же. Содержание стихотворения замполиту явно казалось странным. На лице его отражалось сначала предвкушение большого политически выверенного удовольствия, дальше недоумение и беспомощность. Ему даже не с кем было переглянуться, не искать же сочувствия у солдат. Я заканчивал чтение, солдаты хлопали, замполит тоже. А что же ему делать, если сам маршал отметил? После выступления замполиты подписывали мне бумагу с кратким отзывом, вроде лекция прошла хорошо, была содержательной и имела большое воспитательное значение. Командование части благодарит товарища Войновича за интересное яркое выступление. Несколько раз мне даже вручили почетные грамоты, и мне это казалось достойным печальной иронии, потому что за четыре года реальной и несладкой службы я ни разу не удостоился и такой бумажки. Выступая, я поглядывал обычно на очередного замполита, видел его смущение и удивлялся, неужели никто из них не обратил внимания на реплику в красной звезде? Ведь это было не так давно. С привидением последней страфы о девушках, целующих устало. Или они вообще не читают свою газету? Нашелся только один, который читал, и на мое счастье, он был последним. Он тоже встретил начало моего выступления одобрительной мимикой, потом сменил ее на удивленную. Вместе с солдатами начал хлопать, но, вспомнив, что-то остановился. Подождал, пока утихнут аплодисменты, и с растерянной коризной сказал мне, я эти стихи читал. Возможно, подтвердил я охотно, советская печать их тоже отметила. Замполит, как и все предыдущие, записал мне в путевке благодарность за интересные и содержательные выступления, но этим не ограничился. Мне наплевать на бронзы многопудья. Во Владивостоке нам с Поповским очень понравилось. Красивый город, живописные окрестности, бухта Золотой Рог. Мы общались с местной интеллигенцией и ученым миром. Ездили на прокатном москвиче, купались в Амурском заливе, ловили морских звезд и ежей. Я начал писать повесть о двух товарищах. Командировка у нас была на десять дней, а мы там пробыли вдвое дольше, вместо десяти дней двадцать. Наконец, вернулись в Хабаровск. Не успели ввалиться в гостиницу, прибежал из редакции посыльный. Полковник Грушецкий приказал вам немедленно явиться в редакцию. Передай полковнику Грушецкому, сказал я, важно, что мы устали, а завтра, ну, часов так, примерно в одиннадцать. Как? К одиннадцати мы успеем отдохнуть с дороги, спросил я Поповского. Поповский выразил надежду, что успеем. Значит, сказал я посыльному в одиннадцать или чуть позже мы будем. На другой день явились Грушецкому приблизительно, как обещали, на лице полковника ослепительная улыбка, и обращена она лично ко мне. Товарищ Войнович, я должен вам заметить, что вам была выписана командировка на десять суток, а вы вернулись через двадцать. По определенному воинскими уставами положению самовольная отлучка свыше двух часов считается дезертирством, и как ваш начальник я обязан применить к вам принятые в армии меры воздействия. Я продолжаю валять дурака, премного благодарен, товарищ полковник. Я прибыл сюда собирать материалы о службе наших советских воинов, об их боевых буднях, но, к сожалению, я еще здесь не видел, как наши воины проводят время на гауптвахте. Полковник Грушецкий улыбается. Подполковник Шапа начинает странно дергаться. Полковник решил смягчить тон. Товарищ Войнович, у нас сегодня в пять часов будет занятие по гражданской обороне. Надеюсь, это вам интересно? Совершенно неинтересно, товарищ полковник. Но вам все же придется на него прийти. Не думаю, товарищ полковник, у меня как раз на пять часов назначена очень важная встреча. Вдруг подает голос подполковник Шапа. Товарищ полковник, разрешите мне поговорить с рядовым о Войновичем? Разрешаю. Поощрительно улыбается полковник. В коридоре Шапа зажал меня в угол. Слушай, ты что делаешь? Как ты с ним разговариваешь? Ты представляешь себе, что такое полковник? Это почти генерал. Он по паху носит, а ты рядовой. Ты должен стоять перед ним по стойке смирно. Ты должен он меня рассердил. Ну вот что Шапа сказал я ему. Я служил в армии достаточно долго и очень хорошо знаю, как полагается разговаривать подчиненному с начальником. Я этого не делаю не потому, что не понимаю, а потому, что не хочу. Ты подполковник. Хочешь быть полковником и носить по паху. Вот ты и говори, слушаюсь, так точно, никак нет. А мне нормальный человеческий язык дороже всех ваших по пах и лампасов. Вернувшись к Грушецкому, я сделал ему дельное предложение. Товарищ полковник, мне осталось тут у вас болтаться несколько дней. Кажется, я вам надоел. Так может, вы меня лучше отпустите, и я сразу уеду? Полковник выслушал меня с улыбкой и с улыбкой ответил, нет, нет, товарищ Войнович, вам придется с нами побыть до конца. Кроме всего, вам надо зайти в политуправление. Там отзыв на ваше выступление. Отрицательный отзыв, уточнил он таким тоном, словно доносил до меня радостную весть. Я спросил, от кого отзыв? Оказалось, от того замполита, который проявил знакомство с моими стихами. Вот проходимец, заметил я. Почему же, товарищ Войнович, он проходимец? Если ему не понравилось ваше выступление, в том-то и дело, что понравилось. Вот, смотрите. Я выложил на стол пачку отзывов и среди них последний от того самого замполита. Здесь он пишет, лекция прошла успешно и способствовала воспитанию в наших воинах чувства патриотизма и верности воинскому долгу. Двурушник этот ваш замполит. Таких людей, мне кажется, надо гнать из армии за беспринципность. Ну, допустим, согласился полковник, этот офицер не сразу понял вас, но отзыв есть отзыв, и на него надо реагировать. Да какая там может быть реакция? Мне на такие отзывы, товарищ полковник, просто-напросто наплевать. Не знаю, почему это мое высказывание показалось ему ужаснее других, но он вдруг побледнел, и улыбка впервые за время нашего знакомства сползла с лица. Товарищ Войнович, забармотал он, необычайно волнуясь. Товарищ Войнович, что это вы говорите? Что значит наплевать? Ведь наплевать это, это, я не знаю, это даже не писательский лексикон. Ну, почему же, возразил я? Почему же не писательский? Очень даже товарищ полковник писательский. Помните у Маяковского? И я с выражением продекламировал. Мне наплевать на бронзы многопудия, мне наплевать на мраморную слизь. Через несколько дней мой срок все-таки кончился. Я пришел в редакцию подписать какие-то бумаги, и тут мне сказали, что Грушецкий просит меня зайти к нему. Ожидая очередного нападения, я зашел. Полковник встретил меня с улыбкой и стоя. Я удивился и спросил, что ему от меня нужно? Ничего. Только хотел с вами проститься. Я пожал протянутую руку и направился к выходу. Товарищ Войнович окликнулся. Товарищ Войнович, есть еще одно дело. Я насторожился. Что еще он придумал? Товарищ Войнович, сказал он смущенно, коллектив нашей редакции хочет с вами сфотографироваться. Вы не будете возражать. Честно говоря, я был тронут и потрясен. Фотографировались на крыльце, весь коллектив редакции и мы с полковником Грушецким посередине. К сожалению, эту фотографию мне никто не прислал. Под самый конец Грушецкий лично вручил мне запечатанный сургучной печатью конверт. Это вам следует передать военкому по месту вашего жительства, сказал он. Я подумал, что, наверное, там написано про меня что-нибудь нехорошее. Зайдя за ближайший угол, сломал печать и вскрыл конверт. На лежавшей внутри бумаги было написано, что рядовой такой-то успешно прошел военную переподготовку при газете «Суворовский натиск». Во время переподготовки строго соблюдал воинскую дисциплину, неукоснительно выполнял требования уставов и приказа командования, политический выдержан морально устойчив, заслуживает присвоение воинского звания младший лейтенант. Отзыв был очень лестный. Пожалуй, никогда еще в моей жизни мои армейские начальники не отзывались обо мне так хорошо. Мне даже захотелось отвезти это в Москву и отдать по назначению. Но я не мог этого сделать, потому что возник бы вопрос, как я посмел сломать печать. Поэтому этот замечательный отзыв я адресату не доставил и для себя не сохранил и остался навсегда рядовым. Этим можно было бы завершить описание моей кратковременной службы на Дальнем Востоке, но рассказанная история, кажется, требует отдельного эпилога. Генерал Петров и писатель Шапа Я думаю, что каждый человек должен вести себя в своем образе, то есть в соответствии с собственным характером. Нельзя подражать чужим книгам, тогда все, что вы напишете, будет вторично. Нельзя подражать чужому характеру и манере поведения, это вообще бывает опасно. Я вел себя часто дерзко и на первый взгляд неразумно, не рассчитывая последствий, но обычно инстинкт мне подсказывал ту черту, у которой следует остановиться. Я иногда совершал поступки, которые другим казались чуть ли не самоубийственными. Мне говорили, что ты делаешь, одумайся, остановись. И если я слушался, а это тоже бывало, останавливался и пытался вести себя благоразумно, последствия обычно были гораздо более неприятными, чем когда я призывы к благоразумию игнорировал. Мое поведение иногда совращало других, но они совершали ошибку, если вели себя не в том образе, который им написала природа. Лет через шестнадцать после описанной поездки на Дальний Восток, совсем незадолго до моего отбытия в чужеземство, я встретил в Москве бывшего сотрудника суворовского натиска и от него услышал рассказ о конце военной карьеры подполковника Шапы. Оказывается, мой дурной пример стал для него заразительным. После моего отъезда Шапа решил, что и он, в конце концов, тоже писатель и может вести себя соответственно. Он стал дерзить Грушецкому и не только ему, говоря при этом, что он писатель, талант, а не какой-нибудь солдафон. Однажды, выходя в пьяном виде из ресторана, он столкнулся в дверях с другим военным. Оба оказались не столь благовоспитаны, как Чичиков с Маниловым, не расшаркивались друг перед другом, только, мол, после вас, а наоборот стали выяснять, кто главнее. «Ты кто такой?» кричал Шапа. «А ты кто?» спросил другой военный. «Я писатель Шапа, а ты?» «А я командующий округом, генерал армии Петров». По словам рассказчика этой печальной истории, несколько дней спустя подполковник Шапа был разжалован в рядовые, а рядовой Шапа уволен в запас. Временный Савельич Два месяца мы с Марком Поповским жили бок о бок в одной комнате, кровать к кровати. Вместе выступали перед солдатами, и я уже на зубок знал его лекцию об успехах советских фармакологов, об открытии возбудителя холеры доктором Хавкиным, который жил в Индии. Часто мы бывали гостями местных радиостанций, а на Сахалине и во Владивостоке выступали и по телевидению. Телевидение еще многими людьми воспринималось как чудо. На Сахалине мы с Поповским выступили, а утром вышли из гостиницы и первая встреченная нами девушка вскрикнула «Ой, а я вас вчера по телевизору видела». В Хабаровске нас тоже пригласили на телевидение. Наверное, там еще не было записывающих устройств. Поэтому нам предложили, что сегодня мы проведем репетицию, а завтра уже выступим по-настоящему. Я удивился и сказал, что мы не артисты и ни в каких репетициях не нуждаемся. Можем говорить спонтанно. «Что вы, что вы», сказала редакторша. «Как можно спонтанно? Это же телевидение». Я спросил, почему во Владивостоке и на Сахалине можно было выступать без репетиций, а в Хабаровске нельзя. Мне ответили, что в Хабаровске такие правила. Я сказал твердо, никаких репетиций не будет. Поповский меня поддержал. Прибежал главный редактор. Сначала уговаривал мирно. Потом стал сердиться и намекать, что здесь выступали люди поважнее. И те обязательно репетировали. Например, герой гражданской войны Матвеев, один из дядей поэтессы Новеллы Матвеевой. Другой ее дядя, поэт Иван Елагин, был эмигрантом. Много лет спустя я встретил его в Америке. Ссылка на более важных людей меня разозлила. Я повторил, что нет никаких репетиций. Тот совсем уже, потеряв чувство реальности, стал угрожать, говоря, что о нашем поведении сообщит, куда надо, чем и вовсе лишил нас возможности компромисса, а жителей Хабаровска лицезреть нас. К Поповскому я долго относился вполне дружелюбно. Он хорошо знал мир советских ученых, особенно биологов и фармакологов. Во Владивостоке он меня познакомил с крупным ленинградским токсикологом профессором Николаем Васильевичем Лазаревым и его учеником фармакологом профессором Израилем Ицковичем Брехманом. Брехман всю жизнь посвятил изучению тонизирующих и адаптогенных свойств женьшеня и элеутерокока. Создал на базе их много лекарственных препаратов. Некоторые из этих препаратов, например, помогают космонавтам адаптироваться к условиям невесомости. Вообще он занимался улучшением здоровья здоровых людей и стал основоположником специальной науки валиологии. Валиологии от латинского валио быть здоровым. В дни нашего общения с ним он очень пропагандировал лечебные и тонизирующие свойства элеутерокока и нас поил водкой настоянной на этом растении, утверждая, что от нее не болит голова. Я охотно проводил на себе испытания этой водки, но болела ли потом голова, не помню. С Поповским мне было поначалу интересно, потому что я его терпел, а потом он стал меня раздражать тем, что мало пил, говорил глупости, громко смеялся и слишком любил порядок. Вечерами, когда мы возвращались в гостиницу из ресторана или из гостей, я швырял в свои брюки рубашку на стул в скомканном виде. Он и то, и другое подбирал, аккуратно складывал, вешал в шкаф и был прозван мною Савельевичем. Он был большой и искушенный ходок, почти везде находил себе подругу на ночь и от каждой требовал большего, чем предполагали мимолетные встречи. На Сахалинской турбазе, где мы провели полторы недели, рядом с нами жили пионеры. Последнюю ночь нашего пребывания там Марк переспал с одной из пионервожатых, а потом был оскорблен, что она не хочет провожать его на аэродром и устроил ей скандал, как если бы она была его многолетней женой, но и сам к своим краткосрочным любовницам проявлял больше внимания, чем они могли ожидать. На пляже на Амурском заливе познакомился с молодой женщиной. Лежа рядом на песке, стал за ней ухаживать, пригласил на ужин. Она сказала, «Когда я встану, вы о своем предложении пожалеете». Она оказалась хромой. Тем не менее, он предложение не отменил, в ресторан сводил, а потом, чтобы ее не обидеть, переспал с ней. Но на этом свои заботы о ней не закончил. На другое утро через Брехмана нашел какого-то хирурга, тоже профессора, повел к нему хромоножку. Профессор ее осмотрел и пообещал сделать ей операцию и избавить от хромоты. Наверное, в Поповском было много хорошего. Но за два месяца он сильно мне надоел. Может быть, потому, что я страдал по Ире. Надеялся, что разрыв с ней уже состоялся и не был в том уверен. Возможно, поэтому я был раздражительнее и грубее, чем обычно. Когда после восьмичасового перелета мы приземлились наконец во Внуковском аэропорту и стали прощаться, Поповский сказал, «Ну, теперь, я надеюсь, мы продолжим наши отношения и будем часто встречаться?» На что я ему ответил, «Обязательно, но не сразу. Давай пока отдохнем друг от друга». Мне кажется, я всегда был вежливым человеком, но в молодости иногда, редко, не сдерживался и говорил некоторым людям обидные резкости. Дворцовый переворот. Мы вернулись в Москву 14 октября. Меня в аэропорту встретил Жора Владимов. Мы с ним ехали на его запорожце, и он мне по дороге сказал, что Никиту Хрущев снят со всех своих должностей. Я спросила, откуда он знает? Он сказал, слухи. Второй день имя Хрущева ни разу не упоминали по радио. А 15 октября был день рождения Иры. Ей исполнилось 26 лет. Не успев приехать, я кинулся искать подарок. Ничего подходящего не нашел. Купил в Гуме маникюрный набор. Большую обтянутую красным бархатом коробку с комплектом инструментов для профессионалов. Ира потом мне эту коробку всю жизнь вспоминала. Гостями и Крамовых были читать Андриковых и я. Слухи о свержении Хрущева уже подтвердились. Все газеты, телевидение и радио сообщили, что очередной пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущева от должности первого секретаря в связи с преклонным возрастом и по состоянию здоровья. Еще несколько дней назад газеты сообщали, что наш дорогой товарищ Никита Сергеевич Хрущев находится в прекрасной форме. КОСЫГИНО КОСЫГИНО уже можно было и нужно называть короче товарищ А.Н. КОСЫГИНО Пока Никита Сергеевич был нашим дорогим, его здоровье, судя по газетам, было отменным, а тут он вдруг состарился, заболел и стал просто ТОВ Н.С. Хрущевым. Событие это не могло оставить нас равнодушными. Мы рассуждали, что означает этот кремлевский переворот, как он отразится на стране, на литературе и что в ближайшем будущем принесет нам. Возможно ли возврат к сталинизму? Сходились во мнении, что, пожалуй, возможно. Перебирали имена членов президиума, тогда это так называлось ЦК КПСС. Микоян и Косыгин еще казались более или менее приличными, но Брежнев, который тоже скоро станет нашим дорогим товарищем. Суслов, Подгорный и прочие. От них ничего хорошего ждать не приходилось. За годы правления Хрущева все, что он делал, было не реформами, а полумерами. В литературе это чувствовалось больше, чем где бы то ни было. Несмотря на объявленный двадцатым съездом КПСС курс на преодоление последствий культа личности, писатели сталинисты открыто выражали недовольство этим курсом и печатались без проблем. Левая пресса, то есть тогдашние либералы, их порой покусывала. Но никто из них не удостоился травли, которой подверглись Борис Пастернак и Владимир Дудинцев. Никого из них так не ругали, как Александра Яшина за его рычаги или Даниила Гранина за рассказ собственное мнение. А во время посещения Манежа и последовавших за ним кремлевских разборок Хрущев проявил себя и вовсе как невежда и самодур. Выдающихся художников и писателей грубо оскорблял и грозил им всякими карми. Все это мешало нам жалеть Никиту Сергеевича, но было ясно, что новые правители будут похуже. Хотя поначалу их намерения декларировались лишь многозначительными намеками. Альберт Беляев, заведовавший тогда в ЦК литературой, а в 80-х ставший чуть ли не прорабом перестройки, назвал время правления Хрущева позорным десятилетием. Предсовмина СССР Алексей Косыгин, которого многие воспринимали почти как либерала, пообещал, что теперь с гнилой политикой Хрущева будет покончено. Владимир Высоцкий и Люся Абрамова. Но пока все шло своим чередом. Вернувшись в Москву, я продолжал ходить на таганку, на репетиции хочу быть честным, посещал уже поставленные спектакли и в какой-то степени участвовал во внутренней жизни театра. Таганка становилась все более популярна не только у зрителей, но и у актеров, стремившихся попасть к Любимову. Любимов устраивал пробы. Однажды на пробу пригласил меня. Одним из нескольких пробовавшихся был Высоцкий. Он читал рассказ Чехова «Беспокойный гость» и отрывок из какой-то пьесы, где ему подыгрывала молодая актриса. Я о Высоцком уже кое-что знал. Как-то был у Владимова, когда у него был кинорежиссер Василий Ордынский, ставивший фильм по Владимовской большой руде. Ордынский пришел с магнитофоном, включил его. Тогда я впервые услышал песни Высоцкого. Еще одну песню Высоцкого слышал в упомянутом мной спектакле «Микрорайон». Пробуюсь у Любимова, Высоцкий читал хорошо, и, возможно, был бы принят только заодно это. Но когда он читал, я спросил Юрия Петровича, тот ли это Высоцкий, который пишет песни. Любимов спросил, что за песни. Я сказал то, что знал. Если это он посоветовал я, берите его не глядя. Не буду утверждать, что мой совет что-то значил, но так или иначе Владимир Высоцкий стал актером таганки. Между тем спектакль «Хочу быть честным» никак не складывался, хотя репетиции продолжались и дело дошло до прогона. То есть до последнего спектакля, еще без публики, перед премьерой. Я был очень разочарован. Спектакль получился серый и скучный. Я выступил перед артистами и обругал их. Когда я, не артист, читал Вам пьесу, Вы смеялись, аплодировали. Почему же когда Вы артиста играете, мне не смешно и неинтересно? Тогда Любимов считал, и я поверил, что спектакль завалил Фоменко. Потом мне кто-то объяснял, что недоброжелатели Фоменко намеренно ставили ему палки в колеса и сделали все, чтобы сорвать постановку. Не могу судить, так это было или не так. Я думаю, что дело было и в том, что тогда еще молодые любимовские актеры вместе представляли собой слаженный ансамбль, но до того, чтобы играть отдельные характерные роли, они еще не дозрели. Так или иначе, спектакль не состоялся. Фоменко, ныне всеми признанный, знаменитый, был отстранен от работы. Я спросил любимого, что делать. А берите, сами ставьте, предложил он мне неожиданно. И я взялся, воображая самонадеянно и ошибочно, что у меня и вправду может получиться. Прежде всего, я поменял актеров и на главной роли взял Высоцкого и Зину Славину, стал репетировать только с ними двумя. Поначалу шло неплохо, но Зина стеснялась обниматься с Высоцким, по роли это было необходимо. Володе текст ухватывал сразу и вносил кое-что свое. У меня был эпизод, где героиня Клава спрашивает, ты на чем приехал? На автобусе? Герой Самохин отвечает с иронией. На автобусе, на омнибусе, Высоцкий прибавил, на антабусе. Мне было жаль, что я сам этого не придумал. Вскоре график стал нарушаться. Я приходил на репетицию вовремя, приходила Зина. Потом раздавался телефонный звонок от Высоцкого. Володя, извини, я приболел. Это прибаливание несколько раз повторилось, и в конце концов я режиссером так и не стал. Кроме всего, понял, что это серьезная профессия, которой надо владеть. Как-то ко мне на репетицию пришел Икрамов. Потом мы на моем Запорожце ехали втроем, я за рулем, Икрамов рядом, Высоцкий с гитарой на заднем сиденье пел песни. Однажды на репетиции он передал мне привет от жены. Я удивился. Откуда она меня знает? Он сказал, знает, и ты ее знаешь. Она была женой дуэля. Люсю Абрамову мне кажется я видел всего два раза в жизни. Причем первый раз не запомнил. А второй раз был летом 1958 года перед моей поездкой на Целину. Мы, магистральцы, выступали перед случайной публикой в парке Сокольники. Я читал стихи и вдруг увидел в одном из первых рядов неописуемую красавицу, которая смотрела на меня очень доброжелательно. Я никогда не знакомился с девушками на улице. Красота незнакомок на меня никак не действовала. У меня возникали какие-то чувства только к женщинам, с которыми я уже находился в тесном общении, например, с теми, с кем вместе работал или учился. Первый и последний раз в жизни красота незнакомки так меня поразила, что я скатился со сцены, подбежал к ней и сказал, что хочу познакомиться. Она мило улыбнулась и сказала, а мы, Володя, уже знакомы. Я Люся, жена Игоря, дуэля. Но, повторяю, я первый раз ее не заметил и не запомнил, зато второго раза не забыл и потом огорчился за нее, когда Высоцкий сменил ее на Марину Владе. Зачем об этом писать? Мне трудно описывать собственную жизнь по разным причинам, но есть одна очень важная. Только опубликовал какой-то кусок о человеке, которого знал, вдруг появляются родственники. Масса родственников хотят воссоздать монумент, как на Новодевичьем кладбище. Там есть разные памятники, но один особенно поражает маршал войск связи с телефонной трубкой на своей могиле. Как будто он кому-то что-то докладывает. Многие родственники хотят именно такое, да и не только родственники, а просто читатели. На одном из выступлений меня спросили, вы были знакомы с Высоцким? Говорю, был. Ну, расскажите. И я рассказываю о своем общении с ним, о своем спектакле, в котором он должен был играть, о том, как он регулярно прибаливал. А зачем Вы это рассказываете, спрашивают меня? Кому это нужно? Раз Вы знаете, говорю, что именно нужно рассказывать, то сами рассказывайте. Есть странное, но довольно распространенное представление о праве писателя на изображении действительности или в мемуаристике, на воспоминания об отдельных личностях, которые выражаются словами, зачем об этом писать? Зачем писать о мрачных странах нашей истории? Зачем писать о слабостях известных людей? Затем, чтобы показать жизнь такой, какой она была на самом деле? И затем, чтобы изобразить людей такими, какими они были, со всеми своими достоинствами и недостатками? Намеренное приписывание людям дурных поступков, слов, мыслей или черт характера есть клевета, но и намеренное приукрашивание их образа есть ложь. Арест Синявского и Даниэля. Возвращаюсь к хронологии. Хрущев свергнут. Новое руководство решило покончить с гнилой политикой и тут же стало проводить свое намерение в жизнь. В 1965 году были арестованы Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Оказывается, они, о ужас, нелегально. А как это можно было сделать легально? Передавали свои рукописи за границу и печатались там, до чего докатились, под псевдонимами Абрам Терц и Николай Оржак. Делали это они много раз и много лет. Их долго искали и, наконец, нашли. Нашли, когда возникла необходимость в такой находке. Рассказывали странную вещь, что наша разведка за выдачу авторов будто бы передала ЦРУ баш на баш чертежи сверхсекретной подводной лодки. Как выразился один мой знакомый, власть ничего не пожалела, чтобы самой себе набить морду. Арест двух писателей и его последствия стали для Советского Союза таким ударом, который, если сравнить с боксом, можно назвать нокдауном. Если бы злейшие враги СССР думали, как навредить этому государству, ничего лучшего они придумать бы не сумели. Поэтому, если бы был настоящий суд с вынесением приговора за действие, реально принесшее этому строю реальный вред, то самому суровому наказанию следовало бы подвергнуть всю верхушку КПСС. Брежнева, Косыгина, Андропова и всех, кто рьяно поддерживал проводимый ими курс. Главарей КГБ, судей, прокуроров и прочих, чьими руками осуществлялись карательные действия власти. Арест двух писателей, конечно, касался не только их. Это было нападение на всю более или менее свободомыслящую часть общества, на всех, кто надеялся, что тоталитарный режим мягчеет. Я понимал, что власти намерены вернуться к руководству страной сталинскими методами и предполагал, что отсидеться в стороне мне не удастся. В свое время, размышляя о преступлениях власти, о которых я имел неполное, но достаточное представление, в основном о 30-х годах, я думал, что такое могло быть только при молчании большинства. Я даже в какой-то степени осуждал поколение моего отца за то, что оно не оказало сопротивления. И думал, если что-то подобное повторится, я не буду иметь права на то, чтобы промолчать. И вот стало похоже, что история повторяется и пока не как фарс. Однако, кроме ареста двух писателей, еще ничего страшного не случилось. И у меня были причины беспокоиться о делах не только общественных, но и личных. Пусть это называется Адюльтер. Разумеется, моей решимости порвать отношения с Ирой хватило ненадолго. Точнее, ненасколько. На дне рождения я шепнул ей на ухо, что буду ждать завтра в той же квартире, которую я по-прежнему снимал, на Пятой Парковой. Я собирался с ней серьезно объясниться и подтвердить наше прежнее обоюдное решение, что мы расходимся, но, встретившись, мы опять впали друг другу в объятия. И все началось сначала. Камил по-прежнему легко оставлял нас вдвоем, хотя было очевидно, что этого делать не стоит. В конце концов, я сделал ей предложение приблизительно в такой форме. По совести мы должны разойтись, но я не знаю как. Я тебя люблю и сам разорвать наши отношения не в силах. Если и ты не можешь давай поженимся или во всяком случае перестанем врать, откроемся Камилу и Вале, а там будь что будет. Она на это не решалась. Она ни на что не решалась. Это был ее недостаток, мешавший потом и в нашей семейной жизни. Она никогда не могла принять никаких решений или принимала кардинальное решение и тут же от него отказывалась. И здесь тоже она вроде бы со мной соглашается, но ему ничего не говорит. И я решил этот узел разрубить сам. Я позвонил ему на работу. Он работал тогда в журнале «Наука и религия», который боролся не только с религией, но и с примитивным бульгарным безбожничеством. У Камила, как всегда, была то ли леточка, то ли планерка. Я до сих пор не разобрался, чем одно отличается от другого. Он вышел на чистопрудный бульвар зачем-то с портфелем. Он был в сандалиях на босу ногу, в рубашке с короткими рукавами и в брюках в мелкую клетку. Ты что, спросил он меня? «У тебя что-то серьезное?» «Да нет», засуетился я. «Не то, чтобы очень, но вообще-то да». «А ты куда-то торопишься?» «Нет», сказал он, «нет, не тороплюсь, так в чем дело?» «Ни в чем сказал я, просто хотел с тобой поговорить». В это время молодой человек с детской коляской остановился как раз напротив нас и стал поправлять колесо, которое как-то перекосилось. «Ну сказал я, глядя на этого заботливого папашу и понимая, что если я начну говорить то, что собрался, то этот человек, хоть и совсем чужой, неизбежно задержится, чтобы послушать». «Закурить не хочешь?» и протянул ему пачку. «Давай». Он достал сигарету, но не прикурил, стал мять ее в пальцах, и она у него раскрошилась. В это время молодой человек починил коляску и двинулся с ней вперед. Камил проводил его взглядом и посмотрел на меня. «Ну?» сказал он требовательно. «Ну?» повторил я и замялся. «Ну?» повторил он опять. «Ну-ну, что ты занукал?» закричал я почти в истерике. «Я хотел тебе сказать, что мы с Ирой?» «Ну, в общем, сам понимаешь». Он сунул сигарету разорванным концом в рот и тут же стал отплевываться. Потом попросил «Дай другую». Я дал другую и поднес зажигалку. Рука у меня дрожала, а у него как будто бы нет. «Ты хочешь сказать, что у вас роман?» «Мне почему-то не понравился такой образ наших отношений. Мы любим друг друга», сказал я. «Хотя говорить так не имел достаточно оснований, потому что я-то ее любил. И она, мне кажется, меня тоже любила, но она никогда ни разу не сказала мне, что она меня любит». Камил глубоко затянулся, стал пускать дымные кольца и смотреть, как они рассасываются. Казалось, что в этот момент ничто, кроме этих колец, его не интересовало. Затянувшись очередной раз, посмотрел на меня внимательно. «И что же? И у вас все было? Да», сказал я и постарался выдержать взгляд, но не выдержал. «Он опять выпустил несколько колец». «И что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Ничего», сказал я. «Ничего?» «Ну, я тебе ничего и не скажу, пока», сказал он и двинулся в сторону Никитских ворот, помахивая портфелем легко и как будто бы даже весело. Так он шел, а я смотрел ему вслед. И вдруг он зашвырнул портфель в кусты и пошел от него прочь. Но, сделав несколько шагов опомнился, вернулся, взял портфель и пошел дальше медленно и портфелем уже не размахивал. Я позвонил Ире, предупредил о происшедшем. Кажется, это ее никак не взволновало. Она сказала «Хорошо». Ночью я не спал, думая, что там происходит. В голову приходили разные варианты. Первый вариант они объяснились, а на другой возможности нет. Во всем призналась. Он выгнал ее из дому. Второй вариант сам ушел. О варианте номер три думать не хотелось. Но думалось. Я не мог себе представить Камилу в роли Отелла, но ревность самого мирного человека может превратить в опасного зверя. Утром я еле дождался половины десятого. Я знал, что он уходит обычно около девяти, но тут мог бы и задержаться. Я набрал номер. Алло? Отозвалась Ира, как ни в чем не бывало. Тебе удобно говорить? Спросил я. Удобно я одна. А Камил? Ушел на работу. Просто встал и ушел на работу? Да, просто встал и ушел. Я молчал удивленный. Скажи мне, а вы вчера о чем-нибудь говорили? Говорили. И что? Ничего. Он хочет с тобой поговорить. О чем? Наверное об этом. Ты будешь на Парковой? Если ты приедешь, буду. Я боялся, что она не приедет. Она приехала, но ничего рассказывать не захотела. Я не настаивал. Потом я отвез ее домой. Обычно я ее не довозил два-три квартала. В этот раз она сказала, можешь довезти прямо до дома. То есть бояться уже нечего. Только я пришел домой, позвонил Камил. Привет, я звоню из автомата у кинотеатра «Новатор». Ты можешь выйти? «Новатор» это на Спартаковской площади рядом со мной. Камил был в тех же сандалиях и в тех же брюках, но без портфеля. Вид спокойный. Он протянул мне руку и даже улыбнулся. У тебя есть минутка? Пойдем, пройдемся. Мы пошли протоптанной дорожкой в сторону моста через железную дорогу, по которой ходили тысячу раз туда-сюда. Сначала шли молча. Он разговоры не начинал, а мне говорить было не о чем. Потом он попросил у меня сигарету, наконец спросил. «А ваших отношений кто-нибудь знает?» «Никто», сказал я. «Никто, кроме нас троих». «Ну вот, что сказал он спокойно. я оказался большим лопухом. Конечно, я должен был догадаться, должен был увидеть, но я ничего не видел. Я понимаю, что ты ее любишь, но я тоже без нее жить не могу». «Понимаешь», добавил он, как бы извиняясь, «вот не могу и все. Поэтому раз так случилось, пусть так и будет». «В каком смысле?» спросил я. «В том смысле, что я буду закрывать глаза на ваши отношения, и пусть это называется красивым словом «адюльтер». «Или-или». «Адюльтер» слово красивое, но нашу ситуацию отражало не полностью. Оно означает всего лишь супружескую измену, а у нас было нечто более сложное. «Ну хорошо, пусть это называется адюльтер или как угодно, мне не жалко. Пусть она живет с ним и со мной, я не ревнив. Ревнивым имеет право быть муж, а я любовник, и готов им остаться, лишь бы дальше не врать и не отводить глаза в сторону. Меня мало трогает, что она спит с ним. Как я себе представляю, это не является существенной стороной их отношений, с этим я готов мириться». Ревность — это странное чувство, которое регулируется конкретными условиями жизни, обычаями и традициями данного места и общества. Раньше многие мужчины, может быть, даже большинство, не допускали для женщины возможности добрачного сексуального опыта с кем-нибудь другим, и необходимым условием брака считали невинность невесты. Для иных, кто обнаруживал, что был ужин и не первым, это становилось трагедией, поводом для скандалов и рукоприкладства. Теперь до брака женщины и мужчины обычно вступают в пробные отношения сколько угодно раз, и требование добрачной нетронутости выглядит просто смешным. В современном браке большинство мужчин и женщин допускают супружескую измену по умолчанию. Многие супруги жены, чаще мужей, смотрят на похождение второй половины сквозь пальцы. Зоя Крахмальникова, когда ей кто-то намекал о том, что свет ходит налево, говорила, ничего, не смылится. Я и мужчин знал, столь же терпимых к шалостям своих жен. А если что, дело кончается просто разводом. Конечно, еще встречаются отелла, готовые задушить своих дездемон, но их становится все меньше. ревность, чувство ущербное. Если ему поддаваться, то надо или держать жену в заперти и выпускать только в паранже, или сходить с ума, когда она выходит на люди с открытым лицом, не говоря уже об оголенных плечах и коленках у носительниц, сарафанов и мини-юбок. Ведь если она не урод, то на работе, на улице, в метро найдется немало самцов, обладающих ее мысленно. Если она живой человек, небезнадежно фрегидно, то она непременно увидит кого-то, на кого направится ее фривольная мысль, а то и желание, пусть мимолетное и легко подавляемое. И воображение, а иногда и сон подскажут самые целомудренные такие картины, о каких она никогда не расскажет мужу, а это значит, что мысленно уже изменила и уже соврала. В Библии сказано, точно не помню, но по смыслу кажется так. Кто пожелал жену ближнего, тот согрешил уже в сердце своем. А есть ли на свете хоть один человек, который хотя бы один раз не пожелал жену ближнего? Что такое измена? Разные люди это понимают по-разному. Жан-Поль Сартер и Симона де Бавуар были близкими друг другу людьми, прожили вместе всю партнеру утолять похотливые желания на стороне. Для меня получить краткое удовольствие на стороне вовсе неравнозначны измене. Измена, когда человека бросают в беде. Моя знакомая изменяла мужа направо и налево, потому что была, как говорится, слаба напередок, а он ее потребностей не удовлетворял. Но при этом она его любила до ума помрачения. Когда он заболевал, сидела у его постели ночами и украдкой плакала, хотя не было для этого серьезной причины, она его в самом деле очень любила, как сына, а к остальному относилась с полным равнодушием, и они были замечательной парой. Я знаю человека, который, по его словам, никогда не изменял жене, то есть спал только с ней и ни с кем другим. Но когда она заболела раком, он не входил к ней в комнату, кипятил после нее посуду, перестал мыться в ванне, которой пользовалась она. Еще один верный супруг пришел в больницу к жене, попавший туда с тем же диагнозом, и объявил, что он с ней жить больше не будет. Есть и такой вид верности. Что касается меня, то я вообще от природы не очень ревнив. Я никогда не следил за своими женщинами, не высказывал подозрений, не устраивал сцен, может быть, поэтому мне никто из них, насколько я знаю, не изменял. Предложение Камилы мне показалось разумным. Жизнь втроем была бы лучшим выходом из положения, тем более, что его я тоже люблю. Я люблю их обоих, они оба любят друг друга, и они оба любят меня, любовь втроем. Были же прецеденты, Брики и Маяковский. Есть представление, что норма сожительства мужчины и женщины есть создание пары однажды и на всю жизнь. Но эта норма давно стала редким исключением. Из всех моих знакомых я знаю только одну пару, которые сошлись в ранней молодости и прожили всю жизнь в одном браке без связи на стороне. У людей, сошедшихся для совместной жизни рано или поздно, чаще рано, возникают противоречия от несовпадения взглядов на жизнь, темпераментов, сексуальной неудовлетворенности, поисков новых приключений, новых влюбленностей и вновь возникающих обязательств. За физической изменой следуют ложь, страдания, подглядывание, подслушивание. Любовь сменяется недоверием, подозрительностью и враждой. Люди приходят к мысли, которую любила выражать Зоя Крахмальникова о том, что институт брака устарел и не отвечает реальным побуждениям человека. Но любой выход из этого не выход. В первые годы советской власти в народе было подозрение, что коммунисты хотят обобществить не только имущество и частный скот, но и жен. Советские пропагандисты над этим смеялись и напрасно. Один из двух главных коммунистов планеты, Фридрих Энгельс, говорил, что при коммунизме жены будут общими, но в этом не будет ничего нового, кроме отказа от привычного лицемерия. В буржуазном обществе, говорил он, цитирую приблизительно, жены и мужья давно уже общие, все живут со всеми, но лицемерно скрывают это, а в коммунистическом обществе можно будет потакать своим инстинктам без лжи. Коммунизм, слава богу, не наступил. Но есть люди, которые пытаются создать новые формы союза двух разнополых существ, предпочитая лжи и лицемерию брачных уз, сексуальную свободу каждого при условии полной взаимной откровенности друг перед другом. Такую форму союза осуществляли на практике Лев Ландау, Жан-Поль Сартер, Жорж Семенон, в России писатель Анатолий Кузнецов и многие другие. Такие условия сосуществования для некоторых жен и любовниц этих людей кончались психическими расстройствами, а то даже и самоубийствами. Говорят, такие отношения это разврат и патология. Но жизнь в браке с изменами и постоянной ложью разве можно считать нормой? Я задаю вопрос. Ответа на него у меня нет и никогда не было. На следующий день Камил опять вызвал меня на улицу. В этот раз он был бледен и глаза его блестели, как говорят лихорадочно. То, что я тебе вчера сказал, чепуха, это отменяется. Никакого Адюльтера не будет. Или, или. Она мне сказала, что она тебя не любит. Что это было увлечение, но оно прошло. Я тебя прошу, оставь нас в покое. Для того, чтобы оставить ее в покое, я должен оставить в покое себя. На завтра мы опять встретились с ней. Я спросил, ты ему сказала, что ты меня не любишь? Нет. Я ему этого не говорила. Я ему сказала, что я не знаю. Но все-таки ты хочешь, чтобы я тебя оставил? Нет, не хочу. Тогда оставь его. Я не могу. Но ведь он ставит вопрос, или-или. Это в истерике. Сегодня он ставит вопрос так, завтра поставит иначе. Она легла, одетая на кровать, закинув руки за голову. Я лег рядом, обнял ее. И так мы лежали долго и молча. Я почувствовал на плече теплую каплю и увидел, что она плачет. Без вздрагиваний и всхлипов. Просто лежит, и слезы текут из глаз. Через некоторое время она встала, умылась, и я опять довез ее, как она хотела, до самого дома. Таиться не было смысла. В третий раз он объявил мне, что все-таки согласен на любовь втроем, в четвертый, что собирается выгнать ее из дому, но при этом дать ей испытательный срок. В пятый раз не он, а я сказал или-или и предложил, мы уходим вместе. Она от Камилла я от Вали. Будь у меня пистолет. Юра Домбровский, с которым я дружил, дал мне ключи от своей комнаты в огромной коммунальной квартире коридорного типа. Сам он в ней не жил. Я с чемоданом въехал в эту комнату. На стенах висели картины со страшными ликами людей, с ощерившимися пастями, с когтями. Иллюстрации к дантовскому аду или гоглевскому вию. Я не придаю значения мистики, но тут мне стало не по себе. Я вышел в коридор. Он среди бела дня был полутемен, сыр и мрачен, под ногами зловеще скрипели половицы. На стене висел черный телефон с диском и дырками для пальца. Я накрутил нужный номер и сказал, я уже здесь. Жду тебя. Ты уходишь или нет? Ответ был нет, я не могу. Я опять или или. Или ты через час будешь здесь, или наши отношения кончены. Через час я схватил чемодан, выскочил на улицу, поймал такси. Дома обнимал Валю, просил прощения, клялся искренне, что с Ирой все кончено. Я правда верил, что так и будет. Квартиру на парковой я сдал, убеждая себя в том, что она мне больше не понадобится. Каждый день я говорил сам себе, что мои сырые отношения кончены, кончены, кончены. Она не пришла, она меня предала, я этого не потерплю, у меня все прошло, я ее не люблю. Но стоило ей позвонить. Она позвонила и сказала, что Камил уехал в Узбекистан, а она решила пожить за городом сказано так, как будто это сообщение просто информационное и меня никак не касается, но прошло ровно столько времени, сколько мне было нужно, чтобы добраться до этого Перхушкова, и я был уже там. Я много лет собирался, но так и не собрался написать роман о любви, основанный на нашей реальной истории. Если бы писал, то попробовал бы взглянуть на ситуацию глазами Иры, Камилы и Вали. Я представлял себе ситуацию так. С Валей проще всего. Она, как всякая деревенская женщина, в свое время стремилась к замужеству, а мужа старается удержать всеми доступными ей средствами, которых было немного. Иру я любил без памяти. К Вали испытывал такую жалость, что если бы не столь сильный соблазн, не решился бы ее покинуть, отношение к Камилу у меня было разное, но никогда не было гордости победителя. Когда мне казалось, что я побеждаю, я испытывала чувство вины. И оно оставалось во мне до самой его смерти. А после смерти было сожаление, что когда мы встретились в больнице уже перед самым его концом, я не сказал ему, как дорог он мне был всегда. Терзаемые противоречивыми чувствами мы с Ирой сходились и расходились. В конце концов, она вызвала меня в ресторан Баку и объявила о своем твердом решении. Она остается с Камилом. Тогда первый и единственный раз у меня появилось желание ударить ее. Но я этого не сделал, а стукнул кулаком по столу и, не дотронувшись до еды, расплатился с официантом. Я за исключением отдельных попыток практически никогда не вел никаких записей и не помню уже, что было зачем. Помню только, что через какое-то время она захотела со мной встретиться, чтобы сообщить, что она меня все-таки любит. И когда-то уйдет от Камилы, но не сейчас, потому что он может сделать что-то ужасное, например, наложить на себя руки. Я сказал, что ничего ждать не буду. С сегодняшнего дня или со вчерашнего буду считать себя свободным от всех обязательств, которых я, впрочем, не принимал. Я бесился от злости и от ревности. Это признание не противоречит прежним моим уверениям, что я не ревнив. Пока она была мне доступна, мне было почти все равно, что у них там с Камилом. Но теперь, когда мне доступ был закрыт, я иногда чувствовал себя способным на что угодно. Будь у меня в то время пистолет, я думаю, жизнь нас всех троих была бы в нешуточной опасности. Первое, что я поспешил сделать, это переспал с ее ближайшими подругами, и мне не пришлось их слишком добиваться. Потом я завел роман с одной симпатичной художницей, портрет которой повесил у себя в запорожце под зеркалом заднего вида. Я специально не сообщал Ире о своих достижениях, но знал, что нужные сведения до нее кто-нибудь донесет. Нет, я не дразнил ее специально. Мне казалось, что она меня разлюбила, и ей все равно с кем и в каких отношениях я нахожусь. Это меня травмировало больше всего. Я очень хотел разлюбить ее. Хотел влюбиться в кого-то другого. Хотел влюбиться в художницу, водил ее в рестораны, она мне нравилась, у нее было много достоинств, но чем теснее было наше общение, тем чувств и неутолимей были мои страдания. У Жоры Владимова От Вали я все-таки ушел и поселился у Жоры Владимова на Малой Филевской улице. Мы, писатели нашего поколения, делились приблизительно на две группы. Авторы юности Аксенов, Гладилин, Анатолий Кузнецов были прозападные, то есть учились или находились под влиянием современных западных писателей Хемингуэя, Ремарка, Селлинджера, Дос Пасоса. А мы с Владимовым, новомирские, больше шли от русской классики. Вражда между нами не было, но неафишируемая конкуренция имела место. Когда кто-то начинал распределять места в литературе, что мне лично было чуждо, то в юношеской группе считалось, скажем, что первый или главный русский писатель сегодня Аксенов, за ним вторым номером шел, может быть, Гладилин, где-то в этом списке были еще писатели, которых сейчас уже никто и не помнит. Когда появился Солженицын, обе группы естественно вставляли в свой список его. Наш список составлял Жора. Он говорил мне, есть три писателя, ты и я и Солженицын. Иногда вставлял сюда же Некрасова. Я никогда деления на первый и второй всерьез не принимал. Я думаю, что если писатель писатель, то он в любом случае занимает свое особое место. И на этом месте никто не может быть лучше или вместо него. Жена Владимова, Лариса Исарова, список мужа сократила и говорила, что современная литература это он и я. Когда я переехал к Жоре, он временно обитал один. Лариса в это время плыла на каком-то корабле по северному морскому пути. Мы с Жорой вместе жили, чинили во дворе наши запорожцы, соревновались в выжимании двухпудовой гири и позволяли себе все, что могут позволить себе свободные молодые мужчины. Жора тогда ухаживал за замужней женщиной по имени Юля, а я за своей художницей. Много времени проводили в ресторане ЦДЛ. Сейчас, когда пишутся эти строки, я тоже бываю изредка в Доме литераторов и иногда пытаюсь мысленно восстановить обстановку того времени с тогдашними завсегдатами. Поэты Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Юра Левитанский, Володя Соколов, прозаики Юра Домбровский, Юра Казаков, Гриша Пожинян, Жора Семенов, Валера Осипов, тогдашний муж Татьяна Самойловой. Никого из них уже нет. Давно ушли писатели предыдущего поколения, а тогда тоже завсегдатые ЦДЛ, Михаил Светлов, Павел Антокольский, Ярослав Смеляков или литераторы враждебного лагеря Сергей Васильев, Сергей Смирнов, Леонид Соболев. Соболев грузной фигурой и походкой напоминал Твардовского. Однажды в ЦДЛ какой-то пьяный приблизился к нему, положил руку на плечо и похвалил неизвестно за что. Ты, Твардовский, молодец. Тот возразил, я не Твардовский, я Соболев. Ну и хрен с тобой, отреагировал пьяный. Враждебные группы обычно друг с другом в ресторане не сталкивались, другое дело на каких-нибудь собраниях, где правые всегда громили левых. И никогда не было наоборот. Рассказывали, что когда-то еще при Сталине здесь уничтожали космополитов. И кто-то из казенных критиков обвинял критика Юзовского в том, что он скрытый антисоветчик, а такое обвинение могло для Юзовского кончиться лагерем. В это время на галерке сидели два старых еврея, и один другого спросил на Идише, что говорит критик. «На что другое, кажется, это был отец Светлова», ответил шепотом «Ер полемизирт Митхер Юзовский». Эту фразу потом завсегдатые ЦДЛ вспоминали много раз как очень смешную, потому что, когда неугодных писателей здесь обвиняли в политических преступлениях, это было никак не похоже на полемику в обычном понимании этого слова. Здесь часто появлялся Евтушенко. Он уже тогда был очень знаменит, признавался многими поэтом номер один, но ему этого было мало. Он не мог пережить, когда кто-то относился к нему не столь восторженно. Одним из невосторженных был Владимир Максимов. Как-то Максимов сидел с Левитанским. Подошел Евтушенко с вопросом «Володя, почему вы меня не любите?» Максимов ответил грубо и попросил Евтушенко отойти от стола. Евтушенко сказал «Вы, Володя, напрасно со мной так говорите. Я ведь владею приемами каратэ». На что Максимов ответил «Я не знаю, Евгений Александрович, какими приемами вас обучали в КГБ. Я плохо воспитан, приемов не знаю, но могу ебнуть бутылкой по голове». Вообще, никаких драк в ЦДЛ я не помню. Они случались, хотя сам я не видел. Но иногда близко к ним подходила однажды Жора Семенов, добродушный, рослый уволень, вдруг, за что-то на меня рассердившись, предложил «Пойдем, подеремся». Я согласился. Пойдем. Он тут же передумал «Не пойду». Я знаю, маленькие дерутся больно. Другой раз в ЦДЛ было жаркое собрание, выступил какой-то правый с упреками, что мы, Ивана, не помнящие родства, клевещим на Сталина. А он был великий вождь. Писатель распинался в любви к Сталину, другие стали свистеть, топать ногами, гнать выступавшего с трибуны. Я, стоя в проходе между рядами, тоже что-то выкрикивал. Вдруг кто-то дернул меня за рукав. Некто с рваной губой, злобно ощерившись, прошипел. А ты помолчи, а то получишь по шее. Это был писатель не нашего лагеря Иван Подерин, сочинявший что-то за каких-то маршалов и потом уличенный в том, что имевшийся у него орден Красного Знамени был не получен им за геройство, а снят с убитого. Мне пришлось ответить ему в том же духе. Через некоторое время я вышел в фойе, встретил там Виктора Николаевича Ильина. Когда мы здоровались за руку, подбежал Подерин с жалобой. Виктор Николаевич, этот человек говорит, что набьет мне морду. Ильин, не желая разбираться в конфликте, попытался выдернуть руку. Но я ее удержал и сказал Подерину, и набью, если будешь лезть. Подерин перешел на вы. Да вы знаете, что у меня второй разряд по боксу? Тогда сказал я, тем более набью. Подерин тихо отошел. Слава КПСС и Наташа Кузнецова Я прожил у Жоры недели две, когда с Северного морского пути пришла телеграмма такого, как мне помнится, содержания. Жора, ЗПТ, Я полюбила другого человека, ТЧК, жму крепко руку, ТЧК, Лариса. Жора был потрясен предательством, хотя поступок Ларисы под понятие предательства не очень подходил. Насколько мне было известно, они давно не спали друг с другом, оба удовлетворяли свои потребности на стороне, и их брак давно превратился в вынужденное при тогдашних жилищных проблемах соседство. Тем не менее, Жора пришел в ярость, потом почти впал в депрессию, затем решил найти Ларисе замену и предложил Юле немедленно переехать к нему. Она, возможно, была бы не против, но ее отношения с мужем были еще достаточно крепкими. Она сказала Жоре, что может быть когда-нибудь, но не сейчас, он сказал сейчас или никогда. Она встала и ушла. Он напился и уже очень пьяный выбежал на улицу. Я выпил меньше и собой вполне управлял. Я вышел на улицу вслед за Жорой и с ужасом увидел его отъезжающим на своем запорожце. Я кинулся к своей машине и понесся за ним. Увидел, что он на полной скорости пересекает Садовое кольцо при красном свете. Пересек, повернул налево и понесся в сторону Нового Арбата, тогда это был проспект Калинина, переходящего в Кутузовский проспект. Я на красный свет не поехал, но при зеленом тоже нажал на газ. Несся по Кутузовскому проспекту, не глядя на спидометр, предчувствия неминуемую беду. Тогда место справа от Триумфальной арки, где от Кутузовского проспекта вправо уходит дорога на Фили, было окраиной Москвы. Между проспектом и этой дорогой стояла железобетонная стена шириной метра три и высотой может быть около двух метров. Назначение стены было непонятно. Она стояла разве что ради бывшей над ней надписи «Слава КПСС». Справа от нее была конечная остановка троллейбуса и маленький домик диспетчерская. Подъезжая к стене, я увидел влепившийся прямо в середину ее и смятый в гармошку запорожец. Владимова в нем уже не было, но я без труда нашел его в домике диспетчерской. Он сидел посреди комнаты на стуле с лицом залитым кровью и мычал что-то нечленораздельное. Вокруг него суетились диспетчер и еще два-три человека. Через короткое время приехала милиция, потом скорая помощь. Его повезли в больницу, я поехал следом, ждал, когда его осмотрят и положат. утром и врач и утром сказал, что у него помимо разбитой челюсти перелом основания черепа и он вряд ли выживет. Утром я ездил туда же с Некрасовым. Другой врач подтвердил диагноз и прогноз. Я поехал посмотреть на месте ли Запорожец и увидел, что разбитая в дребезге машина окружена толпой мужчин, вооруженных кусачками, плоскогубцами, гаечными ключами и отвертками. Они откусывают и откручивают от машины кто что может. Я начал ругаться, толкаться. Мародеры не сопротивлялись, но забегали с другой стороны и продолжали откусывать и откручивать. Наконец мне удалось их как-то разогнать. Я нашел грузовик с грузчиками. Остатки запорожца привез, свалил во дворе Владимовского дома и накрыл брезентом. Конечно, о Владимовской аварии в те дни говорили много. Шутили, что своим поступком он доказал, что слава КПСС несокрушима. Говорили всерьез, что он, как истинный писатель, предвидел свою смерть. Герой его повести «Большая руда» разбился на самосвале и умер от перелома основания черепа. Говорили, что перелом основания черепа это всегда смертельно. Владимов, однако, выжил. Вскоре, после того, как он выписался из больницы, вернулась Лариса с новым мужем и вместе с ним въехала в квартиру на Малой Филевской. Я переселился на время к Световым, получившим квартиру у Курского вокзала, но жившим пока на старой квартире. Муж Ларисы был судовой врач, который, как когда-то деревенский фельдшер, готов был лечить любые болезни. Именно он на дому взялся восстановить Жорину разбитую челюсть. Потом они нашли себе другое жилье, а Жора опять занялся подбором себе новой жены. Кто-то кажется гладилин познакомил его в ЦДЛ с Наташей Кузнецовой, дочерью известного в своих кругах циркового критика. Она была нервная, заикалась и почти каждую фразу заканчивала бессмысленным набором слов паразитов. И все-таки это вот и это самое вот причиной ее нервности и такого странного дефекта речи было то, что, будучи еще школьницей, она пришла однажды домой и увидела своего повесившегося отца. Познакомившись с Наташей, Жора в тот же вечер сделал ей предложение и опять в ультимативной форме. Ей на раздумья даны были сутки. Так долго ждать ему не пришлось. Она утром перевезла к нему свой холодильник и с этого началась их семейная жизнь. Наташа была большая и небезвредная фантазерка. Не знаю, была ли склонность к фантазированию у нее врожденной или развелась после упомянутого вышепотрясения, но фантазии касались ее отношений с мужчинами. Она говорила, что была замужем за клоуном, очень рано умершим, Янгибаровым, что, когда они женились в Ленинграде, их свадьба стала там большим событием. На тройке белых лошадей, украшенных лентами, они проехали через весь город. Свидетелями у них были Володя Венгеров, известный кинорежиссер, и его жена Галя, спортсменка-наездница, ближайшая подруга Наташи. Один очень известный актер Сергей фамилию опущу, безнадежно влюблен в нее, чуть ли не с детства и до сих пор ее добивается. Достоверность ее утверждений иногда подтверждалась наглядно. Однажды мы договорились с Жорой встретиться у него. Я пришел, а он где-то задерживался. Я ждал, разговаривал с Наташей. Вдруг раздался звонок. Наташа сняла трубку и начался длинный разговор. Здравствуй, Сережа. Да нет. Нет, Сереженька, встретиться мы не можем. Да, потому что я таки вышла замуж, и таки да, и таки это самое вот... Да, Сережа, я его люблю. Ты его знаешь, я не хочу называть, но он таки очень известный писатель. Да, это очень серьезно. Ты знаешь, Сережа, что на несерьезные отношения я бы никогда не согласилась. Ну, да, и это так, и это самое вот... Я передаю этот разговор в сильном сокращении, но суть его была в том, что звонивший очень настаивал на их встрече, а она отказывала то раздраженно, то мягко, уговаривая его не тешить себя напрасными иллюзиями. В этих фантазиях она себя изображала иногда и с не самой выгодной стороны. Одним из ее мужей был, по ее словам, Валерий Осипов. Они жили душа в душу, она его очень любила. Он часто ездил в командировки. Однажды надолго уехал в Сибирь на съемки фильма, по его сценарию неотправленное письмо. Главную роль в фильме играла Татьяна Самойлова. Когда Валера должен был вернуться, Наташа приехала на аэродром встречать его, увидела, как он спускается по трапу с Татьяной, все сразу поняла, что у них роман, и тихо ушла, никому ничего не сказав. Я всем ее рассказам до поры до времени верил. Но как-то в ЦДЛ встретил Валерку, так его называли друзья, сказал ему, что знаю его бывшую жену Наташу. Он удивился, какую Наташу. Оказалось, что он вообще не знает, кто она такая. Потом выяснилось, что ни Галя Венгерова, ни актер Сережи тоже с ней не знакомы. Вспоминая страстный разговор по телефону с Сережей и другие подобные, я думал и не мог понять, и сейчас не понимаю, как она организовала эти представления. Ассистировал ей кто-нибудь или на другом конце никого не было? Но ведь телефонный звонок раздался при мне. И она начала разговор со слов «Здравствуй, Сережа». Я же вообще никаким ее словам не верил. Не верил, например, проженить бус Янгибаровым. Но Володя Корнилов рассказал, что когда он пришел однажды днем в кинотеатр России, где шел документальный фильм о Янгибарове, он увидел ее в совершенно пустом зале. Она смотрела на экран и плакала. Браки не всегда свершаются на небесах, но некоторые свершаются именно там. Лариса Исарова и Наташа Кузнецова не были похожи друг на друга. И все-таки было в них что-то общее. Лариса, пока была женой Владимова, много раз повторяла его любимую мысль о количестве существующих писателей, и мне говорила, что их только два или три, включая нас обоих в этот шорт-лист. Но, разойдясь с Жорой, и, может быть, на что-то обидевшись дополнительно, она написала и напечатала в каком-то журнале статью, в которой оценивала нас обоих так низко, что мы, конечно, уже ни в какой список, даже самый расширенный, попасть не могли. Я сказал, что Наташины фантазии были не безобидны. О ком бы речь не зашла, оказывалось, что она хорошо знала этого человека и может рассказать о нем много плохого. Всех, кто звонил Владимовым или заходил к ним в гости, она подробно расспрашивала о тех, кого знал пришедший, потом услышанное обрабатывала и в отредактированном ею виде, с добавлением художественного вымысла, распространяла среди знакомых. Она стала рассказывать Жоре что-то сначала про Иру, о том, какая она ужасная интриганка, кем Ира никогда не была, и убедила в этом Жору, который, как ни странно, ей верил безоговорочно. Она собой плохо владела, потому что вскоре начала распространять какие-то гадости и обо мне в то время, когда, как мне казалось, еще очень хорошо ко мне относилась. Я ее однажды спросил зачем она старается поссорить меня с Владимовым. Она расплакалась, уверяя, что очень меня любит, как друга, и никогда не посмеет сказать обо мне ни одного плохого слова. Своего обещания она не сдержала, но, кроме того, поставила меня однажды в очень неудобное положение. Это было в пору моего разрыва с Ирой. Пытаясь ее кем-нибудь заменить, я начал ухаживать за одной актрисой. Наши отношения были на платонической стадии, когда мне понадобилось на две недели уехать к родителям. Поехал, вернулся, позвонил актрисе, услышал, что она меня знать не хочет. Почему? Наташа ей сказала, что я никуда из Москвы не уезжал, а просто прятался. Моим заверением, что это ложь, актриса не поверила. Наш роман разрушился, не успев начаться, о чем я, правда, никогда не жалел. Но мои отношения с Жорой Владимовым стали совершенно невозможны, и я их прекратил. Таким образом, с Владимовым разошлись многие из тех, с кем он раньше общался и даже дружил. Оставшиеся Наташу опасались. То ли Гладилин приходил к Владимовым, но на вопрос Наташи, как поживает такой-то, уходил в несознанку, никого не знаю, ничего не видел, ничего не слышал. Гром среди ясного неба Осенью 1965 года я был практически бездомен, и чтобы не слишком обременять друзей, взял путевку в Переделкино, где начал работать над двумя товарищами. Пользуясь уединенностью и отсутствием телефона, работал с очень необычной для меня скоростью, писал по 15 страниц в день, рассчитывал, что напишу черновой вариант дней за 20. И вдруг, когда я был в середине работы, меня вызвали в центральный корпус к телефону. Я свободно, сказала Ира. Гром среди ясного неба. Я уже не ждал, не хотел и не думал. Я заколебался. Как быть? Просто брать ее без всяких условий? Нет, я не должен торопиться, я должен подумать. У нее есть черты характера, которые настораживают. Она считает, что данное обещание ничего не значит. А для меня значит все. Я должен подумать, должен поставить условия. Я не имею права бросаться, очертя голову. Говоря себе все это, я уже бежал к своему запорожцу, уже вставлял ключ в замок зажигания, уже до предела давил на педаль газа и несся навстречу своей судьбе. Осенью 1965 года мы сняли однокомнатную квартиру на Масфильмовской улице и стали жить вместе. Два товарищи Два товарища я все-таки написал, примерно так, как задумал. В это время, работая над Чонкиным, я понимал, что пока я занят им, мне надо будет на что-то жить, а потом вообще неизвестно, что и как сложится, поэтому надо написать что-то такое, что можно беспроблемно печатать и что способно пошатнуть представление начальства о моей неблагонадежности. В повести я описал правдиво, но стараясь избегать политических и социальных подтекстов, себя примерно таким, каким я был 18 лет, без поправки на себя более взрослого и критически воспринимавшего советскую жизнь. Сознательно не вплел в повесть никакого активного сюжета. Просто два шалопая призывного возраста работают на заводе, ухаживают за девушками, оба готовятся в армию. И ничего не происходит. Считая, что повесть новому миру не очень подходит, отнес ее сначала в юность, там повторилась старая история. Рукопись взяли и держали неделю, две, три, не помню сколько, пока я не разозлился и не отнес ее все-таки в новый мир. В новом мире прочли. Твардовский созвал редколлегию, Ася, Сац, Герасимов и Дементьев меня защищали. Твардовский, Лакшин, Кондратович и ЗАГС были против. Твардовский говорил резко и извительно, что повесть пустая и даже лакировочная, рассчитана на то, чтобы на пустом месте смешить, можно еще сказать, с сарказмом веселая повесть. Придрался к сцене, где герой оказался в милиции, считая, что я ее описал недостаточно реалистично и очень сурово спросил, а вы знаете, что в милиции бьют? Я сказал, это я знаю, наверное, лучше вас, Александр Трифонович. Если хотите, опишу, как это бывает. Нет, сказал он, этого не надо. И дальше. Поскольку единого мнения нет, поставим на голосование. Кто за, кто против. Голоса разделились поровну. Поскольку я главный редактор, мой голос засчитывается за два. Повесть не принимаем. Два товарища я писал в двух вариантах. Повесть и сценарий. Сценарий для денег, которых за кино дают гораздо больше, чем за журнальные публикации. В сценарном варианте вещь называлась призывной возраст. У меня был договор с незадолго до того созданной экспериментальной студией. Художественный руководитель Григорий Чухрай, директор студии Владимир Александрович Познер, отец ныне известного телевизионного ведущего. В студии тоже отнеслись к сценарию критически. Чухрай считал, что в нем не хватает остроты. «Я признался, что хотел написать такую вещь, чтобы легко прошла. Так вы что, для начальства пишете ваши книги?» Сурово спросил Чухрай. Ему это было трудно понять, потому что он все делал всерьез, беря острые по тем временам проблемы. Но разница между мной и им состояла в том, что он по своему мировоззрению был советский человек, проблемы ставил острые, но допускаемые и понимаемые партийным начальством, а я был чужой. И это было видно. Все сюжеты, которые приходили мне в голову, были абсолютно непроходимы, и два товарища являлись исключением. Разумеется, отношением к повести на студии, особенно в новом мире, я был расстроен, но не обиделся. Я сам считал свою повесть для нового мира слишком неострой и бесконфликтной, и не думал настаивать на ее публикации. Но позвонил Александр Григорьевич Дементьев, пригласил к себе, сказал, что повесть ему понравилась, но ее надо сделать поострее. Вняв его совету, я написал сцену избиения героя хулиганами и его лучшим другом Толиком, которого хулиганы заставили это делать. В этом варианте Дементьеву удалось протолкнуть двух товарищей в новом мире, преодолев Кондратовича и убедив Твардовского, что автор над текстом поработал. Повесть так же, как мои предыдущие вещи, имела большой, однозначный, даже не совсем ожидавшийся мною успех, в данном случае даже двойной успех, потому что понравилось начальству и не разочаровало читателей. Переделанный сценарий тоже был принят, за него боролись несколько режиссеров, но кинофильмом он не стал по причинам, о которых речь будет ниже. Разговор через переводчика. По двум товарищам я написал еще и пьесу. Сначала для театра советской армии, где она была почти немедленно принята. Театр ее принял и направил в отдел культуры главного политического управления, главпура, генерал-майору Востокову. Востоков пригласил меня и завлита Владимира Блока для обсуждения. Пьесу в целом одобрил, но нашел, что герой недостаточно идеен. Нужно, чтобы он шел в советскую армию, сознавая, что идет выполнять свой патриотический долг. Генерал говорил, сыпал замечания, не слишком невыполнимые. Вдруг позвонили по телефону, генерал выслушал то, что ему сказали, встал. Извините, вызывает начальство, но набрал номер, сказал кому-то, Иван Петрович, зайди. Тут же вошел полковник. Востоков представил его как своего заместителя и сказал, что он продолжит обсуждение. И полковник продолжил. Прямо с того места, на котором остановился генерал. Через запятую. Как будто слышал все, что говорил Востоков. Скорее всего, и правда слышал. Собственно, все обсуждение свелось к тому, что Востоков, а потом полковник говорили, и мы с блоком кивали головами. Это не значит, что я готов был все принять. Это была общепринятая тактика, соответствовавшая армейскому неписанному правилу. Получив приказание, отвечай, слушаюсь, а дальше можешь не выполнять. Обсуждение закончилось, спустились вниз. В коридоре первого этажа встретили высокого генерал-полковника. Это был замначальника главпура Михаил Харитонович Калашник. Полковник с ним поздоровался, они обменялись рукопожатиями. Как дела? спросил Калашник. Вот, товарищ генерал-полковник писатель Войнович. Генерал сверху вниз посмотрел на меня. Как-то странно хихикнул. Что-то пробормотал вроде приятно, руки не подал. Но спросил полковника, чем мы занимались. Тот сказал, что обсуждали пьесу. Хорошо. А над чем он сейчас работает? А над чем вы сейчас работаете, спросил полковник. Я удивился такому способу ведения разговора, но ответил полковнику, что работаю над романом о Великой Отечественной войне. Работает над романом о Великой Отечественной войне, доложил полковник, как бы исполняя роль переводчика. Очень хорошо, похвалил меня генерал. Но скажите ему, что сейчас интереснее был бы роман о современной армии. Очень хорошо, перевел мне полковник, но товарищ генерал-полковник говорит, что сейчас интереснее был бы роман о современной армии. Во время перевода генерал согласно кивал, после чего пожал полковнику руку, меня удостоил кивка и удалился. Такой способ общения мне уже был знаком. Первый раз его продемонстрировал мне Твардовский, а мне такой опыт пригодился при создании образа в Москве 2042 генерала Смерчева. Вскоре после обсуждения у Востокова мне позвонил Завлит Владимир Борисович Блок с напоминанием, что пьесу надо как-то идейно укрепить. Как ее укреплять я не знал и предложил, чтобы он это сделал сам. Он воспользовался моим разрешением и вписал укрепляющую фразу. У меня герой пьесы хочет быть летчиком, потому что хочет просто летать. В добавленной Блоком фразе он говорит маме, что не может оставаться на земле, в то время, когда прогрессивные летчики воюют во Вьетнаме. Я возражать не стал, предполагая, что после окончательного принятия пьесы я прогрессивных летчиков немедленно выкину. Так и получилось. Пьеса прошла, прогрессивные летчики вылетели из текста. Я огорчился, узнав, что ставить спектакль будет не главный режиссер театра Андрей Попов о некий Михаил Буткевич, пришедший каким-то образом из мало кому известного института культуры. Да и при личном общении он произвел на меня впечатление слишком скромного, легко соглашающегося на все человека. К нему приходили известные актеры проситься на роли, он никому не отказывал, улыбался, кивал головой. Первое впечатление оказалось очень ошибочным. Буткевич точно знал, чего он хотел, на роли выбрал только тех актеров, которые наилучшим образом подходили, мягко и улыбчиво настаивал на неуклонном исполнении его указаний, и спектакль получился замечательный. Двух товарищей играли солдаты срочной службы, Алексей Инжеватов и Виктор Пармухин, девушку Таню Наташа Вилькина, бабушку Любовь Ивана Добржанская. Это была одна из лучших ролей этой замечательной актрисы. Мне до самого конца не верилось, что спектакль выйдет. На прогон, то есть последний спектакль, перед премьерой явилась комиссия во главе с очень суровым на вид вице-адмиралом. Сразу после спектакля они поднялись на сцену. Ко мне подбежал бригадир рабочих сцены и прошептал «Не уступайте им ничего». Но они, к моему удивлению, ничего особенного не требовали, кроме одной фразы. Героиня говорила, что Гагарин один раз в космос слетал и теперь получает много денег. Мне самому фраза не нравилась. Я ее снял без колебаний. Премьера спектакля 2 марта 1968 года для участников стала особым событием. Спектакль его участникам оказался так дорог, что они еще несколько лет подряд каждого 2 марта годовщину премьера отмечали как праздник. У Леши Инжеватова праздник был двойной. В этот день родилась его дочь Маша. Открытый процесс при закрытых дверях. Еще в феврале 1966 года судили Синявского и Даниэля. С Даниэлем я за несколько дней до его ареста шапочно познакомился, а Синявского знал по еще свежей в памяти новомирской полемической статье. Накануне суда жены арестованных Марья тогда она называлась Майя Розанова и Лариса Богораз распространили среди писателей книги Синявского и Даниэля, что было по тем временам смелым поступком. Ведь книги признаны антисоветскими, то есть распространение их есть уголовное деяние, и одно только оно должно было быть делом наказуемым. Ко мне тоже книги попали. Я прочел, удивился. Они художественно были не очень высокого уровня и по остроте не превосходили того, что публиковалось в нормальной подцензурной печати. Некоторые опубликованные вещи были поострее. Суд считался гласным и открытым, но ни гласности, ни открытости не наблюдалось. В зал пускали только по билетам, которые выдавались не каждому, в основном агентам КГБ. Люди спрашивали, если процесс открытый, то почему пускают не всех? На что им отвечали, мест в зале не хватает. А вы что? Задавался и такой вопрос, хотите, чтобы их судили на стадионе, как в Китае? Я, конечно, тоже билета не удостоился. Суд был откровенно неправый, сопровождавшийся печатными поношениями подсудимых и публичными выступлениями правоверных коллег. Особенно мерзко прозвучало выступление на съезде партии Шолохова, пожалевшего о временах, когда таких, как Синявский и Даниэль просто расстреливали. Вейло тридцать седьмым годом. Было страшно за себя и за страну. Но все-таки время для таких процессов было уже не совсем подходящее. В тридцатых годах внутри страны был большой страх, а за ее пределами незнание того, что происходит внутри. Многие люди и внутри, и снаружи не верили, что такой террор и такая ложь вообще возможны. были еще сплочены слепо верившие в пролетарское государство западные коммунисты. Но за три десятилетия многое стало известно. Огромную роль в донесении до людей независимой информации стало играть радио, вещавшее на коротких волнах и делавшее недостаточно эффективной советскую цензуру. Слушая ежедневно западное радио, я понял, что расправа над двумя до того мало кому известными литераторами это безумная затея, про которую Толейран сказал бы, что это больше чем преступление, это ошибка. Я понимал, что взывать к закону справедливости или чувству гуманности наших властей дело бессмысленное, но ведь не круглые же они дураки. Если предположить, что они действительно озабочены крепостью советского строя и надежностью его устоев, его репутацией в мире, то неужели не понимают, что делают? Тогда мне казалось, что столкнувшись с бурной мировой реакцией на процесс, партийное начальство пребывает в смятении. Все западные радиостанции, во-первых, выступали в защиту Синявского и Даниэля, во-вторых, в эфире читали повести и рассказы арестованных авторов, на которые раньше никто бы не обратил внимания. Я не исключал того, что руководство КПСС поняло, что попало в просаг, желает выйти из положения, не теряя лица, и решил подсказать им возможный выход. Во время и после суда советские газеты соревновались друг с другом, утверждая, что суд был справедливый. Больше других изощрялся корреспондент известий Юрий Феофанов, написавший из зала суда несколько репортажей, один из которых назывался «Здесь царит закон». Автор был из тех журналистов, которые умели лгать особенно ловко, то есть так, что их материалы неопытному читателю могли показаться правдивыми, а аргументы резонными. В 90-е годы Феофанов перестроился или подстроился под время и стал публиковать статьи в самом деле толковые, потому что юридически был грамотен, да и писать умел. Слава Богу, у нас есть КГБ. Поскольку литературная общественность волновалась как будто больше других, к писателям в ЦДЛ явился ведший процесс председателя Верховного Суда РСФСР Лев Смирнов, человек примечательной биографии. На Нюрнбергском процессе он был заместителем главного обвинителя от СССР Романа Руденко. В 1962 вел процесс рабочих, участвовавших в расстрелянной войсками демонстрации в Новочеркасске. Сто с лишним человек отправил в лагеря, а несколько признанных зачинщиками по его приговору были казнены. Их реабилитировали только 30 лет спустя. Явившись на встречу со Смирновым, я в фойе ЦДЛ увидел Юрия Левитанского, который, будучи всегда крайним пессимистом, сказал, что Смирнов человек очень образованный и, конечно, найдет в свою пользу достаточно убедительных аргументов. Я в это не поверил. Я был тогда и сейчас убежден, что превратить ложь в правду никаким красноречием невозможно. Встреча проходила при забитом до отказа зале. Председательствовал Сергей Михалков. Смирнов, желая расположить писателей к себе, демонстрировал свою образованность, знание английского языка, упоминая вскользь, что по утрам читает Морнинг Стар, и не боялся произнести слово феномен с ударением на втором слоге. Синявского и Даниэля, по его словам, судили не за то, что они печатались за границей, а за то, что совершили преступление. А в чем состояли преступления, если не в печатании за границей, несмотря на образованность и опытность, в демагогии объяснить не смог. Я послал Смирнову записку без подписи с вопросом, не может ли писательская организация взять Синявского и Даниэля на поруки? Записку прочел Михалков. Всплеснул руками, какие поруки! И прибавил, слава богу, у нас есть КГБ, охраняющие нас от таких писателей. Автор гимнов всех времен и режимов в своих интервью постоянно подчеркивал, что совесть его по ночам не мучает, естественно. то, чего нет, болеть не могло. Объясняя свою готовность служить, я бы сказал услужать любому режиму, автор дяди Степы говорил, что Волга при любой власти впадает в Каспийское море. Река Рейн тоже всегда впадала в Северное море, однако деятели искусства, активно сотрудничавшие с гитлеровским режимом, были осуждены обществом и подвергались астракизму некоторые пожизненно. После встречи с судьей все покинули зал подавленные. Ко мне подошла Вика Швейцер, работавшая в аппарате Союза писателей. Там кто-то послал записку насчет того, чтобы взять ребят на поруки. Тебе не кажется, что это разумное предложение? Я сказал, что кажется, но в своем авторстве не признался. Через несколько дней стало ходить по рукам коллективное письмо с использованием моей идеи. У письма были критики, которые, оправдывая свое нежелание подписаться, говорили, что предлагать взять Синявского и Даниэля на поруки значит признать их преступниками. Формально с этим можно было согласиться, но тактически я и сейчас, десятилетия спустя, считаю, что вопрос был поставлен правильно. И если бы вожди прислушались голосу не совести, но разума, то крак советской системы произошел бы попозже. У них была возможность сделать хорошую мину при плохой игре. Сказать, мы считаем этих людей преступниками, но если вы готовы их перевоспитать, попробуйте. Однако они, отправив писателей в лагеря, вызвали бурю возмущения в стране и в мире. Породили диссидентское движение и еще долго, последовательно и усердно рубили сук, на котором сидели. У меня был сосед Илья Давидович Константиновский. Он советских вождей называл глистократией и разрабатывал в основном болтовне теорию глистократии. Он считал, что члены глистократии, то есть просто глисты, забираются в мозг, пожирают его. Им нет никакого дела до того, что они когда-нибудь разрушат питающий их организм и сами погибнут. Глисты живут сиюминутными интересами. Я не мог не отреагировать на процесс Синявского и Даниэля. Если бы я оставался никому неизвестным рабочим, то, скорее всего, промолчал бы, понимая, что мой голос будет услышан разве что местным отделением КГБ. Но став писателем, автором программного для меня рассказа «Хочу быть честным» я не оставил себе возможности отмолчаться. У меня был какой-то круг читателей, которые, может быть, хотели бы знать, как я отношусь к тому, что происходит. У меня не было ни малейшей склонности к какой бы то ни было политической активности, но я был согласен с утверждением одного из героев Павла Нилина. Мы отвечаем за все, что было при нас». Наши первые петиции были очень вежливыми и выдержанными по тону обращениями лояльных граждан к своему уважаемому правительству. Они были властью высокомерно проигнорированы. Бабий Яр В сентябре 1966 года из Киева позвонил Вика Некрасов. «Володька, приезжай. Я к годовщине расстрела евреев в Бабьем Яру задумал кое-какую акцию». Обычно мы, литераторы, помнили о том, что наши телефоны прослушиваются и старались говорить обиняками, а Некрасов все говорил прямым текстом. Я собрался ехать. Ко мне присоединились Феликс Светов, Виктор Фагельсон, редактор издательства «Советский писатель» и Владимир Корнилов. Мы купили билеты и отправились на поезде в Киев. Мы не сомневались, что за нами следят и не исключали возможности быть снятыми с поезда. В Киеве нас встретил высокий стройный человек в габардиновом плаще. Представился я от Некрасова. Виктор Платонович вас встретить не смог и поручил это мне. Мы пошли за ним всю дорогу, допуская, что это, возможно, КГБшник, который ведет нас прямо в Киевское управление КГБ. Но, как ни странно, он привел нас к Некрасову. У этого человека была кличка Гаврила, а звали его Гелий Снегирев. Он работал режиссером документального кино на Киевской студии. В квартире Некрасова был прямо-таки революционный штаб. Пока мы пили кофе со свежими булочками, приходили какие-то люди, получали от хозяина указания, уходили. Сразу скажу, что Некрасов в организаторы чего-нибудь никогда не годился и тут выступал в несвойственной для него роли. Итак, мы завтракали. Очень вкусно. Мы, московские люди, привыкли, что все заботятся о весе, держат диету и едят что-нибудь черство и полезное. Но Некрасов такой образ жизни всегда презирал, никогда ни от чего не воздерживался, ни от еды, ни от курения, ни от питья. Мы пообщались и договорились встретиться на митинге. Бабий Яр был полузапретной темой. Если упоминался в каких-то газетах, то говорилось невнятно, что там были расстреляны советские люди разных национальностей, хотя все знали, что там гитлеровцы массово расстреливали именно евреев. Советская власть ненавидела описания фашистских зверств, потому что они намекали на саму советскую власть. Все, кто видел фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», понимали, что этот фильм не только о Третьем Рейхе, но и о советской власти тоже. Когда его смотрели Политбюро, главный идеолог КПСС Михаил Суслов спросил Рома «Михаил Ильич, за что вы нас так ненавидите?» При советской власти нигде нельзя было ни написать о предстоящем митинге, ни поместить объявления. И слухи имели огромное значение. Вообще, слух сам по себе был испытанным средством массовой информации и действовал более надежно, чем теперешняя реклама. Например, когда в 1967 году в журнале «Москва» вышел роман «Мастер» и «Маргарита Булгакова», я подумал, «Ну, кто читает журнал «Москва»?» «Утром выйду и легко куплю его в киоске». Я вышел. Оказалось, уже все разобрали. Пошел в другой киоск, тоже нет. Журнал мгновенно раскупили по всей Москве, хотя не было никаких объявлений о выходе в нем романа Булгакова. И сам Булгаков был в то время, как казалось, малоизвестным автором. Когда мы пришли в Бабий Яр, там уже собрались тысячи людей. Стали ждать Некрасова, поскольку знали, что главный устроитель — он. Ждали-ждали, его нет. Вышел вперед пожилой еврей. «Чего мы ждем?» — сказал он. «Это народный митинг. Давайте начнем и для начала помянем погибших». Это был, наверное, редкий, а может быть, первый за многие годы советской власти действительно стихийный, несанкционированный властью митинг. Сначала выступил кто-то из евреев, потом украинец. «Уважаемые евреи, я сюда попал случайно», — сказал он. «И хочу выразить свою солидарность. Я знаю, что многие украинцы участвовали в уничтожении евреев. Мне стыдно за это». Уже выступили несколько человек, когда, наконец, появился Некрасов. Толпа зашумела. Некрасов прошел мимо нас. Рядом со мной стояли две пожилые еврейские женщины. «От него пахнет», — шепотом сказала одна. «Я ему это прощаю», — шепотом ответила другая. Некрасов произнес речь. Он сказал, что 25 лет назад здесь были расстреляны десятки тысяч людей. «Это были евреи», — подчеркнул он. «Потом очень резко выступил украинский диссидент Иван Дзюба. После митинга Дзюбу стали таскать в КГБ, а Некрасова он на войне вступил в партию, на партбюро. На митинге люди говорили и приняли резолюцию, опять-таки без санкций властей, что надо поставить памятник погибшим евреям. Власти, естественно, были всем этим очень недовольны. Но с тем, что произошло, не смогли не посчитаться. Через две недели в Бабьем Яру появился камень с надписью, что здесь будет стоять памятник погибшим. А много позже возник и сам памятник. Теперь, говорят, там даже несколько памятников. И это заслуга Некрасова. Его поступок был рискованным, по тем временам даже вызывающим. он не остался незамеченным и прощенным властью. Восторженный поклонник. Постановка «Хочу быть честным» не удалась театру на Таганке, но не сгинула. В 1967 году свой сценический вариант повести в театре МГУ поставил тогда еще мало кому известный молодой режиссер Марк Захаров. У Захарова это прошло может быть потому, что театр считался самодеятельным и к нему особенно не придирались. Мой вариант был по провинции распространен единственным в стране и государственным всесоюзным управлением по охране авторских прав. ВУОАП. В Москве еще при Хрущеве пьесу взялся пробивать и делал это настойчиво и энергично главный режиссер театра имени Станиславского Борис Львов-Анохин. Дело это казалось долгим и сложным. На пути его случались разные препятствия и казусы. Чтобы рассказать об одном из них вернусь в 1961 год. Вскоре после опубликования «В новом мире мы здесь живем» мне позвонил незнакомый человек по фамилии если не ошибаюсь Левинский. Мы с женой сказал он прочли вашу повесть и получили огромное удовольствие. Вы пишите так свежо правдиво с добрым и мягким юмором. Мы читали друг другу вслух смеялись и наслаждались. Вот и звоню вам просто чтобы выразить наше восхищение. Наговорил еще много чего хорошего и исчез. Через два года после выхода хочу быть честным и расстояние в полкилометра опять позвонил. Мы с женой прочли ваши рассказы снова восхищены здорово правдиво смело и дальше получасовой панигирик с повторением слов честность свежесть чувство юмора к сожалению добавил он легко предвидеть что у вас будут большие неприятности. Недоброжелатели завистники чиновники от литературы обвинят вас в мелкотемье очернительстве и еще и еще в чем-нибудь подобном но вы не принимайте это близко к сердцу помните завет Пушкина хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца мы с женой уверены что у вас хватит характера противостоять всем нападкам и вот у меня написана пьеса театр Станиславского желает ее поставить хотя после критики Ильичева это дело кажется маловозможным но Львов Анохин человек настойчивый на что-то еще надеется первой трудно преодолимой инстанцией было управление культурой Моссовета начальник управления Борис Евгеньевич Родионов управлял не только театрами но и шахматами имея первый разряд по шахматам он был вице-президентом Фиде сам по себе человек может быть неплохой он по должности обязан был держать и не пущать что и делал не проявлял излишней летивости но помнил что полное отсутствие ее может стоить ему карьеры когда моя пьеса добралась до обсуждения в управлении я подозревал и не зря что шансов быть допущенной к постановке у нее практически нет так все и вышло в кабинете Родионова собрались мы с Львовым Анохиным и работники управления среди которых я обнаружил и моего энергичного поклонника Левинского началось обсуждение участники которого ругали и рассказ и пьесу выдвигая привычные обвинения мелкотемия приземленность очернительство Львов Анохин и я возражали те твердили свое Левинский держа на коленях пачку листов бумаги делал какие-то пометки в общем разговоре не участвовал ни на кого не смотрел и моих взглядов избегал но вот все отговорились Родионов обратился к Левинскому а вы что скажете Левинский встрепенулся как ото сна кто я что я могу сказать могу сказать что с творчеством автора я знаком давно тут я воспрянул немного духом помню высокое мнение Левинского обо всем что я к тому времени сочинил я продолжил мой поклонник читал его первую повесть мы здесь живем и она как мне показалось была можно сказать не бесталанна но уже там были мной отмечены те недостатки или точнее сказать пороки которыми так изобилует обсуждаемое нами произведение мы должны прямо и принципиально сказать автору что ни рассказ ни пьесы ему не удались Левинский говорил это все по-прежнему не глядя ни на кого после первых же фраз вспотел очки у него сползали с носа руки и ноги тряслись а левое колено подпрыгивало он прижал его двумя руками тогда стала подпрыгивать правая он прижал оба колена но упали на пол бумаги ползая по полу и подбирая бумаги он уронил очки при этом продолжал свою речь из которой выходило что пишу я плохо и людей описываю нехороших наш советский театр обязан внушать зрителю чувство оптимизма показывать ему настоящих героев нашего времени людей преданных коммунистическим идеалам людей которым стоит подражать а не таких безвольных и бескрылых каких нам представил автор подобрав бумаги Левинский сел на место но еще долго продолжал свою речь дрожа всем телом и отдельными членами обратите внимание главный герой унылый мизантроп которому в этой жизни ничего не нравится ни профессия ни работа ни женщина с которой он состоит как будто в любовных отношениях начальник его бюрократ и тупица прорабы алкоголики рабочие халтурщики спрашивается какую жизнь описывает автор нашу советскую или все это происходит где-то в Америке если бы я не помнил все что слышал от Левинского по телефону я бы не мог себе представить что это говорится не искренне обсуждение закончилось решительным запрещением пьесы после высказывания Ильичева оно ничем другим кончиться не могло я первым покинул помещение и пошел по коридору в сторону выхода и вдруг услышал позади себя дробный топот Владимир Николаевич Левинский меня догнал схватил за руку и глотая слова быстро-быстро зашептал вы меня извините вы поймите у меня такая должность я иначе не мог я человек подневольный у меня жена дочь вы понимаете я вас понимаю ответил я но хочу посоветовать если не можете быть подлецом не пытайтесь им быть вы слишком волнуетесь а это опасно для вас же у вас может случиться инфаркт или инсульт и вы умрете в рассвете лет никакая ваша должность не стоит того чтобы из-за нее подвергать здоровье такому испытанию больше я его никогда не видел и он мне больше не звонил но насколько мне известно он прожил после этого еще лет по крайней мере 25 литвинов и гинсбург процесс синявского и даниэля вызвал много проявлений недовольства в основном среди научной и творческой интеллигенции наиболее распространенная форма их была в виде адресованных высшему начальству петиций во вполне верноподданическом духе но были протесты и более острые в которых участвовала радикально настроенная молодежь 5 декабря 1966 года в день советской конституции группа молодых людей в их числе Владимир Буковский вышла на Пушкинскую площадь с плакатами содержавшими казалось бы весьма скромные требования уважайте конституцию однако власть не сочла их скромными участников разогнали некоторых потащили в милицию но вскоре выпустили на этот раз в другой раз за это же участников сажали или лечили в институте сербского Александр Гинзбург протестовал иначе создал белую книгу в которой собрал все материалы по делу Синявского и Даниэля книгу передал на запад и она вскоре была там опубликована я познакомился с Гинзбургом через Павла Литвинова внука сталинского в наркома иностранных дел с родителями Павла Мишей и Флорой а потом уже и с ним самим я познакомился у Симы и Лили Лунгиных родителей ныне знаменитого кинорежиссера Миша Литвинов ученый горнолыжник и альпинист был человеком довольно известным но не так как отец и впоследствии сын тогда Павел прославился как диссидент Миша говорил что раньше он всегда был сыном Литвинова а теперь стал отцом Литвинова осенью 1967 года еще незнаменитый Павел позвонил мне и сказал что хочет зайти с одним интересным человеком и пришел с Гинзбургом они принесли мне белую книгу в сборник входили стенограмма процесса отклики на него в печати протесты внутри страны и за границей Гинзбург держался скромно но говорил о падении советского режима и о будущем устройстве страны как о чем-то неизбежном и решенном я запомнил что мы в разговоре даже вдавались в такие подробности как права республик в составе нового государства до того что республики вообще отпадут от государства мы пока не договорились но сошлись на том что это будет конференция в которой республики станут практически независимыми и имеющими все права существующие в СССР только на бумаге вплоть до самоопределения и отделения Петр Ионович Якир еще раньше не помню где я познакомился с Петром Якиром судьба которого один к одному была похожа на судьбу Камила отец известный советский командарм был расстрелян сын провел в лагерях много лет после освобождения Петр окончил историко-архивный институт с возникновения диссидентского движения был в нем на первых ролях мне он с самого начала часто звонил и бывал у меня дома поначалу он меня удивлял тем что по телефону говорил прямо не прибегая к привычному в нашей среде эзопову языку звонил и говорил вчера вечером арестовали Алика Гинсбурга в квартире был четыре часа обыск забрали все печатные материалы конфисковали машинку и дальше полный отчет со всеми подробностями которые в нашем кругу были бы изложены намеками например так знаешь этот Алик который друг Павлика который сын альпиниста так вот он поехал дома был большой беспорядок все бумаги и машинка исчезли шифровали мы наши сообщения примитивно и разгадать их было нетрудно но говорить прямо язык привыкший к иносказаниям не умел а Якир как и Виктор Некрасов говорил прямо меня удивляло что он ничего не боится я считал это признаком свободного человека и мне тоже хотелось быть таким же как-то мы с Якиром где-то и зачем-то встретились и поехали на такси он предложил мне обратить внимание на шедшую сзади Волгу видишь серую машину это за мной ездит я ему не сразу поверил еще не привык к слежке потом мы вышли и сели в другое такси опять за нами та же машина я довез Якира до нужного ему места и поехал дальше шофер спросил кто был человек которого мы высадили я тогда считал что должен везде всем и во всех случаях говорить правду объяснил Петр Якир сын расстрелянного командарма и сам сидел много лет теперь борется за справедливость за права человека против произвола и так далее шофер внимательно выслушал покачал головой теперь меня наверное куда-нибудь вызовут и будут спрашивать кого ты возил я ответил если спросит скажите что везли Якира и меня и назвал себя как? переспросил он и записал мою фамилию общий язык как ни странно в 1967 году мне удалось съездить в Чехословакию по частному приглашению это была моя единственная поездка за границу не считая службы в Польше пригласила меня моя переводчица Ольга Машкова я подал заявление и мне к моему удивлению разрешили правда перед тем было собеседование с одним из секретарей СП Иваном Винниченко тот попенял мне за подпись под письмом в защиту Синявского и Даниэля назвал их подонками я благоразумно промолчал опять компромисс и получил разрешение на двадцатидневную поездку поездка накануне пражской весны неинтересной быть не могла я уже взял билет когда мне позвонил из Киева Вика Некрасов и сказал чтобы в Праге я обязательно посетил поэта Антонина Броусека Антончик кричал он мне по междугородному телефону замечательный парень такой же антисоветчик как мы с тобой поскольку я был уверен что наши телефоны прослушиваются а уж междугороднее тем более я почти не сомневался что после Викиного звонка меня снимут с поезда но не сняли меня провожал свет который шутя но не совсем интересовался как я собираюсь пережить ностальгию и отсутствие русских березок я ему из Варшавы прислал телеграмму что березки и здесь водятся в изобилии я был очень и приятно удивлен что по одной визе можно посетить две страны вместо одной поезд на Прагу шел через Варшаву и в Варшаве как оказалось можно по обыкновенным железнодорожным правилам прервать поездку сделать остановку до трех дней что я охотно сделал В Варшаве остановился у своего редактора чемпиона города по борьбе дзюдо Леха Янчмыка к нему пришел в гости другой переводчик которого я давно знал по встречам в Москве Игнаций или как мы его звали Игорь Шенфельд человек как принято было говорить сложной судьбы будучи евреем он в 1939 году при захвате Польши немцами бежал в Советский Союз был арестован отсидел 17 лет в лагере полюбил медсестру кубанскую казачку Лену женился на ней в 1956 году вернулся в Польшу у Янчмыка мы сидели втроем говорили по-польски когда Игорь ушел я спросил Леха почему когда Игорь говорит я все понимаю а когда ты не все потому ответил Янчмык что польский язык у Игоря примерно такой же как у тебя вот вы и говорите на одном языке а мой язык немного сложнее наверное он был прав я много лет близко общался с Игорем сначала в Москве а потом в Мюнхене куда он эмигрировал в 1968 году он знал несколько языков польский русский идиш немецкий французский но как ни странно ни на одном не говорил хорошо о его польском я сам судить квалифицированно не могу но меня удивляло что он отбыв 17-летний срок в лагерях и имея русскую жену так и не научился хорошо говорить по-русски халат для жены в Праге я прежде всего позвонил выше упомянутому Антончику договорили что я приеду к нему и оттуда поедем смотреть достопримечательности Праги и окрестностей я приехал позвонил в дверь дверь с треском распахнулась чуть не сбив меня с ног и из нее вырвалась разъяренная молодая женщина на мое здравствуйте не ответила не глядя мимо меня кинулась вниз по лестнице за ней выбежал сам Антончик очень смущенный я не понял в чем дело мы взяли такси поехали в замок Карлштайн потом гуляли по городу пили пиво в знаменитой швейковской пивной у Калиха вечером вернулись и Броусик с опаской ввел меня в свою квартиру где меня ожидала успокоившаяся но настороженная жена Бригитта и ее мать бывшая коммунистка рассказывавшие как при Беннише она сидела в тюрьме и получала обеды по своему выбору из ресторана женщины почему-то ожидали встретить советского партийного ортодокса но послушав меня поняли что я к советскому режиму отношусь еще хуже чем они и мы сразу подружились в Праге я встретился с целой группой писателей мы сидели в квартире у одного из них пили пиво и всю ночь пели песни о Сталине которые они все знали не хуже меня пели разумеется не из любви к Сталину а как бы в насмешку над ним и своим прошлым пражская весна еще не наступила но приближение ее уже чувствовалось в Польше а потом в Чехословакии я получил гонорары за свои книги небольшие но достаточные на подарки детям Ире моим и Иринам родителям на обратном пути я опять остановился в Варшаве и в частной лавочке купил Ире домашний стеганый халат еврей хозяин лавочки спросил меня кому я покупаю подарок жене или любовнице я сказал жене жене это дорого заметил продавец Чонкин на Мосфильме между тем жизнь пока продолжалась посадив одних литераторов власти позволили некоторым другим что не было разрешено раньше еще до двух товарищей вдруг пошла во многих театрах а не только в МГУ пьеса хочу быть честным Льву Анохину разрешили поставить ее в театре Станиславского поставил не он сам а киевский режиссер Виталий Резникович этот спектакль был первой работой в столице выдающегося театрального художника Давида Боровского экспериментальная киностудия Григория Чухрая собиралась ставить два товарища а на Мосфильме в объединении Райзмана и Ромма лежал мой сценарий о Чонкине Я еще в 1965 году по договору с Мосфильмом написал этот сценарий и предложил без шансов поставить фильм но с надеждой легализовать писавшийся роман История моих отношений с Мосфильмом в связи с этой работой выглядела довольно комично Написав сценарий я его сдал в объединении и стал ждать что будет по типовому договору с данной сценарий должен был быть рассмотрен киностудии в течение 20 дней после чего автору должны были быть изложены письменно претензии к сценарию и предложения по доработке или сообщения что сценарий по таким-то причинам не принят если в течение указанного срока автор вообще не получает ответа то сценарий считается принятым и студия обязана выплатить автору стопроцентный гонорар я сдал сценарий и ждал позвонил через месяц главный редактор Нина Глаголева довольно холодно сообщила что сценарий на студии еще читают тоже повторила через два месяца и через три потом она стала вообще меня избегать мое обращение на студию по телефону и письменные оставались без ответа через полгода я разозлился и написал заявление сослался на соответствующий пункт договора о сроках в соответствии с которым сценарий считается принятым и потребовал выплатить мне сто процентов гонорара после этого Глаголева немедленно позвонила мне и предложила прийти на студию куда прийти в кассу спросил я ехидно нет ко мне а зачем к вам давайте я сначала в кассу а потом к вам перед тем несколько месяцев я не мог до нее дозвониться теперь она стала очень доступной она предлагала прийти поговорить продлить срок действия сценария обсудить замечания и получить десять процентов на доработку я настаивал сто процентов каждый раз объясняя что путь к ее кабинету лежит через кассу она меня продолжала приглашать поздравляла с днем рождения с советскими праздниками однажды я к ней все-таки пришел и она мне стала объяснять вы же понимаете что с вашим сценарием ни один режиссер не осмелится работать откройте дверь возразил я там сидит один смелый Глаголева открыла дверь в приемной сидел Константин Воинов вы действительно согласны снимать фильм по этому сценарию спросила Глаголева с большой радостью заверил воин не помню что она ответила но речь пошла опять о том что они дадут мне замечание и выплатят десять процентов я не соглашался понимая что на самом деле они просто хотят от меня откупиться малыми деньгами замечание сделают для проформы а потом сценарий все-таки закроют я настаивал на своем и даже обратился в управление по авторским правам где мне доходчиво объяснили что мои усилия напрасны в споре человека с государством суд всегда станет на сторону государства я согласился и отказался от своих усилий Чонкин и Твардовский так было со сценарием о Чонкине который я писал параллельно с романом а на роман у меня был договор с Новым Миром осенью 1967 года закончив первую часть я дал прочесть написанное Аси Берзер а потом Игорю Сацу тот хотел было показать рукопись Твардовскому потом забоялся и собрался нести ее к Кондратовичу я его остановил понимая что худшего адреса нет сказал что сам отнесу Твардовскому АТ встретил меня хмуро но просьбе не удивился и не счел ее слишком наглый наоборот сказал что показать рукопись старшему товарищу можно без всякой субординации через несколько дней его секретарша Софья Ханановна позвонила и сказала что АТ готов меня принять в Новый Мир меня провожал Виктор Некрасов он перед тем выпил и был возбужден Володька не бойся все будет хорошо конечно твой Чонкин Теркину не родня но даже Анти Теркин и у Трифоновича может возникнуть ревнивое чувство он мозги еще не пропил он художник он широкий ему Чонкин понравится мой юный друг не глядя мне в глаза начал Твардовский и дальше мог бы не продолжать вот вот когда я пожалел что разрешил ему не называть себя по имени отчеству по имени он так ни разу меня и не назвал он вообще никак не обращался ко мне а тут саркастическое мой юный друг он он стоял опершись на крышку стола глаза отводил но говорил раздельно и жестко я прочел ваше это то что вы мне дали ну что можно сказать это написано плохо неумно и неостроумно и пошел крошить что за жизнь изображена в повести солдат неумен баба у него дура председателя алкоголика и кроме того что это за фамилия Чонкин сколько уж было таких фамилий в литературе Бровкин Травкин он улыбнулся Теркин нет мы это печатать не будем я уже не робел перед ним и возразил вы это печатать не будете но в оценке Чонкина ошибаетесь он похоже засомневался но не знаю может быть а вот давайте пойдем к Александру Григорьевичу он мужик башковитый пусть нас рассудит вместе пошли к его заместителю Дементьеву тот с кем-то говорил по телефону Твардовский встал напротив и время от времени нетерпеливо стучал ладонью по спинке стула Дементьеву неудобно было прерывать разговор он ерзал на стуле потом встал и продолжая говорить в трубку вертелся всем своим видом показывая что вот сейчас наконец окончил разговор вот что Григорьевич обратился к нему Твардовский у нас с автором несогласие почитай и скажи что ты об этом думаешь на улице меня ждал Некрасов что что он сказал я молча махнул рукой не принял ах сука негодяй гад у самого давно не стоит так завидует всем кто еще что-то может но все-таки он человек совестливый вот наговорил тебе гадостей а сам после этого пойдет и запьет пойдем выпьем Чонкин и чешские учителя Несмотря на обиду я не мог себе представить что Твардовский отверг рукопись по каким-то нечестным соображениям в конце концов написанное мною не должно всем обязательно нравиться а насчет фамилии мне уже говорили что Чонкин идет от Теркина хотя это было не так если бы кто-то взялся прочесть все мною опубликованное то заметил бы что Чонкин развитие образа появлявшегося в моих предыдущих вещах Тюлькин в мы здесь живем и Очкин в расстоянии в полкилометра а вовсе не Теркин были предтечами Чонкина тем не менее я пытался изменить фамилию героя долго подбирал варианты пробовал даже назвать его Алтынником эту фамилию потом получил герой повести путем взаимной переписки нет не подходила Чонкину эта фамилия и никакая другая не подходила живого человека проще переименовать чем литературного героя так Иван Чонкин и остался Чонкиным и теперь по прошествии времени мало кому приходит в голову сравнивать его с Теркиным Дементьев был щедрее Твардовского я прочел вашу рукопись внимательно вижу вы затеяли что-то очень значительное но мое прошлое не позволяет мне принять это вы знаете у меня был такой случай однажды в двадцатых годах будучи еще совсем молодым человеком я плыл на пароходе по Волге с делегацией чешских учителей узнав что я литератор они спросили знаю ли я чешскую литературу я сказал что знаю и стал называть разные имена а кто ваш любимый чешский писатель я сказал гашек и на этом наша дружба кончилась гашек закричали они в один голос как может нравиться гашек он очень плохой писатель он оклеветал наш народ вот заключил грустно Дементьев я сам себе кажусь сейчас тем чешским учителем чувствую что вы замахнулись на что-то большое но не могу этого принять Жизнь без катастроф Как уже очевидно усвоил читатель при возникновении разных сложностей жизни мои родители другим выходом из положения предпочитали перемену места жительства собирали пожитки и уезжали в самые неожиданные города в Керчи у них были три комнаты в четырехкомнатной квартире недалеко от моря хорошая квартира но с очень вредной скандальной соседкой я навещал их они мечтали разменяться я дал объявление что три комнаты меняются на двухкомнатную квартиру сам уехал в Москву в это время к ним по объявлению пришел человек объяснил что он из Башкирии из города Октябрьский у него больной сын которому нужен морской воздух и мой папа сказал это наша судьба он поехал на разведку оттуда дал маме телеграмму которую подписал твой октябренок я был решительно против но остановить родителей было уже невозможно они собрали вещи и переехали в Октябрьский безликий чужой город с климатом слишком суровым для пожилых людей привыкших к жизни в теплых широтах а тот человек потом отдал своего больного сына в детдом и обменял нашу квартиру еще раз на отдельную климат в Башкирии был очень суровый я приехал к родителям под новый шестьдесят восьмой год в минус сорок пять градусов выходил из дома чтобы почувствовать что это такое чувствовал носом который сразу становился деревянным хотя родители мои были очень беспокойные и неугомонные люди мир в котором они жили казался мне незыблемым и неизменным это впечатление держалось прежде всего на том что еще все были живы и мама и папа и сестра Фаина и бабушка и другая бабушка которая в Запорожье и там же тетя Аня и Витя и все остальные эти две наши семьи долгие годы существовали в неизменном составе не неся никаких потерь ощущение незыблемости мира в нашем семействе усиливалось еще и тем что по всегдашней бедности родители мои перетаскивали свой скарб с места на место и там куда переезжали немедленно воссоздавалась обстановка прошлого жилья ставился тот же стол моей работы тот же сундук дореволюционный и те же две никелированные кровати на стены вешались те же два ковра и на пол стелился третий на окнах трепетали те же кружевные занавески так было в Ленинабаде в Запорожье в Керчи правда родители вышли на пенсию и сидели дома но и эта перемена их функций мало была заметна отец топтался на кухне и там стоя что-то одновременно сочинял и готовил себе вегетарианское варево он почти всегда готовил и ел стоя чем возможно и многолетним курением сначала махорки а потом дешевых папирос заработал облитерирующий эндортерит он еще был на пути к крайностям своего аскетизма но уже не ел не только мясо и рыбы но уклонялся от употребления всего имевшего животное происхождение яиц молока масло отказывался носить кожаные ботинки или перчатки и даже шерстяной свитер хотя ради шерсти овец не убивают а только стригут мама и здесь нашла себе несколько учеников которых конечно как всегда бесплатно кого подготавливала для сдачи экзаменов за среднюю школу кого готовила и опять с большим процентом проходимости к поступлению в высшие учебные заведения включая московский университет а в свободное время забиралась с шоколадкой в постель и читала что-нибудь из жизни замечательных людей или решала на потолке сложные уравнения именно в этот свой приезд я дал родителям первые главы Чонкина и они его оценили положительно но мама моя была возмущена и плевалась дойдя до натуралистических подробностей того как Чонкин мочился с крыльца а о сексуальной активности Чонкина ничего не сказала сделала не поняла бабушка была так же неизменно как занавески на окнах несколько часов в день проводила за чтением старой еврейской книги и газеты известия за прошлый год она и здесь беспокоилась как бы не остановились стенные часы все так же лазила на сундук подтянуть их и боялась пропустить машину с мусором и по ночам у нас были все те же диалоги Вова ты не знаешь который час половина третьего бабушка а а я думала уже семьи пора выносить мусор Вова ты не знаешь который час без четверти четыре а я думала уже семьи пора выносить мусор и все норовила развлечь меня своими прибаутками гопчук баранчук зеленая гычка люблять мэне паныч и шо я навеличка короче говоря жизнь протекала медленно без катастроф прошлый год кончился для меня хорошо и этот начинался неплохо вышедшая в новом мире повесть два товарища была мной уже инсценирована и теперь ставилась десятками театров страны этой повестью я добился приблизительно того на что и рассчитывал обойдя некоторые острые углы я сделал вещь живую правдивую и достаточно проходимую что обещало мне приличные заработки и спокойную жизнь на ближайшее время которое я собирался посвятить Чонкину по двум товарищам был написан принят и подготовлен к режиссерской разработке сценарий его готовы были ставить разные режиссеры первым выразил желание режиссер Генрих Габай пришел ко мне со странной речью я хочу снять что-нибудь антисоветское ваша повесть антисоветская я сказал что не знаю это зависит от восприятия он ушел в сомнениях после него возникли Валерий Усков и Владимир Краснопольский а за ними в то время еще известный Лев Мирский примерно в это же время начинающий режиссер Виктор Трегубович пытался поставить на Ленфильме кино по «Мы здесь живем» это же желал поставить еще один ленинградский режиссер фамилию не помню он надеялся что я замолвлю за него словечко и постановку дадут ему очень хотел расположить меня к себе и ходя за мной время от времени в полголоса напевал как бы случайно навеянную чем-то песню присядем друзья перед дальней дорогой пусть легким окажется путь давай космонавт потихонечку трогай и песню в пути не забудь ошибочно считая что это моя песня он надеялся через нее мне понравится в то же время в то же время я взялся писать сценарий для Ларисы Шипитько она пришла однажды и сказала вот есть притча по ней надо сделать кино у людей неизвестного древнего племени допустим в 13 веке был обычай выбирать из своей среды богиню жену духа святого который на небесах богиня имела над людьми племени бесконтрольную власть повелевала ими карала миловала и обладала правом на все кроме любви закон племени гласил что если богиня изменит духу и полюбит земного человека то быть ей заживо погребенной можно сделать сказала Лариса потрясающий фильм о такой богине не устоявшей перед любовью и погибшей ради нее сюжет этот Ларисе предложил Георгий Садовников и даже написал что-то но то что он написал ее не устроило я очень не хотел за это браться у меня была основная обязанность Чонкин но Лариса была настойчива а она на меня напирала и в конце концов я проклиная себя самого за бесхарактерность уступил впрочем погрузившись в работу я ей увлекся и описал некий замкнутый мирок где ханжество лицемерие и идолопоклонство враждебны всем живым человеческим проявлением и где любовь карается страшной смертью когда сценарий под названием «Любовь» был написан Шипицка сказала что мы должны подписать его вдвоем поскольку он как-никак сочинен по ее идее я сказал нет сценарий писал я один а то что по ее идее точно не ее а Садовникова это мне дело не облегчало а усложняло по чужой идее мне всегда было писать гораздо труднее чем по своей собственной кроме того я предполагал что в кино текст мой не пройдет а потом я не смогу им распоряжаться по своему усмотрению в кино во всяком случае в советском режиссеры всегда диктовали или пытались диктовать сценаристам свои условия каждый режиссер или почти каждый всегда или часто пытался и это естественно подогнать сценарий под себя после чего ощущал себя законным соавтором а сценарист выполняя двойную работу должен был еще делиться и авторством и гонораром это в большинстве случаев совершенно несправедливо потому что сценарист в свою очередь высказывает свое мнение о том как надо снимать то или это но никому и правильно не приходит в голову сделать его со режиссером сценарий как я предполагал и в самом деле не прошел начальство заподозрило что я в нем протаскиваю какие-то вредные скорее всего антисоветские идеи пырев кого-то спросил что войнович опять хочет укусить советскую власть лариса может быть разочарованная моим отказом принять ее в соавторы дальнейшую борьбу прекратила и вскоре от той же глаголевой я получил письмо где было сказано в ближайшие два-три года сценарий не сможет быть нами производственно использован в связи с создавшимися условиями мы не считаем себя в праве просить вас продолжить работу над сценарием аванс полагающийся вам по договору и отработанный вами остается в вашу пользу этот сценарий я потом превратил в повесть владычица а и крамов с которым мы после всех страстей остались друзьями предложил опубликовать ее в его журнале наука и религия где повесть и вышла в 1969 году когда во всех других местах меня уже не печатали живя в родительском доме я регулярно слушал свободу которая здесь не глушилась но московские события казались происходившими где-то в другой стране если не на другой планете за другого не делаются на меня отрыв от столичной жизни подействовал расслабляюще вернувшись с Москвы я вдруг понял что мне очень не хочется вновь окунаться в здешнюю суету не хочется следить за событиями беспокоиться по поводу очевидного закручивания гаек и гневаться на власти за те или иные действия хотелось запереться отрешиться от всего писать то что хочется и не вникать ни во что другое но на следующий день после моего возвращения мне позвонил Феликс Светов и сказал что надо встретиться по важному делу дело он не назвал но я понял что речь идет о подписи под письмом в защиту четверки ожидавшей суда подписывать письмо мне не хотелось не потому что я чего-нибудь опасался а потому как раз что никакие предыдущие письма последствий не имели власть кого-то сажали по этому поводу сочинялись открытые письма письма передавались голосами власти никак не реагировали сажали следующих и игнорировали очередные протесты подписание писем стало казаться мне какой-то глупой безопасной и бессмысленной игрой я сказал Светову что подписывать письмо пожалуй не буду ну смотри старичок сказал Свет осуждающий дело конечно хозяйское к таким делам никто никого преневоливать не станет я признаться был в те времена чувствителен и даже слишком к чужому мнению к тому что кто-то посчитает меня трусом и не совсем гражданином хорошо сказал я тогда ты сделай за меня то что нужно а я потом не откажусь я почувствовал как он там напыжился извини старичок но есть такие вещи которые за другого не делаются опять проклиная себя самого я поехал куда-то кажется в журнал вопроса литературы и там подписал письмо которое мне дал Валентин непомнящий потом подписал еще одну петицию совершенно мне чуждую по выражениям начинавшуюся словами мы всем сердцем преданы идеалам социализма наш генерал но к моменту начала процесса я уже заметно активизировался три дня подряд ходил на колончевку и вместе с другими толокся в заплеванном вестибюле городского суда и возле него судили Гинсбурга Голландского Добровольского и Ложкову В первый день сюда мы отправились туда вместе с Ирой взяли такси сказали адрес шофер обернулся ко мне вы думаете вас пустят на суд я обрадовался это дружинниками, и некоторые из настаивавших на своем праве пройти в зал суда так и остались на лестнице. Какой-то человек сурового вида с бритой головой и большой суковатой палкой стоял на лестнице, сверлил глазами дружинников и, как мне по его виду казалось, готов был этой палкой дать кому-нибудь по голове. — Кто это? — спросил я. — Якира. — А ты разве не знаешь? — удивился он. — Генерал Григоренко. — Генерал КГБ? — спросил я. — Да ты что? Наш генерал. Григоренко я видел тогда первый раз в жизни, но познакомился с ним только несколько лет спустя, когда он сам без приглашения явился ко мне. В своих воспоминаниях он написал, что мы подружились. Наши отношения все-таки вряд ли можно было назвать дружбой, но я к нему относился с таким уважением, которое распространялось только на нескольких человек. В моих глазах из людей, вошедших в конфликт с государством, наибольшего уважения заслуживали те, кто ступил на этот путь по велению совести и для кого правда была абсолютной ценностью. Я в каких-то своих писаниях уже цитировал и неоднократно Радищева, который сказал, что он оглянулся о крест, и душа его людскими страданиями уязвлена стала. Вот таких с уязвленной душой я почитал гораздо выше всех остальных, которые рисковали теми же лишениями, но и с тщеславия, и с политических амбиций ради карьеры или переселения в другую страну. Оговорюсь, я никого из перечисленных категорий не осуждал. Относился с пониманием к еврею, который стремился в Израиль или Америку, к жениху, желавшему соединиться со своей невестой, к физику или литератору, ожидавшему более успешной карьеры в иных пределах. Но уязвленных душой ставил выше других. Одним из таких людей был Григоренко. Человек честный, чистый, страстный, горячий и в горячности своей бывавший несправедливым. Сейчас у нас диссидентов многих предали забвению. Часто люди, даже не самые молодые, думают, что диссидентами были и с советским режимом открыто боролись только два человека, Сахаров и Солженицын. Не пытаясь никоим образом умолить заслуги этих личностей, я просто хочу напомнить, что были и другие. И даже осмелюсь сказать, не менее достойные. Одним из них был Петр Григорьевич Григоренко. В начале войны Григоренко выступил на партсобрании, критиковал Сталина. Ему объявили выговор по партийной линии. А в конце войны на фронте под Прагой опять разбиралось его дело. Хотели снять выговор, но вспомнили, что выговор за критику Сталина. Председательствовал на разборе персонального дела полковник Брежнев, и Брежнев сказал о выговоре за товарища Сталина пусть поносит. Пусть поносит. А году в 63-м Григоренко стал писать антисоветские воззвания в виде листовок и сам разбрасывал их на выходе из какого-то завода. Его тут же лишили не так давно присвоенного генеральского звания, арестовали, держали в тюрьме, потом посадили в психушку. Через какое-то время из психушки выпустили. Обещали вернуть звание, но поскольку он продолжал свою деятельность, не вернули. И в конце концов надолго упекли опять в психбольницу, где лечили от раздвоенности сознания. Жена генерала Зинаида Михайловна была удивительно преданным ему человеком. У нее был сын от первого брака, Даун. Это тоже был их крест. Ей когда-то сказали, что он умрет еще в детстве, но он прожил больше сорока лет, оставаясь ребенком. При этом у него была замечательная память, он всех знал и называл по имени. Меня называл дядя Володя, хотя я был ненамного старше его. А Зинаида Михайловна никогда не могла запомнить, кого как зовут. Мою жену Иру всегда называла Галей. До преклонных лет Григоренко оставался романтиком и правдолюбцем, был при этом трогательным, очаровательным, иногда вынашивавшим разные нелепости человеком. Например, однажды он решил издавать самый сдатский журнал под названием «Контр-сталинист». Поделился своей идеей со своим младшим единомышленником Анатолием Якобсоном и предложил ему вступить в редколлегию, то ли отказался. — Почему? — спросил генерал. — Понимаете, Петр Григорьевич сказал Якобсон. — Я очень чувствителен к словам, и мне не хочется, чтобы меня называли засранцем. Но мне будет также неприятно, если меня назовут контр-засранец. Григоренко предложили выехать из страны. Я отвез его семью в аэропорт. Он за границей тяжело болел, был парализован и вскоре умер. Павел Литвинов и Андрей Амалерик Во время процесса Гинсбурга-Голландского в вестибюлю суда я встретил Павла Литвинова, который подвел ко мне небольшого роста тонкогубого человека в очках с толстыми линзами. Володя — это мой друг, очень верный человек. Я за него ручаюсь. Я посмотрел на представленного с недоверием. Дело в том, что я с ним уже встречался. После спектакля в театре МГУ «Хочу быть честным» я там выступил перед публикой. Это было одно из первых моих публичных выступлений, которое оказалось не очень удачным. Я сказал, что совсем недавно про этот мой рассказ говорили, что он антисоветский, а сейчас он, наверное, уже не такой, раз его здесь ставят. Когда спустился со сцены, ко мне подошел именно этот очкарик и с кривой, как мне показалось, улыбкой спросил, «Вы правда считаете, что ваш рассказ не антисоветский?» Я решил, естественно, что он провокатор. «А вы считаете, что да?» «Мне кажется, да, антисоветский». Я приготовился выслушать ссылку на статью Уголовного кодекса, но он меня удивил неожиданным вопросом. «А можно я у вас возьму интервью?» Я спросил, кто он. Он представился. «Меня зовут Андрей Амалерик, я корреспондент АПН. АПН я вообще считал филиалом КГБ. Так что же я мог подумать о человеке, который там работает?» От интервью я отказался, но желавшего его получить запомнил, и вот он передо мной. После этого мы с Амалериком подружились. Он мне рассказал, что внештатным корреспондентом АПН он стал после того, как отсидел первый срок за антисоветскую деятельность. В АПН его направили его КГБшные кураторы. В расчете на его исправление, чего с ним не случилось. Потом, до его очередного ареста и после освобождения из лагеря, я с ним и его женой художницы Гюзель много и тесно общался. Мне было странно видеть, как история творится, прямо на моих глазах, и обыкновенные люди, вчера еще совершенно неизвестные и незаметные, вдруг становятся историческими фигурами. В вестибюле городского суда сразу же после приговора Гинсбургу, Голландскому, Ложковой и Добровольскому, Паша Литвинов, о котором говорили, что он, обыкновенный московский избалованный уволень, при мне зачитал иностранным корреспондентам воззвание к советским людям. Воззвание было и передано затем западными радиостанциями. Поэтому я его слушал живьем и по радио. «Граждане Советского Союза», — громко и уверенно произносил Павел. «Вы сами выбрали этот суд и этих судей». В этом он был не совсем прав. Советские люди, конечно, участвовали в процедуре, называвшейся выборами, но сказать, что они реально кого-то выбирали, было неправильно. Приговор. Стоя у здания суда, я обратил внимание на лейтенанта КГБ из наружного оцепления. Он стоял в новенькой, с иголочкой форме, и сам, как с иголочки, молоденький и молодцеватый, с белыми, может быть, отмерзшими ушами, которые он не решался не прикрыть ушами шапки, не обогреть руками и только иногда дотрагивался до них двумя пальцами. Я смотрел на него и думал, что он, наверное, чистый душой молодой человек, вряд ли представляет себе, какому грязному делу он служит. В вечер окончания процесса толпа в ожидании приговора увеличилась, так что шедший к трем вокзалам трамвай вынужден был остановиться. Двери открылись, и кто-то из трамвая громко спросил, сколько дали. А потом стоявший рядом со мной человек в дорогой шубе и потому принятый мной за иностранного корреспондента вдруг, проталкиваясь сквозь толпу, на хорошем русском языке стал командовать каким-то людям, поехали, поехали, поехали. Вырвавшись из толпы, вскочил в «Мерседес» с дипломатическим номером. Я опять подумал, что иностранец. И отчалил. Наверное, он был все-таки не корреспондент и не дипломат. Появились адвокаты, тут же осыпанные цветами, и группа молодых людей на руках пронесла Арину Жалковскую, будущую Гинсбург, со сломанной ногой. Я к тому времени был уже порядочным скептиком, а некоторым казался и циником, поскольку старательно давил в себе романтика. Красивым словам и жестам относился с очень большим подозрением, но тут был готов заплакать от умиления. Все эти люди, которые пришли сюда, чтобы поддержать подсудимых, казались мне такими чистыми, отважными, благородными. Они мне напоминали первых революционных романтиков, выходивших на демонстрации за сто лет до того и плативших за свой порыв годами каторги. Я устыдился того, что пытался уклониться от подписи под письмом в защиту четверки, и уж, конечно, в ту минуту никак не мог бы себе представить, а мой внутренний скептик мне не подсказал, что среди этих собравшихся здесь людей есть много всяких, в том числе и довольно сомнительных личностей. Пражская весна и московские заморозки В январе 1968 года в Чехословакии началось что-то вроде революции, то, что было названо пражской весной. Многолетний руководитель Чехословацкой компартии Антонин Новотный был смещен. К руководству пришли реформаторы, во главе с Александром Дубчиком. Появилось выражение «социализм с человеческим лицом». События развивались быстро. Старые аппаратчики заменялись реформаторами. Была отменена цензура и объявлен новый экономический курс с включением рыночных механизмов. Чехословацкие политики произносили соблазнительные речи о свободе и демократии. Писатели, журналисты и прочие писали все, что хотели. Разумеется, все свободомыслящие люди в СССР с волнением наблюдали, что происходит в Чехословакии, и надеялись, что тамошние события повлияют как-то и на наш политический климат. И они влияли. Но влияние это было противоположным ожидаемому. Советская партийная верхушка, не готовая ни к каким переменам и очень боявшаяся как бы выражение умов в одной из сот стран не перекинулась и на Советский Союз, сначала насторожилась, потом в адрес чехов стали раздаваться все чаще предупреждения и угрозы. А чтобы у нас, не дай бог, не случилось чего-нибудь подобного, власть решила нанести удар по собственным инакомыслящим. По принципу, как она всегда делала, «бей своих, чтоб чужие боялись». Кажется, в июне того же 1968 года последовало постановление пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Я его никогда не видел и в подробности посвящен не был. Помню только в газетах туманную фразу, что на пленуме обсуждались произведения литературы и искусства и другие произведения. Разнесся слух, очень быстро подтвердившийся, что скоро всех подписантов будут наказывать. У раздевалки ЦДЛ Наталья Иосифовна Ильина, натягивая на себя тяжелое пальто с капюшоном, спросила меня насмешливо, «Ну что, будете каяться?» «Ни за что в жизни», — сказал я. «Ну-ну», — усмехнулась она умудренно. Вскоре наказания посыпались, как горох. По редакциям были разосланы черные списки. Публикации всех подписантов немедленно останавливались. Книги в издательствах, повести, рассказы, статьи в журналах и газетах. Как останавливались и сценарии в кино, спектакли в театрах. В Союзе писателей заработал проработочный конвейер. Секретари СП вызывали провинившихся на ковер, корили, обвиняли в политической близорукости и незрелости, угрожали, выпытывали. Кто дал вам подписать это письмо? И требовали отказаться от своей подписи, дезавуировать. Я, кажется, тогда первый раз услышал это слово. Свою подпись. Иерархия наказания писателей зависела от известности, от поведения теперешнего и в прошлом, и от материального достатка, на который распространялось правило обратной пропорции, то есть чем выше достаток, тем больше возмущение начальства. Как это так? Мы платим ему столько денег, а он так плохо себя ведет. Особенно буйствовала Алла Петровна Шапошникова, секретарь Московского горкома КПСС. И вот в Союзе писателей мне объявлен строгий выговор. В издательстве «Советский писатель» остановлен сборник повестей и рассказов. На Мосфильме прекращена работа над сценариями «Два товарища и владычица». Одновременно идет закрытие моих спектаклей по всей стране. Началось с того же театра «Советской армии». Оказывается, закрыть спектакль даже при советской власти не всегда просто. В каждом спектакле участвуют десятки людей. Им всем надо объяснить, что к чему, и желательно объяснить причинами, отличными от настоящих. В ЦТСА на закрытом партийном собрании сказали, что спектакль «Два товарища» сам по себе очень хороший и правильный. А как же? Он же был одобрен главпуром. Но автор, это я, пытался перевести через границу бриллианты, находится под следствием, и поэтому спектакль придется закрыть. К тому времени советскую границу туда и сюда я пересекал дважды в жизни. Один раз солдатом, другой раз, когда ездил в Чехословакию. А бриллианта от граненой пластмассы не отличил бы. В Новосибирске газета «Вечерний Новосибирск» напечатала огромную на два подвала заказную и насквозь лживую статью Анатолия Иванова «На что тратите таланты?» О спектакле в театре «Красный факел». В статье этот патриот в то время очень советский, а в 90-е годы с фашистским уклоном, корил директора, главного режиссера, режиссера-постановщика Арсения Сагальчика за то, что они взялись ставить спектакль по повести, как он утверждал, антисоциалистической и порнографической. Обкомовское начальство спектакля немедленно запретило. Но, как ни странно, жители города, где было много интеллигенции, проявили по поводу закрытия спектакля недовольства, и оно оказалось настолько очевидным, что начальство решило смягчить ситуацию. Театру разрешено было сыграть еще пять спектаклей. На последнее представление явились и члены обкома во главе с первым секретарем. После спектакля были нескончаемые аплодисменты, актеры много раз выходили на сцену, а потом остались на ней и застыли в скорбных позах, понурив головы и заложив руки за спину. Аплодисменты продолжались пять-десять минут. Наконец на сцену выскочил директор и, бегая за спинами актеров, стал шептать, чтобы те немедленно прекратили это безобразие и ушли за кулисы. Исполнитель главной роли, не меняя позы, за спиной свернул директору фигу. На своей статье Анатолий Иванов сделал карьеру. Я видел этот памфлет с подчеркнутыми красным карандашом главными положениями на столах разных московских идеологических начальников. Статья воспринималась ими как «глаз народа», имя же организованной, из глубинки. После этой публикации Иванов сразу пошел наверх. Его перевели в Москву и сделали главным редактором молодой гвардии, кем он и оставался до самой своей смерти. Смоленский театр был вообще разогнан. Главного режиссера, директора, каких-то актеров уволили. Местному критику не помню фамилию. За положительное мнение о спектакле была устроена такая жизнь, что он вынужден был переселиться в Калугу. Миллионер на час. Пока спектакли шли, гонорары мои росли в арифметической прогрессии. Один месяц — 600 рублей. Тогда очень приличные деньги. Другой — 800. Третий — тысяча. Эти деньги можно было бы автоматически переводить на сберкнижку, но я только что, собрав с миру по нитке, купил для нас сырой однокомнатную кооперативную квартиру в писательском доме на улице Черняховского. Теперь торопился расплатиться с долгами и поэтому являлся в собиравшие гонорары ВОАП — Всесоюзное управление по охране авторских прав, как только приходили деньги. Когда месячный гонорар достиг 1200 рублей, бухгалтерша, выписывая мне денежный ордер, пришла в нервное возбуждение и закричала своим сотрудницам «Посмотрите на живого миллионера!» Как оказалось, мои заработки не оставили равнодушным и партийное начальство. Алла Петровна Шапшникова, секретарь МГК КПСС, возмущалась. А вы знаете, что он говорит про нас «они»? А почему мы должны его терпеть? Мы платим ему такие деньги, а он подписывает антисоветские письма. Именно потому, что я оказался таким неблагодарным советской власти и лично Шапшниковой, меня решено было наказать строже, чем других. Мне вынесли строгий выговор. И наложили запрет не только на все, что у меня готовилось к печати или к постановке, но и шло на сценах. Скольжение вниз. В театре Маяковского два товарища ставил Андрей Гончаров. Он, в отличие от Будкевича, текст пьесы неприкасаемым не считал. Постоянно что-то импровизировал и от меня требовал многочисленных переделок и доделок. Спектаклем, который он подготовил, сам он был очень доволен. Но мне больше по душе было то, что сделал Будкевич. Но со своей премьерой Гончаров сильно задержался и собрался выпускать спектакль, когда надо мной уже не только сгустились тучи, но вовсю сверкали зловещие молнии. Какими-то тайными партийными директивами все было запрещено. Спектакли уже поставлены и снимались с репертуаров. А он все еще готовился к премьере. Одновременно меня вызывали в разные инстанции и настаивали на том, чтобы я снял свою подпись под крамольным письмом. Меня уговаривали, мне грозили. Я взял себе за правило везде говорить только правду и ничего, кроме правды. Вот и говорил. Резал правду-матку во всех кабинетах, часто в довольно резкой форме. И сам этим очень гордился. Но это было совершенно бессмысленное метание бисера перед чиновниками, которые сами никакого мнения не имели, убеждать их в чем-то или переубеждать было бесполезно. Убежденные, что делать надо то, что предписано. И высказывать не свое, а директивное мнение. Они считали, будто сопротивляться и рассуждать вслух от себя могут только дураки или сумасшедшие. То, что я говорил, слышали те, кому я говорил. А они потом докладывали по инстанциям, что я не осознаю своих ошибок, держусь своих вредных антисоветских позиций. И мое положение становилось все безнадежнее. Солженицын в те годы написал свое знаменитое воззвание «Жить не по лжи». Я был с ним согласен и сам старался жить не по лжи. Но потом стал думать, что, может быть, надо было действовать наоборот? Всем лгать? Как от них требовал начальство. Тогда советская власть, может, раньше бы лопнула? Мы, старавшиеся не лгать, независимо от наших намерений, делали все, чтобы ее спасти. Хамелеоны. Хамелеонство, описанное Чеховым, было в нашей советской жизни распространенным явлением. Мой поклонник и мой беспощадный критик Левинский, о котором я писал выше, меня удивил, но потом я проявление этого человеческого свойства наблюдал уже без всякого удивления среди членов Союза писателей и мелких окололитературных работников. Они были точными копиями околоточного надзирателя Очумелого, которого в зависимости от обстоятельств бросало то в жар, то в холод. Когда я, став членом Союза, приходил в ЦДЛ, сидевшие на входе тетеньки радостно меня приветствовали, широко улыбались и чуть ли не кланялись, как дорогому гостю. Но как только у меня начались неприятности, они немедленно перестали меня узнавать. Меня наказывали. Я пытался отстаивать свою позицию и протестовать против наказаний. Разные начальники время от времени вызывали меня к себе. Теперь мне трудно себе представить, что меня вызовет к себе какой-нибудь секретарь Союза писателей или кто-то еще, если он не милиционер, не прокурор и не судья. А тогда вызывали все. Сначала несколько секретарей Союза, потом объявился еще один вызывающий. Илья Вергасов, крымский татарин, секретарь порткома Союза писателей, хороший, как говорили мужик. Правда, его соплеменники считали Вергасова плохим мужиком, потому что он написал книгу, где свой народ как-то обидел. Вергасов принял меня как своего. Сразу перешел на ты. — Я слышал, у тебя запретили пьесы? В пятидесяти театрах шли и везде запретили? — Не только пьесы. Книгу запретили. Два сценария. — Что творят? — вздохнул Вергасов. — Пахнет тридцать седьмым годом. В это время дверь беззвучно открылась, и в комнату бесшумно вошел курносый человек неприметной наружности. Вошел и тихо присел в сторонке с выражением пассажира в ожидании поезда. — Но я не понимаю, — сказал Вергасов, как бы продолжая начатый разговор. — Как же так? — Как получилось, Войнович, что вы, советский писатель, приняли участие в провокационной и дурно пахнущей акции, имеющей, скажу вам прямо как коммунист, антисоветский характер? Вы, Войнович, должны о своем поведении крепко подумать, должны понять, в какой тупик вы зашли и по сторону баррикад оказались. Пора осознать, что если вас хвалит буржуазная пропаганда, она это делает не зря. В мире идет жестокая идеологическая борьба между двумя мирами, и вам следует помнить вопрос, поставленный Горьким. С кем вы? Мастера культуры. А вот с кем вы? Войнович. Тут еще некий субъект сунул голову в дверь и поманил вошедшего. Тот встал и растворился. Да, — продолжил Вергасов, встряхнувшись, — нехорошо получается. Не понимаю, как это можно связывать. Ну, подписал-то какое-то письмо, заступился за кого-то. Ну, пусть даже ты не прав. Но при чем тут пьеса? Я считаю, что каждую литературную вещь, пьесу, роман или повесть надо судить по ее собственным достоинствам. В это время Курносый, как я потом узнал, это был некий Ануров, инструктор горкома КПСС, опять просочился в комнату. Но если вам, — ловко сменил тональный Свергасов, — товарищи говорят, что вы не правы. Почему вы этого не слышите? Почему вы упорствуете в своих заблуждениях? Если уж совершили ошибку, так имейте мужество это признать. Но если вы настаиваете на своем, то это уже не ошибка, а сознательный антисоветский поступок. Росляков Следующей инстанцией был Вася Росляков, секретарь московского отделения СП, хитрый и подловатый мужичок деревенского вида. Он встретил меня в большом кабинете первого секретаря с панельными стенами из, как мне помнится, черного дерева. Над его столом висел портрет Горького, запечатленного в виде стремящегося навстречу ветрам буревестника. Изображая некоторое смущение, Вася пытался вести себя доверительно. — Ты знаешь, я здесь человек случайный. Я вообще это место скоро покину. Мне, поверь, не хочется заниматься всеми этими делами, которые сейчас происходят. Но мне поручили с тобой поговорить по поводу твоей... этой вот подписи. Ты мне хочешь что-нибудь по этому поводу сказать? Я свой ответ обдумывал недолго. Он был не совсем литературный, но я его приведу. Из песни слова не выбросишь. По этому поводу ответил я Рослякову. Могу сказать, что если Алла Петровна Шапошникова надеется быть поцелованной в жопу, от меня она этого не дождется. Услышав такое, Росляков одновременно съежился, присел и оглянулся на Горького, за которым, наверное, было что-нибудь звуковоспринимающее. — Это все, что ты хотел сказать? — спросил он, улыбаясь испуганно. — Это все, — сказал я и вышел. Потом я думал, что мое объяснение Рослякову до Шапошниковой каким-то образом дошло, потому что, будучи вообще злобной особой, меня она преследовала с исключительным остервенением. Большой писатель и крупный государственный деятель Сначала я посещал начальников из любопытства. Я еще был небитый, кожа толстая, нервы крепкие, любопытство большое, обеспечности через край. Моей любимой тогда была и сейчас осталась поговорка «Бог не выдаст, свинья не съест». Мне было интересно смотреть на посещаемых мною начальников и видеть, что один просто дурак, другой дураком притворяется, третий — хамелеонит, четвертый — нервничает и норовит как-нибудь видом своим показать, что он на самом деле не такой, но должность обязывает. Пятый, наоборот, изображает из себя непримиримого борца за торжество коммунистических идеалов. Одним из посещенных тогда должностных лиц был уже упоминавшийся мной Николай Трофимович Сизов, тот самый, который принимал меня на работу на радио, потом не хотел отпускать, а после, став начальником московской милиции, такие вот извивы в карьере, выхлопатывал мне квартиру. Теперь Сизов был еще один из ВИФ, заместителем председателя Моссовета, как ни странно, по милиции и культуре. Вскоре станет генеральным директором Мосфильма и в этой должности следил, кроме всего, за театрами. А еще он писал книги о партийных работниках и незадолго до того был принят в союз писателей. Причем один из секретарей СП Лазарь Карелин, рекомендовавший Сизова членом бюро объединения прозы, кем и я короткое время был, сказал с большим пафосом, «Товарищи, к нам пришел большой писатель и крупный государственный деятель». Теперь крупный государственный деятель пригласил меня в свой Моссоветовский кабинет. Дело было вечером. Сизов отпустил секретаршу и отключил телефоны. Угощал меня сигаретами Кент, бывшими тогда еще в очень большую диковинку. Сказал, что слушал радио, крутил ручку и случайно наткнулся на голос Америки. Хотел уже дальше перекрутить, но услышал знакомую фамилию и просто ахнул, ушам своим не поверил. Володька Войнович, автор таких замечательных песен. Эти радиостанции полощут советскую власть и с чьей же помощью? С помощью Володьки Войновича. Ну, там, конечно, упоминались и другие имена, но они меня не интересуют. Меня интересует только Володька Войнович. Как же ты попал в такую компанию? Кто тебя туда затащил? Неужели на тебя Твардовский оказывает такое влияние? Это предположение было очень странное, потому что я с Твардовским частным образом давно уже не общался. А даже когда общался, он производил на меня впечатление сильное, но по отрицательному отношению к власти я был с самого начала далеко впереди. Он еще провозглашал тосты за советскую власть и переживал мучительную борьбу с самим собой, уходя в тяжелейшие запои. А на мое пристрастие к алкоголю советская власть повлиять уже не могла. Она давно была мне чуждой, враждебной, поэтому болезненного разочарования в ней я не испытывал. На всякий случай я сказал, что Твардовский на мои взгляды никак не влиял и подкупленной доверительностью заданного тона стал говорить Сизову довольно откровенно о своем отношении к советской системе, особенно в ее сталинском варианте, которому теперь наметилось откровенное возвращение. Я говорил, что выступаю против несправедливых судов из гуманистических соображений, но и если смотреть на них только с точки зрения пользы или вреда государству, то надо признать, что пренебрежение властью собственных и общечеловеческих законов обязательно приведет к сопротивлению одних, подавленности других, наихудшим образом отразиться на экономике, на внешней политике, на престиже страны и так далее. По сути, я говорил вещи, с которыми бы согласился каждый здравомыслящий человек. Мы просидели часа четыре, выкурив за это время не меньше двух пачек кента. Мне показалось, что мои слова на Сизова как-то подействовали. Он вздыхал, кивал головой, а потом проводил меня до лестницы и просил передать Твардовскому, что он, Сизов, его очень большой поклонник. Я ушел с ощущением, что мы хорошо поговорили, и что Сизов где-то там, на доступных ему верхах, как-нибудь попытается меня отстоять. Я был очень удивлен, когда до меня дошло. Этим самым верхам Сизов доложил, что я самый злостный и законченный антисоветчик, из всех, каких он когда-либо видел. И рассчитывать на мое исправление практически бесполезно. Поцеловать злодею ручку Закрытие моих спектаклей было неприятно не только мне, но сотням людей, которые их создавали, и больше других. Молодым дебютантам, получившим главные роли, заметные, выигрышные. Сыграв их, можно было твердо рассчитывать на дальнейшее развитие карьеры. Тем молодым исполнителям, которым удалось сыграть хотя бы несколько спектаклей, еще повезло. Но было много таких, которые прошли через все репетиции, а на сцену все же не вышли. Никогда в жизни я еще не был в таком положении. На меня давили со всех сторон. Начальство требовало капитуляции, обещало уморить меня голодом и стереть порошок. Главреж театра Маяковского Андрей Александрович Гончаров, сам член КПСС с 25 лет, отводил меня в какой-нибудь угол и шептал. Но против кого вы прете? Неужели вы не понимаете, что их 18 миллионов? Вы представляете, что такое 18 миллионов? Это армия в период всеобщей мобилизации. Или... Но я вас спрошу, ну, уступите им! Помните, как Савельич уговаривал Петрушу Гринева, «Барин, поцелуй злодею ручку». Актеры, особенно молодые, смотрели на меня с молчаливым упреком, как на беспутного отца, по капризу лишавшего их, принадлежавшего им наследства. Я приходил домой, а там уже сидели в истерике родители Иры. Что вы делаете? Неужели вы не понимаете, чем это все для вас может кончиться? А еще за спиной стояли зримые и незримые болельщики, которые, сами, не сделав ни одного неосторожного шага, были недовольны моей умеренностью и советовали послать их, то есть советскую власть, подальше, швырнуть им в морду вонючий билет члена Союза писателей, сказать им, что я ненавижу вашу советскую власть или что-нибудь в этом духе, и с треском сесть в тюрьму. Гончаров был режиссер яркий, но, в общем, немой. Мне не нравилось его вольное обращение с текстом. Так поступают многие режиссеры, теперь даже и с классикой, но это редко приводит к чему хорошему. Драматург, когда сочиняет пьесу, держит в уме много разных соображений, из которых потом складывается вся композиция, а режиссер, не уважив эти соображения, композицию почти всегда нарушает и разрушает. Свои художественные принципы Гончаров излагал мне примерно так. Вот я недавно видел фильм «В небе только девушки». Девушки спускаются с неба на парашютах, и эта картина, и они сами, выглядят божественно. Это торжество женственности, стихии, солнца, голубого и белого цвета. Это самый красочный праздник, который только можно представить. И если вы мне хотите сказать, что вот эта нисходящая с неба богиня совокупляется в коптерке с механиком, я не хочу этого знать. Я ему говорил, что искусство должно строиться на контрасте между парадной стороной жизни и изнанкой. И мне, да, интересно, что эта богиня, спустившись с неба, сходится в коптерке с механиком, живет в коммунальной квартире с матерью-алкоголичкой, братом-дебилом и соседями-скандалистами. Гончаров со мной никак не соглашался и практически демонстрировал свою концепцию, показывая именно одну сторону, но не всегда парадную. Западную жизнь он изображал только черными красками, а с советской было сложнее. Из советских пьес он часто выбирал что-нибудь довольно мрачное, но потом много трудился и высветлял, иногда до неузнаваемости. Гончаров чем дальше, тем больше нервничал. Актером грубил. Кричал репетировавшему Толика молодому Назарову «Шевелитесь, шевелитесь!» «Ваши движения должны быть легкие, свободные!» «Вы ведь талантливый человек!» «Я имею в виду, конечно, вашу роль, а не вас!» Работа над спектаклем подходила к концу. Можно было бы объявить и премьеру, но уже было ясно, что вряд ли она состоится. Спасти спектакль этот, но не другие, могла только моя полная и позорная капитуляция, такая, которой мне потом пришлось бы всю жизнь стыдиться. Я видел по поведению начальства, что меньшей платы с меня не возьмут, да из-за нее оставят мне возможность лишь убогого и презренного существования. Моя уступка им состояла в том, что я ходил на все вызовы, говорил со всеми изъявлявшими желание меня выслушать столоначальниками, утверждал, что, защищая Гинзбурга и Голландского, никаких антисоветских целей не преследовал, подорвать мощь советского государства не собирался, на жить на этом популярность не рассчитывал. Вдавался с ними в объяснение о гражданской роли писателя, о том, что писатель имеет право и обязанность защищать гонимых, и если даже они не правы, он должен их защищать. В этих разговорах немного меньше, чем стоило. Хитрил, лицемерил, повторял, что политические процессы наносят престижу Советского Союза непоправимый урон, и что меня как раз, как советского гражданина, это и беспокоит. Когда я описываю свои тогдашние встречи с советскими лид- и партначальниками и вспоминаю весь тот вздор, которого я наслушался, мне самому кажется невообразимым, что так действительно говорили серьезные взрослые люди с серьезными выражениями на лицах, а говорили они, если суммировать, не слишком утрируя, приблизительно так. Вы написали очень хорошую пьесу. Очень хорошую, нужную, патриотическую. Нам такая пьеса очень нужна. Но вы нас ставите в безвыходное положение. Своей подписью в защиту антисоветчиков вы становитесь по ту сторону баррикад. Вы становитесь на сторону американцев, ЦРУ, на сторону самых злобных врагов советской власти. Вы должны понять, что в мире идет непримиримая идеологическая война между капитализмом и коммунизмом. Эта война обязательно и скоро перерастет в настоящую. Посыплются бомбы, запылают города, дети наши погибнут, матери наши заплачут. И страна превратится в руины, и на земле наступит ядерная зима, и остановить это можно только снятием подписи под письмом в защиту Гинзбурга и Голландского. Снимите подпись. Дезавуируйте. Наберитесь мужества. Найдите возможность в любой форме. В форме заявления в Союз писателей, письма в газету, выступления на собрании. Выберите форму. Найдите в себе мужество отмежеваться от антисоветчиков. Снимите подпись. С некоторыми из этих проработчиков были у меня общие знакомые. Этим общим знакомым потом объяснялось. Мы с ним говорили. Мы хотели ему помочь. Но он не дает нам такой возможности. Он упорствует в своих заблуждениях. Он ведет себя вызывающе. Уже везде пьесу мою из репертуаров повычеркивали. А Гончаров все еще на что-то надеялся и репетировал, и довел спектакль до конца. И призвал начальство оценить сделанную работу. Нет. И вопрос решен. Мне домой в мое отсутствие позвонил Родионов и оставил свои телефоны. Служебный и домашний. Родионов был опытный, трезвый и неглупый номенклатурщик. Хороший от плохого отличал, но знал всегда, куда ветер дует, с вольнодумством в театре боролся, хотя излишнего рвения не проявлял. У меня с ним, как и вообще с людьми подобного рода, никаких личных отношений не было и не могло быть хотя бы потому, что для таких людей их служба выше всего. И в отношениях с людьми они всегда бдительны, лишнего слова не скажут, откровенных разговоров и сами не ведут, и слушать не хотят. Эти люди казались мне картонными фигурами, не имевшими личной жизни. И я даже был удивлен, когда, позвонив по указанному номеру, услышал на фоне чего-то фортепьянного голос обыкновенной девочки, которая закричала «Папа, тебя!» Показалось странным, что у этого человека есть какая-то частная жизнь. Есть жена и есть дочка, которую он, наверное, носил на руках, играл с ней в какие-нибудь детские игры и рассказывал сказки про волков и медведей, а не постановления ЦК КПСС. И его голос из дома звучал совсем не так, как из служебного кабинета. «Нам с вами надо встретиться», сказал он. «И у нас есть только одна возможность. Завтра я приду в театр Маяковского принимать спектакль. Но принятие его будет зависеть не от меня, а от вас. Только от вас. И вы это должны ясно понимать. Приходите завтра и скажите мне то, что вы должны сказать. Одно ваше слово. И я приму спектакль беззаговорочно, без всяких поправок и замечаний. Но только если услышу от вас то, что вы должны мне сказать. И не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем я говорю. Перед прогоном меня поймал в вестибюле театра администратор Бахрах и чуть ли не силком потащил куда-то к раздевалке. — Слушайте, — сказал он с сияющими глазами, — я всю ночь за вас думал и понял, как спасти спектакль. Очень просто. Покайтесь. И все. Главный признак советской театральной жизни — это прогоны. Спектакль, проигрываемый актерами для нескольких принимающих, иногда даже просто для одного. Репетиции пьесы, вызывающие сомнения начальства, всегда проходили при закрытых дверях, как заседание генерального штаба. В данном случае спектакль игрался для нас двоих. Мы сидели одни во всем большом зале, ряду примерно в четвертом. Я уже видел много репетиций, и вообще к спектаклю этому душа у меня не лежала, но в данном случае он мне понравился. Больше того, во время спектакля я вдруг развеселился и, не умея собой управлять, иногда смеялся, замечая, как мрачный Родионов поглядывает на меня удивленно. Я сам понимал, что мое веселье не к месту, но когда второй по главности персонаж Толик вывел на сцену велосипед с моторчиком и начал его заводить, и делал это так, что я совсем не мог себя удержать, я стал хохотать до слез и до боли в затылке. После спектакля Родионов сказал «Ну вот что, спектакль хороший, очень хороший, самый лучший из всех, какие сейчас идут в Москве. Но если вы теперь же не снимете вашу подпись под известным вам письмом, я этот спектакль разрешить не смогу». Я попробовал возразить, но какая связь между подписью и спектаклем? Какое отношение имеет одно к другому? Обычно мне на это отвечали про идеологическую войну, происки иностранных разведок, заветы Горького. Родионов устало поморщился. «Слушайте, не надо заводить со мной этого разговора. Не будем упражняться в демагогии. Вы должны понять, что это серьезно. спектакль выйдет при одном единственном условии, если вы снимете вашу подпись». «Снимаете вы ее или нет?» «Нет», ответил я. «Значит, вопрос решен», сказал он и, не простившись, вышел. Угощение сигаретами Судя по некоторым признакам, до Шапошниковой мои слова, сказанные Рослякову, дошли. Время от времени она, через разных людей, через актрису Лидию Смирнову, через Гончарова и других, доводила до меня свои угрозы. «Передайте ему, мы будем выводить его из союза писателей. Передайте ему, мы с ним церемониться не будем. Передайте ему, мы не дадим ему заработать на кусок хлеба и уморим его голодом». Я Гончарова однажды сказал, почему эта женщина всегда говорит со мной через вас или через кого-то еще. Почему бы ей не сказать это все прямо мне? А я ей что-нибудь отвечу. Вы ей скажите, пусть она меня примет. Я был тогда настроен очень агрессивно. И моя встреча с Шапошниковой вряд ли имела бы для меня положительные последствия. Но на положительные последствия я и не рассчитывал. Я тогда был готов и даже жаждал встретиться с ней и наговорить ей чего-нибудь такого, что она бы надолго запомнила. Теперь, в ином возрасте, мне это намерение кажется бессмысленно глупым. Излагать свои принципиальные взгляды я и сейчас считаю себя обязанным. Но вряд ли это стоило делать в закрытых кабинетах дуракам и негодяям, которых у вас нет шанса убедить в чем бы то ни было, и которые рады всякому поводу ухудшить вам жизнь. А если представится такая возможность, то и вовсе уничтожить. Гончаров, пытаясь спасти спектакль, думал, что и я стремлюсь к тому же, и надеялся на мое благоразумие, которого во мне, увы, совершенно не было. Не вполне понимая, с кем имеет дело, Гончаров постарался и однажды позвонил и сказал, что Алла Петровна в настоящий момент очень занята и принять меня не может, но это используем сделает заведующая отделом культуры МГК КПСС товарищ Юрий Николаевич Верченко. В назначенный день и час я пришел, заглянул в приемную и увидел. Посреди комнаты стоит знакомый уже мне инструктор горкома Ануров, а перед ним в кресле сидит директор театра юного зрителя Михаил Меренгов, хотя по иерархии должно быть наоборот, то есть директор должен стоять, а Ануров сидеть. Но иерархия есть иерархия, и хотя директор сидит, а Ануров стоит, совершенно очевидно, что старший по положению здесь все же Ануров. Пожилой лысый человек изгалялся перед молодым Ануровым и, кажется, достиг успеха. Ануров стоял посредине, весело и беззаботно смеялся и в этот момент увидел меня. И вот мизансена. Ануров видит меня, перестает смеяться, даже совершает над собой некоторое насилие, стирает улыбку и резко поворачивается ко мне спиной. И так стоит. Директор тихонько поднялся со своего места и выкатился, прошмыгнув мимо меня. Ануров стоит. Я смотрю ему в спину. Я смотрю в спину, он стоит. Я вижу, что он не выдерживает, затем начинает поворачиваться, как стрелка часов, движущаяся рывками. Чуть повернулся, остановился, еще повернулся, еще остановился. Так в процессе нескольких дерганий в конце концов стал ко мне лицом. «Здравствуйте», сказал я. «Здравствуйте», вдруг закричал он приветливо, словно только в эту секунду меня увидел. «Вы к Юрию Николаевичу? Он вас ждет. Пойдемте». У двери Верченко остановились. Минуточку. Вскочил в кабинет, выскочил, распахнул передо мной дверь. «Прошу». Я перешагнул порог, а навстречу уже плывет растянутая до ушей улыбка и руки раскинуты для предполагаемого объятия. «Сколько лет! Сколько зим!» Я спросил удивленно, разве мы когда-нибудь виделись? На пухлом лице обида и разочарование, но улыбка при этом не исчезает. Как? Вы меня не помните? Мне кажется, я его где-то видел, но я настроен агрессивно и намеренно демонстрирую свое высокомерие. Я вас совершенно не помню. Давай понять, что нет в нем ничего такого, что могло бы запомниться. Он немножко погрустнел, но все же улыбается. Он и потом, почти до самого конца нашей встречи улыбался. На Верченко хороший костюм, наверняка пошитый в кремлевском ателье или купленный на западе. И маленький-маленький элегантный значок с изображением Ленина. Верченко показывает на стул. Садитесь. Курите? Протягивает через стол пачку сигарет новость. Цена 18 копеек. У меня в кармане ява, которая стоит на 12 копеек дороже. Поскольку я как-никак пришел жаловаться на жизнь, мне неудобно курить сигареты более дорогие, чем у того, кто меня принимает. Я беру новость, прикуриваю от его зажигалки Ронсон. Он затягивается, морщится, гасит сигарету в пепельнице, приоткрывает ящик стола и двумя пальцами вытаскивает оттуда сигарету еще не разумною в жизни невиданную. Филипп Морис с двойным фильтром бумажным и угольным. Незадолго до того принимавший меня СИЗО в сам курил Кент и меня угощал им же. А этот мне новость о себе двумя пальцами что-то другое. Когда я служил в армии, у нас самое большое презрение вызывали люди, прятавшие какие-то лакомства, например, присланные родителями, и поглощавшие их под подушкой. Во время приема я готов был уже перестроиться и даже отдать определенную дань благоразумию. Но трюк с переменой сигарет вывел меня из себя. И я заговорил агрессивно. Делая вид, что не понимаю, откуда что идет, стал обвинять Верченко и Шапошникову в самодурстве, что они, преследуя писателей, наносят огромный преступный ущерб нашей культуре, и что вообще им надо заниматься не культурой и литературой, а чем-нибудь попроще, может быть, в сфере животноводства. Я говорил вполне враждебно и даже оскорбительно, а он не сердился. Он продолжал улыбаться, и еще раза два попытался угостить меня сигаретами, но я сказал спасибо, у меня есть свои и курил Яву. Он оба раза повторил тот же трюк, закурил, загасил новость и двумя пальцами вытащил Филипп Моррис. Я злился все больше и решил немного поблифовать, сказал, что я этого дела так не оставлю, буду жаловаться и даже знаю кому. Иногда в подобных случаях некоторые мои собеседники пугались, думая, вероятно, а вдруг за такими моими словами действительно что-то стоит. Я сказал Верченко, вот вы увидите, что вы здесь скоро работать не будете. И ушел, не заметив протянутой мне руки. Придя домой, я рассказал о сигаретах, собравшимся у меня в этот вечер гостям. Среди них был один писатель, который вскоре опубликовал рассказ о некоем гестаповце, который, допрашивая арестованного, угощает его одними сигаретами, а сам курит другие. Этот писатель потом сказал мне, что деталь с подменой сигарет взял из моего устного рассказа. «Ты не возражаешь?» спросил он. «Я не возражал, поскольку не считал свое наблюдение неприкосновенным. И чего уж возражать, если мой сюжет рассказан устно, в узком кругу, а его напечатан и очень большим тиражом. Тем временем мои спектакли уже тотально были запрещены, и, придя однажды в управление по авторским правам, на этот раз с большим тортом, я попросил бухгалтишу посмотреть, что там мне набежало. Испытывая неловкость за, возможно, большую сумму... «Сейчас посмотрим». Запела бухгалтиша, готовая опять потрястись очередной многозначной цифрой. Раскрыла ведомости, поехала сверху вниз пальцем, еще раз повторила то же движение и повернула ко мне растерянное лицо. «А сегодня у вас нет денежек», сказала так, как будто была в том виновата. «Я не у вас лет не так, что не